Доброе утро. Итак, 3, 2, 1. Поехали. Добро пожаловать на третий и последний день нашей конференции. Я очень рад, что все вернулись, несмотря на то, что уже третий день. У нас есть замечательная возможность сегодня начать изучать концепцию ДИР. Мы уже говорили о роли личностных различий, индивидуальных различий и развития. Но теперь давайте поговорим о роли взаимоотношений. Мы в составе нашей организации считаем, что роль отношений имеет огромное значение не только в нашей терапевтической среде при работе с детьми, но и в формате наших партнерских отношений, личных отношений с людьми, с которыми мы работаем. И сегодня я хочу начать с того, чтобы поговорить о роли партнерств, о роли сотрудничества для того, чтобы наилучшим образом помочь детям и семьям, которым мы очень хотим помочь. Добро пожаловать еще раз. И надеюсь, что день у нас сегодня будет замечательный. Я с приятной такой миссией. Начну немножко с предыстории. Впервые в этом году команда экспертов России была представлена на международной конференции, проводимой Институтом Осидиал в Вашингтоне. Представляли команду «Мы с Ириной Найдиной». А сами понимаете, когда выступление, чем выше уровня, тем больше тревоги. И тревога нас прям сильно очень зашкаливала. Мы решили за помощью обратиться к великой силе интернета и профессиональному сообществу. И попросили поделиться фотографиями в стиле флортайм. Надо сказать, что мало кто откликнулся, но те, кто откликнулись, я сейчас покажу немного, для того, чтобы кто не в курсе, чтобы знали. Потом было голосование абсолютно открытое, и у нас выявился победитель. Давайте я все фотографии покажу, те, которые у нас были опубликованы. Это те безумства, которыми мы занимаемся с детьми. Но все помните ради целей, которые мы ставим, когда делаем оценку, когда составляем профиль. Пока показываю огромная просьба, коллеги, те, кто участвовал в конкурсе, попросите ли родителей разрешения использовать это фото для оформления сайта Ассоциации специалистов Дирфлорта. И, наконец, победитель Никита Котов. Мы обещали привезти сувенир из Соединенных Штатов в Америке. Сначала думали, пойдем в магазин и что-нибудь приобретем такое полезное для работы, но когда мы увидели то, что Асидиал приготовила для участников конференции, мы поняли, что это то самое, что мы можем привезти, потому что это уникальная вещь. Катя, сколько всего таких экземпляров существует? Немного. 150, 200, ну что-то вот такое. 150. Всего 150 таких кружек в мире. Две мы привезли с Ириной. Одна попала в руки моей студентки 201 курса, там были свои розыгрыши, и одну мы приберегли для Никиты Котова, и я попрошу его сюда подойти. Встречаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю за такую честь. Я буду пить из этой кружки, буду держать ее на работе. И всем показывать и говорить, что это огромный подарок. Наверняка будет много вопросов. Это повод заговорить, что такое Сидиал, что такое ДИАР, что такое Флор Тайм, что такое уважение к людям, которые нас окружают, не только к детям, вообще в принципе к людям. Потому что когда мы говорим о ДИАР, мы говорим об уважении. Когда мы начинаем использовать этот подход, мы начинаем… Речь уже идет не о подходе и не о методе, речь идет о философии. И когда ты ее применяешь к себе, на себя, это то пальто, которое ложится, и ты не хочешь его снимать. И ты используешь эти подходы вообще во всей своей жизни. Моя семья это испытала, они здесь не дадут соврать. Мои сотрудники это испытали, не дадут соврать. Я сама на себе испытала, как я изменилась, и я очень благодарна тому, что Галина Яцкович, а когда ты привезла этот метод сюда, в Россию. Спасибо. Никита, вы можете начать пить из этой кружки уже в первый кофе-брейк. Не нужно откладывать до завтрашнего дня. Дорогие друзья, вот и наступил наш третий день конференции. Это, с одной стороны, очень радостно, с другой стороны, честно говоря, грустно, с учетом пятимесячной подготовки к этому событию. И коротко мы сейчас понимаем, что будет круглый стол, очень интересный круглый стол. Я скажу буквально два слова. Десять, двадцать, тридцать, и даже сорок лет назад начали развиваться разные развивающие подходы в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. И так случилось, что эти подходы развивались друг от друга довольно независимо многие годы. И мы знаем о том, что этот подход, самый известный сейчас в мире подход, развивающий Дир Флор Тайм, он начал развиваться много лет назад. У нас в России есть, как вы понимаете, своя школа, тоже сорокалетняя, тоже в русле развивающих подходов. Ее представители, на самом деле, всем, кто присутствует в зале, конечно же, хорошо известны. И сегодня наша задача на этом круглом столе, безусловно, понять, в чем же общность подходов, в чем их специфика и отличие, чем они отличаются. И, конечно, как они могут между собой дружить, каким образом мы можем обмениваться опытом, каким образом мы можем дискутировать, каким образом мы можем, ну, если это уместно, использовать техники друг друга, или, может быть, сейчас в ходе круглого стола кажется, что это невозможно. Одним словом, нам нужно наладить диалог, потому что очень длительный промежуток времени мы, на самом деле, ничего не знали друг о друге. Мы ничего не знали друг о друге. Мы о Dear Floor Time в России узнали значительно раньше, чем эксперты Dear Floor Time узнали о эмоционально-смысловом подходе, который разрабатывался и разрабатывается Институтом коррекционной педагогики под руководством Ольги Сергеевны. И у нас еще есть два замечательных подхода, эксперты которых тоже здесь. Это подход TerraPlay и средовой подход, разрабатываемый Центром лечебной педагогики. Таким образом, сегодня в ходе дискуссии, в ходе круглого стола мы получим данные, получим информацию о четырех подходах, о их специфике и возможностях нашего сотрудничества. Я с удовольствием представляю вам всех экспертов. Это Галина Ицкович, которую вы очень хорошо знаете. представляет подход Deer Floor Time. Это, конечно, Ольга Сергеевна Никольская, представляет эмоционально-смысловой подход. Вместе с Ольгой Сергеевной, как всегда, Елена Ростиславовна Боенская. Это одна команда. Еремчук, Мария Викторовна. Очень приятно. И последний наш участник это Дарья Боголюбова. Дарья Боголюбова, да? Да. Хорошо. Теперь, когда все эксперты представлены, я хочу передать слово основному и главному модератору сегодняшней дискуссии и круглого стола. Это Николай Романовский. Еще раз здравствуйте. Очень здорово, что мы тут все собрались. И хотелось бы в первую очередь предоставить слово Ольге Сергеевне Никольской, чтобы она в процессе своего выступления вот в общем-то, когда мы планировали этот круглый стол, было много дискуссий. В результате дискуссии мы пришли к выводу, что наши эксперты хорошо бы, чтобы они ответили на следующие вопросы в процессе своего выступления. Первый вопрос. Какие идеи в подходе к Dear Floor Time вы считаете близкими тому подходу, который вы представляете? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как вы считаете, могли бы наши подходы дополнить друг друга в единой длительной терапевтической программе? Это вопрос о каком-то, так сказать, сотрудничестве в плане помощи детям. И третий вопрос. Какие перспективы для развития уже сотрудничества, так сказать, имеется в виду сотрудничество, связанное с совместным саморазвитием некоторым. какие перспективы сотрудничества. Мы имеем в виду какая-то организация совместных мероприятий, какие-то исследования, интервизии, супервизии, ну и так далее. И, соответственно, мы сейчас попросим наших экспертов, чтобы они выступили и в процессе своего выступления попробовали ответить на вот эти поставленные нами вопросы. и так, пожалуйста, Ольга Сергеевна Никольская. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ того, что вы несете. Вот, и это надо сказать, что нам, это надо сказать, нам очень близко. Потому что, ну, как-то так получилось, мы тоже, мы начали работать, я сама начала работать в 1970 году. Страшно подумать. Вот тогда я взяла первого ребенка, то есть первые дети, с которыми я начинала работать, им уже далеко за 50 лет. Вот, и один из наших вот таких установок, не терять их из виду, сопровождать ребят на всех вот стадиях их взросления, ну, и для того, чтобы понять, какая поддержка им нужна, и что мы можем сделать для них. Вот так, что мы уже тоже прошли очень длинный путь. И надо сказать, что, может быть, мы как-то так были пассивны, не пытались вступить в контакт, потому что первые наши вот общения, когда открылись, вот занавесы, мы стали общаться со специалистами западными, они были в основном специалистами других подходов. ABA, teach-программа, и когда мы, разбежавшись, пытались что-то говорить, то мы понимали, что это неинтересно и людям. И вот мы как-то так и продолжались следить за всем, но на вас уже не вышли, к сожалению. Вот, и надо сказать, что для нас действительно большое счастье, что вы появились и что у нас есть союзники, потому что мы, так же, как и вы, стараемся вернуть ребенка на путь нормального развития. Но нам, на самом деле, это было несложно, потому что это традиционная установка, вот, российской психологии детской, вот, и детский аутизм определяется у нас как искажение психического развития. То есть мы не останавливаемся на неврологических условиях, которым надо приспособиться, а как вот наши учителя нам и велели, мы стараемся искать обходные пути, как это обойти, и как все-таки помочь ребенку продвинуться. Действительно, мы понимаем, так же, как мы, что потребность в общении у них есть, что они могут быть очень и очень эмоциональными людьми, и когда начинаешь общаться, и когда устанавливается контакт, ты понимаешь, что это ребенок очень чуткий в контакте. Мы понимаем, так же, у нас есть опыт, что если вот это взаимодействие эмоциональное продолжается долгое время, и нарабатывается общий эмоциональный опыт, то ребенок начинает понимать и думать о другом человеке, и пытаться встать на его место. И что пытаться его просто механически учить это делать, не получается, потому что это не переносится в реальную жизнь. Вот точно так же, как пытаются учить распознавать эмоции на картинках или на лицах других детей, и ребенок прекрасно их распознает, но он совершенно не умеет пользоваться этим в жизни. Вот, то есть у нас есть установка, что это нарушение общее с вами, что это прежде всего нарушение развития эффективной сферы в развитии этого ребенка, но мы понимаем нарушение развития эффективной сферы как нарушение развития осмысленных отношений с жизнью. Вот то, как мы понимаем искажение развития, это что смысл меняется. Усилие ребенка устремляется на защиту и на выработку способов аутостимуляции, которые помогают ему регулировать себя, но отгораживают его от развития и взаимодействия с окружающим. Вот нам надо и вернуть его в русло коммуникации, где он получит те впечатления, которые ему нужны не в механическом виде, и мы поможем ему осмыслить и двигаться дальше. То есть, значит, нарушение развития эффективной сферы у нас общее, то, что помощь может прийти только в процессе коммуникации эмоциональной, это и есть ресурс ребенка, это для нас с вами абсолютно общее. Я думаю, что это мы с вами убеждение получили действительно в десятилетиях практической работы, то есть это не теоретическая установка, и это очень важно. Дальше мы понимаем, что точно так же, но вообще-то этому учить сам ребенок, по-другому нельзя. Если он не идет к тебе, то ты присоединяешься к нему, то есть другого пути нет. Если ты хочешь объединения внимания и общей эмоции, ты должен эмоционально реагировать на то, что он делает. И ты идешь от заражения к сопереживанию и с ним вместе вот к какому-то общему смыслу. То есть вот эти вот такие базовые установки у нас абсолютно общие. И, наверное, вам прежде всего интересно, что отличается. Вот. И нам тоже, на самом деле, это очень было важно, настолько, что мы даже расстарались и написали с Еленой Рославной две большие статьи в журнал «Консультативная психология», где пытались сравнить как раз и развести вот в чем мы различаемся и, соответственно, чем можем дополнить друг друга. Можно это следующий вопрос? Да, вот это и есть дополнить друг друга, чем мы можем. Сейчас я быстро перехожу. Ольга Сергеевна, а давайте мы сначала построим дискуссию так, что сначала у нас на первый вопрос отвечают представители разных подходов, а потом специфику отражают уже следующим вопросом. Можно таким образом поступить? Можно было бы, наверное, но... лучше целых? Артур Иванович, я боюсь, что наши эксперты немножко запутаются. Давайте все... Целостно, да? Давайте целостно. Давайте целостно. Я думаю, что нашим гостям тоже лучше дослушать до конца, а не прыгать с одного места на другое. Да, я думаю, так. Вы согласны? Да. Хорошо. Возможно, это будет неправильно, но, может быть, будет лучше. А может быть и правильно. Хорошо. Значит, понимаете, вот что нам? Вот вы говорите, что эмоция встает между ощущением и действием, да, и связывает их. Вот нам, прежде всего, интересно, как она связывает. Вот это еще к вопросу, как сенсорная интеграция. Потому что тоже нам кажется, что сенсорная интеграция происходит из-за нарушения вот аффективного развития. И вот когда мы работаем с ребенком, мы выделяем, вы идете по оценке, как я поняла, может быть, неправильно, развития коммуникации, прежде всего. Вот эти циклы, сколько ребенок поддерживает, инициирует, поддерживает. И вот эта разработка и провокация постоянная инициатива ребенка и его ответов. То есть, я так поняла, что вот задача конкретной работы это развернуть как можно больше вот этих циклов коммуникации. Есть, правильно? Да? Да. 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 Клинический консультант института сидел. Дело в том, что это подход одновременно вертикальный и горизонтальный. То есть, мы говорим о системе, которая существует и о иерархии ступеней развития. И основная ступень это не коммуникативные циклы, это интерес к окружающему миру. То есть, то, что вы сказали, заражение, возможно, вы предполагаете что-либо подобное. То есть, когда мы вовлекаем, не просто вовлекаем ребенка в свой мир, а мы следуем за ребенком, мы наблюдаем за ребенком, мы помогаем ребенку влюбиться в окружающий мир. И потом мы начинаем ритмичный, тут уже приходят сенсомоторные игры и сенсомоторные циклы, мы начинаем ритмичный, предсказуемый, приятный ребенку контакт. Мы хотим вовлечь ребенка в общение, чтобы ему было с нами интересно оставаться. После этого только следуют циклы. Да-да-да-да, да, конечно. Конечно, это мы прекрасно понимаем, что сначала, прежде всего, контакт исследования за ребенком. У нас так же. Но вот наш упор именно на осмысление не просто вовлечения его, а на совместное, как мы говорим, совместно разделенное переживание. Осмысление того, что мы вместе сделаем. Мы ищем вот структуру и характер переживания, которое поведет его дальше к более активному взаимодействию с нами и с миром. Вот, и мы видим в этом очень жесткую связь с интеллектуальным развитием. Ну, например, если у него не выработаются какие-то, если он не влюбится и не начнется какая-то избирательность в мире, вот это я люблю, это я люблю, это мне нужно, то у него не будет, если не будут фиксироваться способы жизни вот в мире, вот у полевого ребенка, то речи не будет, как ты ее не учи. Когда ему будет что называть словом, слово появится. И развитие словарного запаса будет отражать как раз вот то, что он любит и то, что у него зафиксировалось. И точно так же вот мы работаем на этом поле, чтобы этого, что он любит и то, что было для него привычно, было как можно больше, чтобы мир, уклад его жизни был все больше уютным, а тогда мы переходим к следующему. Следующий тип переживания, который он должен освоить вместе с нами интересные нарушения, провокации, чтобы не паниковать, когда что-то нарушается, порядок нарушается, а говорить оооо. Понимаете, да? Это совершенно другой тип переживания. И это как раз путь к развернутой речи, это как раз путь к сюжетной игре, к сюжетному мышлению. То есть наш фокус вот здесь. И мне кажется, что в этом мы очень на самом деле вот в этой вертикальной, горизонтальной, то, что вы говорите, и вот в этой нашей движении по разной структуре переживания мы очень можем дополнить друг друга. Вот. Что же касается технологий, о которых мы очень часто думаем, и зачем нам, зачем к нам очень часто приходят. Дайте мне технологию, дайте мне прием. Это будет вот или задержка какая-то, или какое-то затруднение, или еще что-то. На самом деле, вот, по-моему, у меня была возможность видеть видеоконференцию, так что я слышала. Не все, но что слышала. Вот то, что вы говорили о том, что отчасти наука, отчасти искусство. Это все рождается от ребенка, от того, что ты видишь, от опыта взаимоотношений с ним. Вот эта технология, на самом деле, есть направление развития, а технологию тебе подсказывает сам ребенок. Вот, например, я опять же знаю, что вчера обсуждался вопрос, если он перевозбужден, как ты его можешь унять. Вот вы спросили, он бежит, как? И может быть, тысяча способов, как ты это сделаешь. И останавливаться на какой-то одной технологии совершенно невозможно, потому что мы ограничиваем этого того, кто работает. Ну, во-первых, того, кто может перевозбудиться, я начну подводить к детской сельской площадке издалека посмотреть. И потом регулировать время, пока он перевозбудится, и убирать его. С одним мальчиком я точно знала, что если я вижу, что сейчас его понесет, я ему давала яблочко. И пока он садился и начинал ритмично жевать, дальше он опять был вот в этом ситуации, когда он может работать, и может смотреть. Кого-то можно посадить повыше, чтобы он смотрел отвлеченно. Кого-то можно посадить на качели и убрать этим, вот это перевозбуждение. А с одним мальчиком, который так перевозбуждался, что не понимал, как играть в мяч и в футбол, мы просто сидели, обнявшись, и мы были судьи. То есть я выводила его из этого процесса, и мы меняли на таблочки. Через некоторое время он понял и мог играть. То есть это миллион способов, которые каждый раз подсказывает тебе ребенок. Это провокация, это следование за ребенком, это усиление его ощущения. И самое главное, когда вы говорите влюбить в себя, влюбить в мир, это прежде всего влюбить в его обыденный мир, чтобы он полюбил вот свою каждодневную жизнь. Какая у него подушечка, какое у него одеяло, какие у него тапочки под кроватью, с какими мордочками, какие у него шторы, которые шуршат, или еще что-то. То есть это на самом деле вот это самое главное, вот это вот складывание этого уклада. Вот. Но, наверное, вот это вот у нас общее, вот этим мы, наверное, очень можем друг друга обогатить направление. Как сотрудничать? Я не знаю, честно говоря, как сотрудничать. Мне хотелось бы посмотреть, как вы работаете и показать, как мы работаем. Вот это, я думаю, дало бы больше понимания, чем любые, на самом деле, слова. Вот. Ну, вообще, огромное спасибо, что вы так много, долго работаете. Вот, наверное, столько же, сколько мы, и очень рада встрече. Ну, вот, наверное, все. Пока Ольга Сергеевна говорила, я обращал внимание на то, что все больше и больше единения в идеях между всеми участниками дискуссии. И вот мы здесь сидим и киваем, точно так же сидят и киваем эксперты впереди, и точно так же и вы все. И на самом деле, это очень радует, что здесь есть вот такая сильная близость. И если есть такая возможность сказать в некоторых моментах взаимодополняемость. Я предлагаю вот это сотрудничество, которое сейчас зародилось, и которому говорит Ольга Сергеевна Никольская, как раз продолжить в виде совместных публикаций в журнале «Аутизм и нарушение развития». Это будет номер англоязычный, в котором специалисты ICDL смогут написать о том, какие основные их моменты, элементы, стратегии работы, а со своей стороны представители других подходов смогут написать о своих вещах и своих фишках таких. Хорошо, спасибо. Да, и можно я еще добавлю, что общее, я сообразила, что я не сказала, может быть, главное, что это работа с семьей. И что это работа длинная, и что и в вашем, и в нашем подходе один специалист справиться не может. Ольга Сергеевна, большое спасибо. Мне сейчас пришла в голову такая мысль, что вообще это потрясающе. Как бы люди, находящиеся на разных концах земного шара, находящиеся совершенно в разных культурных, так сказать, условиях, приходят к одному и тому же. Мне кажется, само это является доказательством того, что у нас совершенно верный путь, верное направление, то, что люди приходят к похожим выводам, желая помочь просто вот этим детям. Спасибо большое. И теперь мы предоставляем слово следующему нашему эксперту, кандидату психологических наук, эксперту знаменитого центра лечебной педагогики на улице Строителей. Еремчук Мария Викторовна. Здравствуйте. Мне очень нелегко выступать после Ольги Сергеевны, поэтому прошу всех посочувствовать. Но я все-таки скажу то, что мне хотелось сказать. Наш центр был создан в 89-м году, то есть мы в этом году празднуем 30-летие, и он был создан совместными усилиями и педагогов, и родителей детей с особенностями развития. Зачастую это были одни и те же люди. И поэтому для нас тоже очень важна работа с семьей, поскольку сама семья участвовала в создании центра, сама семья говорила, что ей нужно. И за эти 30 лет центр, конечно, прошел большой путь, но есть что-то неизменное. И для нас вот это неизменное, это такая миссия, не побоимся громкого слова, которая заключается в реализации прав людей с особенностями развития на достойную жизнь. Для кого-то нужна будет помощь в течение своей дальнейшей самостоятельной жизни в большем, меньшем объеме, но мы считаем это чрезвычайно важной такой установкой, предполагающей изначальное уважение к человеку, какого бы возраста и с какими бы нарушениями он к нам не пришел. Мы опираемся на некоторые принципы, я позволю себе их зачитать, потому что это, на мой взгляд, ответ на вопрос о том, что у нас общего. Мы считаем, что интеграция это базовый принцип организации образовательного пространства, и варианты, когда кого-то изолируют, для нас как организации неприемлемы, для нас как для конкретных людей в этой организации работающих неприемлемы. Сейчас большой акцент делается, например, на работу с интернатными учреждениями с целью сделать их более открытыми, чтобы люди, находящиеся там, тоже имели возможность быть в мире. Есть для нас еще принципы образования, фундаментальная потребность каждого ребенка, необучаемых не бывает. Ребенок нуждается не в мероприятиях, а в регулярных занятиях. Воспитание в семье дает ребенку максимальные возможности для развития своих способностей. Поэтому, если есть какие-то такие острые ситуации, когда требуется помочь семье, сохранить ребенка в семье, не отказаться от него, для нас это тоже такая приоритетная область деятельности. Дети с нарушениями развития нуждаются в согласованных действиях родителей и специалистов, и работа в команде значительно эффективнее работы специалиста-одиночки. И вот в этих принципах, на мой взгляд, отражается вот эта общая какая-то философия, которую, ну вот я здесь слышу, я читала в книге Гриспена, да, то есть вот эта общая философия, на мой взгляд, может послужить такой совместной базой. И, на мой взгляд, вот эта конференция, она в первую очередь направлена даже не на приобретение каких-то конкретных знаний, хотя и на это тоже, но и на то, чтобы несколько, для кого-то сместить акцент, и для кого-то укрепить акцент на ребенке, чтобы не отталкиваться от какой-то абстрактно взятой задачи, которой я буду приводить всех детей, попадающих ко мне в руки, а отталкиваться от конкретного ребенка, от того, что нужно ему. То есть мы говорим тоже про индивидуальный подход. И для нас также, как и Ольга Сергеевна говорила, самое основное – это контакт с ребенком и наше взаимоотношение. Мы начинаем со всеми детьми с игровых занятий один на один, для того, чтобы вот этот контакт укреплялся. Возможно, нам не очень хватает привлечения родителей на вот этих первых этапах взаимодействия с детьми. И вот эта конференция лично для меня служит поводом лишний раз про это подумать и подумать, каким образом я могла бы в своей работе больше родителей включать и как-то передавать то, что у нас получается в семью. Мы назвали свой подход средовым, имея в виду, что так как каждый ребенок уникален, для каждого ребенка будет уникальная среда, которая помогает ему развиваться. И для каждого ребенка будет уникальная среда, в которой ему спокойно и комфортно. И мы выделяем разные среды. Мы говорим про развивающие, говорим про стрессогенные, говорим про комфортные среды. И тут я вот прямо вспоминаю, как вчера сказала, или позавчера Вирджиния, уже кажется, что день за два, когда Вирджиния говорила «save but not to save». Вот для нас вот эта попытка вызвать ребенка, побудить его, проявить какую-то активность, чтобы вместе с нами справиться с каким-то затруднением, и мы вместе достигли вот этого общего результата. Это результаты не в смысле очередной ступеньки пьедестала, а результаты того, что мы прожили это вместе. Вот для нас это также очень важно. И, конечно, когда мы говорим про развивающие среды, находимся в этой аудитории, мы не можем не сказать, про что говорила Ирина, что у нас есть и научная основа для этого. Илья Семенович Вогоцкий никуда не пропал, и вот он благополучно здесь, и все равно нам говорит, даже пускай своим просто взглядом, про зону ближайшего развития, как про те возможности, которые ребенок приобретает в контакте со взрослым, а потом начинает их использовать самостоятельно. И что же мы можем поменять в среде, вот с нашей точки зрения, для того, чтобы подстроить ее индивидуально под ребенком. Мы стараемся избегать всеми возможными способами в стрессогенных средах, и вариант стерпится-слюбится вообще не для нас. Если где-то говорят, что ребенок сейчас покричит, а через два месяца он привыкнет, это не тот способ, который мы будем рекомендовать и тем более использовать. И для нас важно чередовать вот эти развивающие и комфортные среды, что же мы можем в среде поменять. Мы можем поменять, естественно, пространственно-временные характеристики, и вчера или позавчера, у меня, правда, немножко эти дни слились, мы говорили про темп ребенка, и говорили про то, как важно взрослому совпасть по темпу с ребенком. Но мне кажется, важно еще сказать, что вот этот темп, на наш взгляд, важнее темп восприятия каких-то событий, а не темп двигательной активности. У нас были удачные случаи включения в группу сверстников ребенка, отличающегося по двигательному темпу, но более-менее совпадающего по темпу восприятия событий с детьми этой группы. И это было удачно. Если говорить про какие-то еще вещи, которые мы можем менять, мы можем по-разному эмоционально взаимодействовать с ребенком. Бывает кто-нибудь, кто только начал знакомиться с сферой помощи детям с расстройствами аутистического спектра, приходит к такому выводу, что надо вести себя со всеми детьми очень-очень эмоционально. И это тогда получается, на наш взгляд, тоже недоучет вот этих индивидуальных различий. Не всем детям это поможет вступить с тобой в контакт. Не всех детей это переведет на некоторый следующий этап в развитии. Нам важно суметь подстроить свою личность таким образом, свои эмоциональные какие-то реакции, таким образом, чтобы ребенку это было полезно. В каких-то случаях полезно, чтобы отдохнул рядом с нами, в каких-то случаях полезно, когда мы формируем вот этот действительно вызов. Ну и последнее, вокруг чего мы тоже можем выстраивать какие-то изменения в среде. Нам надо, вот Ольга Сергеевна говорила про то, что мы вместе, да, вот это внимание разделенное. Нам надо правильно подобрать те вещи, на которых мы можем вот это разделенное внимание с ребенком получить. И зачастую важно выбрать даже совсем другой предмет, казалось бы, чем тот, который выбрал ребенок. Вот если мы вспоминаем вот этот пример с машинками, про которые Александр много говорил, да, что вот бывает, родители говорят, он любит играть с машинками. Кто-то крутит колеса, и с ним мы не будем порассматривать журналы с новыми моделями Ауди, да. Мы будем скорее играть в какие-то волчки или жужжалки, если ему привлекает звук, да. И аналогично мы будем, если ребенку нравится катать машинки, нагружать, мы будем использовать вот этот интерес к взаимодействию каких-то предметов, и эта машинка может поехать в гараж, но это будет неинтересно ребенку, который вообще играет в машинки, разыгрывая ситуацию, что ехала мама, ее подрезал Мерседес, и мама сказала все, что думает по поводу водителя Мерседеса. И с ним, может быть, надо играть совсем не в это, а в ситуации с эмоциональным напряжением. И получается, что мы уходим от машинок и начинаем строить дом, который вот как теремок в конце концов рухнет, да, потому что самое важное для ребенка и для нас разделить вот этот момент, о, сейчас, а нет, еще нет, а вот сейчас, а нет, еще нет. Вот, то есть основная наша тоже идея, и тут мы созвучны, что есть разные дети, есть, может быть, условно какие-то группы детей, на которые мы можем их разделить, чтобы чуть-чуть проще начать с ними взаимодействовать, но это взаимодействие всегда должно корректироваться по ходу общения с ребенком. И, на мой взгляд, наши подходы, они более, как бы, находятся, мы находимся в более безопасной ситуации с точки зрения на вреде ребенку, поскольку если мы опираемся на реакцию ребенка, на его отклик, то мы, по идее, если мы это делаем, мы не сможем сделать ему плохо, просто потому что этот отклик дает нам вот обратную связь для коррекции какого-то нашего поведения. Вот, это, наверное, то, что я хотела бы сказать про какие-то общие вещи, не говоря уже про то, что когда вот кто-то выступает или читаешь книжку, попадается какая-то фраза, думаешь, ну, подпишусь, да, вот, но то есть действительно какие-то очень созвучные вещи, их очень много. И я думаю, что вот эта общая философия, если два человека, три человека, десять организаций, которые разделяют эту философию объединяться, это приведет к какому-то положительному результату. И я вижу, таким направлением действительно какие-то хотелось бы проводить совместные исследования, поскольку действительно я вот вижу, что у нас есть опыт, мы его недостаточно в нашем центре описываем и недостаточно исследуем. Если у нас исследовательская и описательная сторона подтянутся, мы сможем быть интересны и другим организациям в большей степени. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Можно прокомментировать? Все говорят об одном и том же, но за счет индивидуальных различий говорят по-другому. Это, так сказать, как это, грань одного и того же предмета, чем больше с разных сторон мы его смотрим, тем он, так сказать, более и более становится для нас понятным, значимым. Большое спасибо. Калина Павлович. Да, да, Калина. Можно прокомментировать? Во-первых, я хочу воспользоваться случаем и выразить благодарность центру лечебной педагогики, потому что если бы не они, мы бы тут все не находились. Потому что именно они меня первые пригласили в свое время, и я пришла туда и увидела, что они делают, и я поняла, что я нахожусь в правильном месте. И Анна Львовна Битова говорила в первый день о том, как она искала похожий способ мышления на Западе и нашла. И перевели книгу, книгу принесли. Я видела эти красные обложечки. Да, и мне приятно, что я там тоже какую-то внесла маленькую лепту по мере перевода книги. И это было совершенно все здорово на самом деле. Но тогда казалось, что это капля в море, а теперь, по-моему, ситуация меняется. Эта капелька растет, 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 и скоро это будет такой мощный поток. Но что, мне кажется, может предложить методика Dear Floor Time, она может предложить использование различных специалистов, стратегии, как вы сказали, технологии, стратегии все-таки, работы, которые различные специалисты различных специальностей могут использовать в своей специфике, все-таки ставя перед собой определенные профессиональные цели. По одной причине родители обращаются к логопеду, по другой обращаются к эрготерапевту, по третьей. К психологу иногда им нужны все специалисты, но Dear Floor Time может предложить вот такую темплейт, такую матрицу, на которой можно строить профессиональную работу, на которую можно наращивать куски профессиональных знаний и двигаться благодаря этому вперед. И научная база есть. А если мы вместе можем собирать данные о результативности, подходов, которые базируются на отношениях, это прекрасно, это великолепно. Собственно, и есть цель. Я хочу сделать акцент на одной важной вещи. Эта вещь называется «не навреди ребенку». Чем ребенок меньше, тем меньше мы имеем право навредить. Это понятно. И вот на самом деле, когда он взрослый, тоже не надо вредить. Это абсолютно понятно. Но смотрите, очень важный принцип, который, как мне кажется, объединяет все подходы, которые себе вот здесь обсуждаются, это именно «не навреди ребенку». И идя за ребенком, вот в этом вот ключе первой эмоциональной связи, совместных интересов с ребенком и дальше аккуратного продвижения по лестнице развития, при таких обстоятельствах действительно очень трудно навредить. И мне кажется, это важная фиксация. Спасибо большое. И теперь мы предоставляем слово нашему следующему спикеру. Это Дарья Васильевна Боголюбова-Кузнецова, психолог тоже, Центр лечебной педагогики, специалист такого вот нового подхода. Наверное, для многих не совсем известный такой подход «Тераплей». Вот что это такое за зверь, нам сейчас расскажет Дарья Васильевна. Я бы хотела сказать, что в программе меня назвали так красивым экспертом «Тераплей». Это не так. В нашей стране пока нет специалистов такого уровня. Я нахожусь еще только в учебной программе «Тераплей». Но я работаю с детьми с аутизмом в этой сфере, поэтому меня сюда позвали. Эта система в России только начинается, однако вот в Америке она известна уже очень давно, и, собственно говоря, оттуда она к нам и пришла. Я, к сожалению, не сделала английскую версию презентации, просто не подумала об этом. Но здесь будет мало письменной информации, я думаю, что будет понятно. Я бы хотела сначала рассказать немного о подходе «Тераплей». Очень-очень кратко. Понятно, что за 10 минут я не расскажу каких-то глубоких философских оснований и исследований на эту тему, которых на самом деле тоже очень много. Но какие-то основные теоретические положения я бы хотела показать. Здесь немножечко про историю. Эта программа образовалась в Чикаго, и ее началом была программа «Хёрдстад», которая была направлена на улучшение взаимодействия в семьях, находящихся в зоне риска. Это были бедные семьи с низким уровнем образования, среди которых часто происходили какие-то проблемы с детьми, у родителей не было сил их воспитывать и так далее. То есть «Тераплей» изначально это не система, работающая исключительно с детьми с аутизмом. Скорее наоборот. У нее есть много разных модификаций, в том числе для детей с расстройством мастического спектра она тоже подходит. «Тераплей» — это система игровая в терапии детско-родительских отношений, основанная на теории привязанности. Она оперирует таким представлением, что для формирования безопасного типа привязанности или надежного типа привязанности характер взаимоотношений между родителем и ребенком должен быть таким, что родитель может распознавать достаточно точно и чутко реагировать на сигналы ребенка, может оказывать ему необходимую поддержку в ситуации стресса и может поддерживать его развитие, в том числе ставить перед ним необходимые задачи. И вот в этой диаграмме эти четыре элемента детско-родительских отношений, которые по идее должны были бы привести к формированию надежного типа привязанности, представлены. Это структура, то, насколько взрослый может регулировать состояние ребенка, сохраняя его оптимальный уровень возбуждения, а ребенок этому руководству готов следовать. Это забота о том, насколько взрослый может успокоить ребенка и поддержать, и насколько ребенок эти усилия родителя действительно принимает. Это вовлеченность, насколько взрослый ребенок находится друг с другом в эмоциональном контакте, и насколько этот контакт помогает ребенку эмоционально регулировать свое состояние, и вызов, этот челлендж по-английски тоже, то, насколько взрослый может ставить перед ребенком адекватный его уровень развития задачи и поддерживать в их достижении. По идее, если во всех этих сферах родители и ребенок сходятся в своих возможностях и потребностях, так сказать, формируется внутренняя рабочая модель, которая описывает меня, то есть ребенок чувствует себя любимым, уникальным, компетентным, других любящими и отзывчивыми, а мир безопасным и интересным местом. Если же в какой-то из этих, так скажем, четырех частей происходят какие-то и есть какие-то трудности, может статься так, что эта внутренняя рабочая модель будет менее позитивной. Ребенок может чувствовать себя пренебрегаемым, если он не получает достаточно эмоционального отклика от родителей. Не обязательно родитель не эмоциональный человек, он может быть очень эмоциональным человеком, но для ребенка тот уровень эмоциональности, который привык проявлять родитель, оказывается, например, слишком низким, и он его не замечает. В такой ситуации он может других воспринимать, как тех, кто в нем не заинтересован и пренебрегает, а мир, как, предположим, небезопасное место, потому что он не чувствует достаточной поддержки. Чтобы такого не происходило, TerraPlay предлагает, это достаточно краткосрочная программа взаимодействия работы с родителем и ребенком, она не ставит такие большие цели, как средовый подход, как Dear Floor Time, как средовый подход, она не пытается охватить все зоны развития ребенка, она ориентируется только на детско-родительские отношения и на то, как ребенок чувствует себя в них. Понятно, что интеллектуальное развитие, речевое развитие довольно тесно связано с психологическим состоянием человека. Если человек чувствует себя безопасно, он скорее начнет исследовать окружающий мир. Если ему интересен другой человек, он видит от него эмоциональный онклик, он скорее захочет с ним заговорить. Поэтому TerraPlay часто провоцирует интеллектуальное и речевое развитие, но это не его цель. Для этого есть такая система проведения этой детско-родительской терапии, которая включает диагностические методики, вот Marshall Interaction Method, дальнейшую игру совместную терапевта, ребенка и родителя, в которой родитель сначала больше наблюдает, потом все больше включается. Все игры снимаются на видео и каждую четвертую встречу обсуждаются с родителем видео, на этих встречах поддерживается ментализация. Как вы думаете, что в этой ситуации чувствовали или думали вы, что в этой ситуации чувствовал, думал ребенок? Как вы думаете, почему это происходило? В интервью, в этом подходе уделяется внимание индивидуальным отличиям всех людей, в том числе и родителя. То есть с ним обсуждаются в том числе подробности его истории привязанности, насколько он готов об этом говорить. Здесь, я думаю, слишком уже подробная информация о том, как проводится Marshall Interaction Method. Это не столь важно. Важно? Хорошо. Это вот то, как исследуются детско-родительские отношения. Это вот 9 заданий, которые предлагаются, такой базовый стандартный набор. Ребенку с родителем снимается на видео и вместе с родителем проводится обсуждение. Что мы можем сказать о вот этих четырех элементах взаимодействия на основе видео, которое мы видим? Я прошу прощения, Дарья, несмотря на заинтересованность аудитории, я это считал очень быстро, все-таки мы говорим о том, что у нас дискуссионный формат. Да, поэтому все-таки очень важно остановиться на главных концептуальных моментах и после этого о сходствах и различиях, да? Да, именно так. Вот, про игровые сессии с ребенком, мне кажется, это важно, что тераплей очень нацелен на учет индивидуальных особенностей ребенка, на эмоциональную связь с ним. Так же, как и флортайм, основное в нем это взаимодействие и взаимоотношения, и это эмоциональная сорегуляция, это тоже основной принцип. Однако тераплей это структурированный подход. На основе вот этого вот исследования терапевт планирует воздействие, он выбирает определенные игры, в которые он собирается поиграть с ребенком. Другое дело, что он учитывает, что я собирался играть вот в это, а ребенок сегодня не готов в это играть. Мы не будем в это играть, но я не скажу ребенку, что мы собираемся в это играть. Мы сыграем в то, что у меня есть запасной вариант. Поскольку родители почти всегда присутствуют при игре, за исключением случаев, когда есть второй терапевт, и он может рассказывать об игре из другой комнаты, но в случае, если второго терапевта нет, все делает один, есть принцип «получил что-то хорошее от ребенка», тут же отдай это родителю. Если ребенок со мной вступил в какой-то эмоциональный контакт по поводу воздушных пузырей, я предложу эту же игру ему с родителем, чтобы родитель тоже получил вот эту вот позитивную связь. Про это я рассказала. Поэтому задача терапевта — это организовывать и структурировать встречу, эмоционально сорегулировать ребенка и родителя, поддерживать процессы ментализации, модерировать взаимодействие родителя и ребенка в случаях, когда это требуется. Как я сказала, очень много близкого, на мой взгляд, между флортаймом и тераплеем, за исключением структурированной, большей структурированности тераплея, и его большей, так скажем, более короткого периода его действия. И, наверное, того, что все-таки тераплей — это, так скажем, он не претендует на всеохватывающиеся свои его воздействия. Он применяется как одна из маленьких программ в случае, если мы видим, что именно этому ребенку, именно с этим родителем вот что-то у них немножечко не лается, по темпу они не совпадают и не могут подстроиться, по степени эмоциональности не могут подстроиться. Если именно этот родитель не может ограничивать ребенка, например, ребенок все время ведет, но ведет на дорогу, где машина. Это очень опасно. А родителям не получается поставить какую-то границу. Это тоже задача тераплея. Поэтому мне кажется, что взаимодействие как раз может быть очень плотным, как один из элементов — плотная работа с родителем, и при этом короткой. Он может применяться. Мне кажется, что совместные исследования всегда вещь хорошая. И делиться своими какими-то наработками всегда полезно. Спасибо большое, Дарья Владимировна. Галина, вы хотели что-то добавить? Да, я хотела прокомментировать, что мне кажется, что очень важно, когда мы даем родителю при работе с родителями, мы даем им что-то, что они могут взять с собой домой. Потому что очень многие подходы и очень многие методики, замечательные, которые работают в классе, которые работают в каком-то коллективе, которые работают в одном контексте, потом почему-то не работают дома. В чем задача Dear Floor Time? Это ввести родителей в наш мир, помочь им думать теми категориями, теми задачами, которые ставим перед собой мы. И в то же время с уважением к ребенку мы помогаем им взять это домой, чтобы их общение продолжалось за нашей дверью, чтобы они вышли, и ребенок продолжал находиться с ними во взаимодействии, продолжал строить эти длинные коммуникативные цепочки, продолжал с ними жить в мире. И еще одна вещь, которую я хотела сказать, что мы знаем, мы тут собрались очень умные, хорошие, безусловно, тот факт, что все мы здесь, говорит о том, что мы умные, хорошие, хотим помочь ребенку, и мы знаем, как лучше. Я прошу прощения, как раз сейчас вы можете уже начать свое выступление, прям не прерываясь. А хорошо, хорошо, да, да. Мы знаем, что нужно сделать для ребенка, и мы знаем, что ребенку полезно. А что хочет ребенок? Как узнать, что хочет ребенок? Как нам встроить то, что хочет для себя ребенок, в чем заключаются его интересы, в то, что мы можем ему предложить? И начало, на самом деле, очень простое. Мы двигались, собственно говоря, об этом не говоря, но мы двигались по этим ступенькам, мы начали наши встречи с вами, с Вирджинией. И самое простое, сенсомоторное, общение сенсомоторные интересы. И мы начинаем с самого простого, мы это усложняем, мы продвигаемся в символический мир. И, конечно же, делая все это, как психотерапевт, я должна сказать, и как человек, который с безумной любовью относится к ментализации, к теории ментализации и к теории привязанности абсолютно, на которой, собственно говоря, Стэнли Гринспен и базировал свою работу, потому что он пришел из мира психоанализа, и он работал бок о бок со всеми этими людьми, которые на сегодняшний день находятся в отрасли. Но также он работал с людьми вроде Стивена Порджиса, с нейропсихологией, и он, наверное, совместил лучшее из всех этих методик, используя это все в комплексном подходе. То есть мы работаем над маленькими целями, которые ребенок выбирает уже на более высокой ступени, выбирает для себя, мы вместе с ребенком формулируем задачу, мы интерпретируем то, что делает ребенок, как нечто, имеющее глубокий для него смысл. И да, может быть, это колесико, которое он вертит, но мы думаем, почему он это колесико вертит перед глазами? Ага, он стимулирует себя визуально, или почему он это колесико подкладывает под себя, ему нужна какая-то проприоцепция, он себя не ощущает в пространстве. Мы пытаемся проанализировать то, что происходит, почему это происходит. Мы пытаемся встроиться в этот мир, мы пытаемся это расширить, мы пытаемся интерпретировать то, что делает ребенок, как нечто, имеющее смысл. Мы ставим перед ребенком задачу и вместе с ним эту задачу решаем. Что у нас происходит в результате? У нас происходит перестройка вот этой модели привязанности, с которой ребенок к нам пришел. И в чем еще хорош метод Dear Floor Time, что его можно использовать. Мы сегодня говорим про детей с рас. Но и гиперактивные дети, как-то дети с синдромом дефицита внимания, как-то у нас так промелькнули в разговоре, и дети с глубокой травмой, с различными видами травмы, дети в приемных семьях, сегодня Алена Акулова будет говорить о детях в палеоативной системе, и детям, которым требуется другой уровень работы. Но мы можем в этой системе найти основные точки, рэперные такие моменты, которые помогут нам использовать эту систему с другими диагностическими категориями. И, конечно, огромная работа с травмированными детьми. Эта работа делается, эта работа идет. Исследования, я надеюсь, выйдут. И я думаю, что мы можем предложить очень хорошую, крепкую теоретическую базу для всех методик, и если, возможно, совместная работа, то почему бы и нет. — Коллеги, а у меня вот какой вопрос. На самом деле, в отношении мне немножко сложным, так же, как и вам всем, потому что если с тремя подходами из четырех я знаком достаточно хорошо, то с тераплеем вообще вот только что первый раз столкнулся. У меня вопрос, на самом деле, когда мы говорим о флортайме и тераплее. Вот смотрите, мне сейчас показалось, что флортайм, выводя ребенка на следующую ступень развития, оно как бы создает условия и подталкивает его, подталкивает, подталкивает, и в какой-то момент вот это подталкивание приводит к тому, что он все-таки выходит на следующую ступень развития. В то время как тот тезис, который прозвучал от вас, Дарья, это как бы не столько подталкивание, сколько в какой-то момент может быть вытягивание. Вот можно ли стратегию работы охарактеризовать, это вопрос к представителям двух подходов, можно ли охарактеризовать то, что я сказал правильно по отношению к флортайму и реально по отношению вот к тераплею, нет? Ну я бы не сказала, что тераплей как бы вытягивает куда-то ребенка, а он создает условия… Ну вытягивает в лучшем смысле слова, да? Да, да, но я бы сказала, что он создает условия для получения опыта, который почему-то ребенок может быть недополучает, ну по разным причинам, потому что он не совпадает по темпу со своим родителем, ну например, и если мы поможем, ребенок может быть чуть-чуть ускорится, а родителю замедлится или наоборот, эта встреча произойдет, и это будет той почвой, на которой мы сможем, например, дать опыт тому и другому эмоционального, вовлеченного взаимодействия. А само это по себе создаст для ребенка ощущение того, что он интересен своему родителю и вообще в мире важен и интересен, и привнесет, положительно повлияет на его рабочую модель и на характер взаимоотношений между родителем и ребенком. Я бы, тераплей не очень учит чему-то, это тоже, это не поведенческая терапия и это не обучающая программа. Окей, тогда, если можно, я сделаю ситуацию и одновременно и проще, и тяжелее. Вот всегда в работе есть баланс между тем, что мы все-таки подталкиваем и все-таки тянем. И как ни крути, все равно это некоторая такая шкала, да, вот нуля до ста, да, когда, так сказать, вот это... А почему у нас фонит? Ага, вот, наверное, так. И у нас вот это вот подталкивание и вытягивание в балансе. Вот в каком-то подходе только тянут, да, максимально, так сказать, на 95%, в каком-то всеми силами выталкивают и минимально тянут. Вот как бы вы здесь охарактеризовали? Я прекрасно понимаю, что мы все, да, говорим о развивающих подходах, но вот если взять стопроцентную шкалу, вот как бы вы охарактеризовали флортайм, как бы вы охарактеризовали эмоционально-смысловой подход, средовой и тераплей? Можно вот, я прошу прощения, Николай, я здесь вклинился, да, вот в эту модерацию. Галина, можно с вас начать тогда? Да, конечно. Я просто смотрела на слайды интервью, терапевтического интервью, и я думала, а почему кубики? А почему этот материал? А почему тот материал? Потому что, собственно говоря, мы все это используем. Просто мы используем, имея в виду, например, в диагностическом интервью, мы имеем в виду определенную цель. У нас есть, допустим, наши сенсорные игрушки, у нас есть наши символические игрушки, у нас есть наши игрушки, которые смотрят на крупную моторику, и мы хотим понять, как ребенок оперирует вот с этими тремя видами игрушек. Но игрушку ребенок выбирает сам. Мы не приготовили вот ему кубики, мы не требуем, чтобы он игрался именно в этот момент с кубиком, мы даем ему выбор. И, конечно, мы стратеги, но в то же время мы стратеги, которые следуют за... Мы стратеги и мы шпионы. Мы все это задумали, мы это вот в наше поле обрисовали, но теперь мы, прикрываясь, вот так вот следуем за ребенком, и смотрим, что же выберет ребенок, посмотрит, что же делает ребенок. Конечно, мы думаем стратегически. Мы не разложим символические игрушки двухлетнему ребенку и будем ожидать, что он нам будет показывать эту игру, и потом говорить, ну, смотрите, он не имитирует, он не делает туда это. И, конечно же, мы не предложим более старшему ребенку очень-очень простые ему неинтересные вещи, и потом мы скажем, смотрите, у этого ребенка нет никакого интереса к окружающему миру, он абсолютно не хочет играть с моими раскрасками, да что же это такое, что же это за подросток такой. И я видела, собственно говоря, как это происходит. Но мы следуем за ребенком, мы даем ребенку выбор. Мы не даем ему выбор, который его перегрузит. Мы даем ему выбор, который поможет ему обрисовать те интересы, с которыми мы потом будем работать, мы их будем наполнять новым смыслом. Я ответила на ваш вопрос? Вполне, но не до конца. Давайте до конца. Ну, попробую я ответить на этот вопрос. Хотя мне кажется, что, наверное, правильнее говорить не просто об отталкивании и вытягивании, потому что, ну, не вытягивание это, а на самом деле предоставление ребенку формы, возможности введения его за собой и задавания этого формата. Вот насколько в этом взрослый родитель должен быть активен, и насколько он должен при этом учитывать действительно возможности ребенка и использовать вот те формы активности, те интересы, те значимые для ребенка впечатления, на которых, собственно, мы будем простраивать эту дорогу. И в этом отношении, наверное, при, вот, как я понимаю, общем понимании вот нашего подхода и подхода флор-тайм, да, нам кажется, что как раз в этом и заключается вот некое, может быть, отличие нашей позиции, а вернее такая задача проработать последовательность этих этапов, как вести ребенка за собой, учитывая, конечно, его индивидуальные особенности, но мы не должны выходить просто в индивидуальность. Одному ребенку нравится это, другому ребенку нравится это. Понимаете, вот и варианты развития были описаны неспроста, а это понимание того, насколько разного уровня впечатлений могут быть притягательны ребенку. И каждому ребенку нужно получить полноценный аффективный опыт, куда должны входить все вот эти впечатления, все эти переживания, да. И наша задача простроить вот эту логику освоения вот этих впечатлений совместно. И эта логика, она как раз и соответствует логике нормального развития. Поэтому мы вот как бы занимаемся этим действительно 40 лет, уже даже больше 40 лет. Но на самом деле, конечно, мы не сидим и не пытаемся воспроизвести, сделать какими-то более такими виртуозными способами усыновления контакта. Это несложно. Это делает каждый специалист, который вот заинтересован в ребенке, который чуток к ребенку, да, который знает хорошо его историю развития, что совершенно обязательно для работы с такими детьми, кто может взаимодействовать с семьей и так далее. Но вот следующий шаг, как, собственно говоря, от этого, от уровня контакта, от уровня эмоционального контакта, который может быть замечательным, но оставаться, например, неречевым на протяжении долгого времени или достаточно стереотипным, как стоит задача не разрушить сразу этот стереотип, а использовать вот ту форму, которая может быть долгое время оставаться, казалось бы, одинаковой, но она будет преобразовываться, потому что она начинает носить совершенно другое содержание. Туда включаются последовательно все впечатления, которые нужно пережить с ребенком. Вот Ольга Сергеевна сказала об этом скользь. На самом деле это просто очень долгие отдельные разговоры, немножко вот в статьях мы как раз пытались на этом остановиться. Почему сначала разрабатываются какие-то очень приятные впечатления, и только когда запас их большой, ребенок их осваивает, пусть стереотипно, пусть он их воспроизводит сам, да, но только после этого мы можем как раз предъявить ему возможность препятствия, преодоления впечатления, выхода на острое впечатление. Потому что, как вы понимаете, не всегда ребенок, который сосредоточен на каком-то впечатлении, например, на поиске вот какого-то острого впечатления, да, с ним стоит проигрывать это впечатление. Конечно, нет. Конечно, надо вернуться вот к тому опыту, который у него абсолютно не разработан. Поэтому это такая долгая, особая история, но нам кажется, что как раз мы можем быть полезны. Вот за все те долгие годы, когда мы работали, мы как-то пытались понять, что, собственно, происходит не только при аутизме, но и в нормальном развитии ребенка. Почему оно благополучно? Каковы условия, позволяющие ребенку адаптироваться вот к окружению? Потому что, к сожалению, вот специально прописано это как бы не было. Что вообще представляет из себя эффективный опыт? И какова роль взрослого в освоении этого опыта? Поэтому вот как бы то, что мы могли бы добавить, наверное, это ответ на ваш вопрос, да? Вот где взрослый должен идти за ребенком, где он должен задавать ему форму, в которую он помогает ребенку войти. И, конечно, это сочетание того и другого на протяжении всего пути, но, тем не менее, в этом есть определенная логика, определенная изгономерность. Вот. Спасибо. Я тоже попробую ответить, но вопрос очень непростой. Я думаю, что ответа ни у кого до конца быть вот не может. Потому что это всегда, но некоторый поиск, каждый момент взаимодействия с ребенком вносит дополнительные какие-то моменты, которые надо учесть в дальнейшей нашей жизни с ним. И мне кажется, что сам вопрос, он достаточно сложный. Вот, например, логопед пытается привлечь внимание ребенка к буквам, да? И он при этом предлагает ребенку, например, играть в лото на материале символов каналов нашего телевидения. Вот он здесь тянет или он здесь идет за ребенком? Тут же есть и одно, и другое. И мне кажется, что по-хорошему всегда должен быть баланс. По-хорошему должна быть такая ситуация, что мы в любом занятии, которое мы с ребенком проводим, должны задать вопрос, а зачем это ему? Не зачем это ему в смысле, что он станет вот еще вот это, вот он научится еще вот этому. А он пришел сюда и уйдет отсюда с каким впечатлением, что он унесет, почему он придет сюда второй раз. Вот, и поэтому, да, я думаю, что надо говорить про вот этот баланс и про этапность, когда вот этот баланс, он немножко смещается, в зависимости от того, когда мы встретились с ребенком, про что говорила, по-моему, Елена Ростиславовна, если я правильно поняла, да, что действительно вначале мы создаем вот эту ситуацию, что ребенку с нами хорошо, комфортно, приятно, и только потом начинаем, ну, что-то предъявлять. И если, ну, и вторая этапность, которую мы имеем в виду, это все-таки возрастной этап развития. Я с самого начала говорила, что для нас очень важно, чтобы ребенок включился в социум. И поэтому вот в наших конкретных сейчас российских условиях на этапе подготовки к школе, конечно, ребенку предъявляется больше каких-то вытягивающих вещей, чем до этого. Но это не значит, что все остальные вещи, ну, пресекаются, все равно есть моменты, которые целиком и полностью посвящены, должны быть его интересам. И, наверное, тут тоже можно сослаться на вот эту идею, что не навреди ребенку. Если мы создаем такие вызовы ребенку, которые адекватны его ближайшему развитию, зоне ближайшего развития, Лев Семенович все-таки смотрит мне в спину, не могу, то ребенок охотно на них идет. И это не получается противодействие между нашими намерениями и его желанием как-то участвовать в этих предложениях. Все. Вы знаете, вот у меня, я все время думаю о том, что была такая базовая работа Стэнли Гринспена, классическая работа, самый трудный, и это, собственно, есть глава в книге, самая трудная часть флор-тайм – это следовать за ребенком и в то же время бросать вызов ребенку, находясь на одну восьмую шага впереди его, предлагая ему новые задания и ведя его за собой. Это действительно очень сложно, и в этом и заключается, наверное, вот уже искусство специалиста, который с ребенком работает, но абсолютно этому есть место. Как я говорила, мы сначала ставим перед собой эту задачу, мы знаем, к чему мы ведем ребенка, и поэтому очень важны эти результаты, которые помогут ребенку функционировать в окружающем мире и как-то дружить с окружающим миром. Но также мы следуем за ребенком, ставя перед ним те задачи, которые он сможет с удовольствием разрешить. Вместе с нами мы создаем ситуации, когда ребенок вынужден обратиться к нам за помощью, потому что дальше он не может сам, и мы вместе с ним начинаем думать. И приходит тот момент, когда мы начинаем прислушиваться к ребенку, работая с нормотипичными подростками. Я очень часто предлагаю родителям просто пойти домой, и как домашнее задание. Вот вам неделя, вот за эту неделю семь раз найдите ситуации, в которых вы можете спросить у своего подростка, а что ты думаешь? Вы знаете, это очень тяжело родителям, потому что они-то знают, что правильно, ну как же у него можно спросить, что ты думаешь? Без вариантов, уроки надо делать, и в школу ходить, и проснуться вовремя, и свою комнату убери. Ну где же, ну нет же этих возможностей. Они приходят назад и говорят, да это невозможно, мне неинтересно, что он думает, он все делает не так. Это очень важно, когда родители становятся на точку зрения ребенка и пытаются дать ребенку выбор. Это и есть на самом деле самый большой кризис, разрыв между подростками и родителями, когда родители все знают, а подросток, у него совершенно другая реальность, совершенно другая правда. Он пытается себя найти в мире и формировать свое «я». То же самое у нас происходит на другом уровне с детьми с расстройствами развития. Они тоже хотят знать, что они что-то умеют. Это четвертая стадия в системе Гринсвена. И я надеюсь, что мы это осуществляем, мы над этим работаем, мы проходим эту стадию, мы дальше движемся к символическому мышлению вместе. Очень важно, что вместе. И другая важная вещь, о которой я хотела сказать, это мотивация. Внутренняя мотивация. Когда мы создадим условия для того, чтобы ребенок хотел двинуться дальше, когда ребенок хочет заговорить, когда ребенок очень хочет нам что-то сказать, вот тогда происходит это маленькое чудо, и мы двигаемся вперед. Моя очередь. Я бы, наверное, хотела сначала к метафоре обратиться. Мне кажется, что тераплей не тянет и не толкает. Если представлять себе траву, которая растет, то он рыхлит вокруг и удобряет. То есть у нас нет цели не вытянуть, не подтолкнуть. Но мы должны представлять себе, как нам следует рыхлить и удобрять вот это вот растение. Что мы ему не пересыпали кислоты, не пересыпали звездки, а вот там сбалансированно организовали почву вокруг. Для этого мы должны изучить, что это за растение, и чего ему сейчас не хватает, в чем проблема в его почве. Я бы хотела сказать про диагностическое интервью, на которое обратили внимание. Дело в том, что оно не диагностирует уровень развития ребенка вообще ни разу. Мы диагностируем только характер взаимодействия с родителем, ничего больше. Как в этой ситуации родитель может предложить это задание ребенку. Если он скажет, мой ребенок не интересуется кубиками, поэтому я не стала ему предлагать. Это тоже вариант. И это неплохой вариант. Это говорит о том, что родитель хорошо знает потребности своего ребенка. Или он попробовал. И вот если честно, я проводила эти исследования уже довольно много. Очень многие родители говорят, вы знаете, а я не думал, что он это сделает. Я вообще потрясен, мой ребенок оказывается вот это вот делает. А я как-то никогда не пробовала. То есть даже когда пробуешь, иногда узнаешь у ребенка больше и больше позитивных вещей, чем наблюдаешь в такой более неструктурированной ситуации и из рассказа родителя. Ну и, конечно, то, что предлагается именно конкретный набор конкретных материалов, это связано с попыткой больше структурировать это взаимодействие и увидеть все варианты взаимодействия вот этих четырех структур. Чтобы посмотреть, и как родители с ребенком играют в эмоционально яркую игру, как родитель может поведение ребенка структурировать, как он может предложить ему что-то новое, возможно, не очень простое. И как родитель может, ну, там нет истории с успокоить, потому что нет заданий, которые бы расстраивали ребенка, но проявить какую-то мягкую мягкость, заботу, такую, как некоторую младенческость. И я бы хотела еще отметить, что Тераплей не использует сюжетно-ролевые игры. Там все остается на уровне игр на взаимодействие. Чем меньше между мной и ребенком, чем меньше между родителем и ребенком в этих играх, тем лучше. То есть ни сюжета, ни игрушек каких-то сюжетных там нет. Уважаемый участник, вы хотели сказать, Ольга Сергеевна, да? Можно еще три минуты. Я, просто две реплики. У нас другая формулировка с подростками. Не спрашивай его мнения, а мы говорим, вам пора начать с ним советоваться. По всем вопросам. И особенно по вопросам отношений. Как ты думаешь, тетя Валя не обиделась, мы ей давно не звонили. И вот тут начинается как раз обращение внимания. Родители спрашивают, ну что, я должна начать сплетничать с ним. Мы говорим, ага. Да, но это уже более высокий уровень. Ну да, ну да. Мы втягиваем ребенка в более сложное взаимодействие, мы поддерживаем это более сложное взаимодействие и развиваем в конце концов треугольное мышление. Ага, она обиделась на нас за то, что мы ей давно не позвонили. Не звонили они за то, что, допустим... Ну да, ну да, но таким образом тягиваем. И еще один пример. Вы совершенно правы. Самое трудное – это вести за собой и в то же время, чтобы ребенок чувствовал себя свободным. И тут вы правы, это огромный труд. И действительно, постоянно чувствуешь, с одной стороны, ты должен быть легок и свободен, а с другой стороны, у тебя тут сидит шпион. Постоянный, который вот смотрит, куда можно было бы повернуть. И вот к вопросу вот мы все-таки еще раз хотелось показать, что мы немножко по реализму выстраиваем перспективы. И они должны были бы дополнять друг друга. У вас задачи, которые мы выполняем вместе. А я хочу сказать, что вот наша коллега, которая немножко вчера вот в самом конце что-то говорила, вот я хотела рассказать из-за ее опыта. Значит, она работала с мальчиком, у которого была последовательность машинок, которых нельзя было трогать. Вообще нельзя было трогать. И ни колеса он крутил, ничего он с ними не делал. Он просто ходил вокруг и смотрел, вот как эти блики света, вот там вот на них работают. Но когда мы подключаем… Да, тронуть ее было нельзя, начинался дикий крик. То есть сделать ничего нельзя было разрушить. Дело в том, что когда мы подключаемся к какой-то аутостимуляции, мы кардинально меняем ситуацию. В какой-то момент мы становимся важнее, чем она. Ну чуть-чуть, ну на волос, ну чуть-чуть. У нас появляется небольшая вот свобода действий, чуть-чуть. И вот движение было для нас потрясающее, когда она добилась того, что стояло рядом два стола, и всю эту последовательность можно было переставить с одного стола на другой, не мешая ее. Но один стол был гараж, куда машины спали, а другой стол была бензоколонка, где они обедали. И просто все вместе, и просто вот это перемещение туда-сюда. Через некоторое время эти машины поехали по своим делам, уже вот в этой символической игре. А еще через несколько времени, это были годы, годы на самом деле. Это очень тяжелый труд. Конечно, это большая радость, но это и очень тяжелый труд. Потому что потом это был тень, как все просыпаются, как ею умываются, как едут в детский сад на этих машинах, как катаются на горке. Вот для нас, скорее, это были не какие-то однократные задачи, а вот это связывание последовательной жизни в одно. Вот для нас это было очень важной динамикой. Да? Ну да, это прекрасный пример, но и в терминологии «deer floor time» в мире как бы «deer floor time». В общем-то, это наполнение повторяющейся стереотипной игры, моторной игры, символическим смыслом. И когда мы прибавляем символику, мы продвигаем ребенка на следующую ступень, на самом деле. Мы поднимаем ребенка на новый уровень. Но дело даже не только в символике, а в том, что когда туда вводятся подробности, этот стереотип становится более гибким, расшатанным. Да. И перестает быть стереотипом. Да. По поводу символики, извините, одно слово и все. Игра исходна может быть стереотипная и символическая. Ребенок залезает в шкаф и сидит там как в лифте. И вы начинаете работать уже на уровне символическом, но делаете вы то же самое. Вы вносите туда подробности, детали, вкладываете в новый смысл. Из-за этой свернутого переживания одного впечатления, абсолютно неважно какого, сенсорного, какого-то абстрактного там, какой-то буковки, с которой он ходит, от которой он оторваться не может. Да. Вы делаете то же самое. Вы разворачиваете вот этот опыт переживаний, которые могут быть связаны с этой ситуацией, и вводите ее в контекст жизненный. Спасибо. Я думаю, что мы вас замучили. У меня очень маленький комментарий по поводу тянуть или толкать, или вытагивать. Ребенок насыщенный, ну это, наверное, общее, я не буду ни о разнице, ни о чем. Ребенок насыщенный с общением и совместным переживанием начинает нам репрезентировать то, что в нем изначально было заложено. Я, в принципе, против, прости, пожалуйста, зону ближайшего развития. И вот до чего мы дошли в итоге нашей дискуссии. Уважаемые коллеги, время нашего круглого стола подходит к концу. Есть вопросы, да? Не знаю, Артур Валерьевич, нам дайте возможность вопроса, на вопросы ответить. Вы знаете, ну, я на самом деле, давайте один тогда, да? Да, один вопрос. Я хотел бы завершить, да, гештальт. Да, да, один вопрос, к сожалению. Вот, можно передать? Юлия Снежко, консультант РДИАЙ. Я не вопрос, наверное, а вот тоже по поводу общего, потому что если у нас, как бы, ну, вот эти развивающие подходы, здесь несколько раз звучало про ценность задачи и процесс, что у нас, ну, как бы, процесс важнее, да? И часто родители этот момент, ну, как бы, обесценивают. Вот, и мне только, там, вчера мне делились, уже в интернете выложили, что раз процесс, то это вообще не про нас. Но процесс, на самом деле, вот мы сейчас все слушаем, да? И это процесс, мы узнаем что-то новое, мы что-то там себе в голову что-то отфильтровываем, да? Что-то кладем и присваиваем. И это процесс познания нового, да? Мы проходим через какую-то неопределенную, что-то узнаем. Дети с аутизмом, они ориентированы на задачу, они процессы проскакивают полностью, и они к этому не способны. Если даже сравнивать вот этот развивающий, ну, не способный, имеется в виду, это их слабая часть, да? Развивающий поведенческий, когда мы говорим о поведенческом подходе, то есть просто там инструкция, выполнил, не выполнил, что это, зайка, там нету процесса, там просто есть, ну, как бы, да, нет, исполнил, не исполнил. И цель, мне кажется, вот это даже осознание, да, Ольга Сергеевна говорила, что не просто даже аффект, а мы хотим дальше, чтобы вот эти процессы развернулись, и чтобы у ребенка дать ему возможность его личные процессы иметь. И мне кажется, это очень важно, ну, как бы, подчеркивать, почему мы это делаем, чтобы, потому что когда люди понимают, в чем проблема, они начинают ценить то, что мы им предлагаем. А когда они не понимают, потому что, например, достижения, они для всех очевидны. А процессы, они у нас естественно, ну, как бы, подсознательно протекают, и мы не ценим их. Но на самом деле это то, что нарушено, и то, что так важно, и просто хотела об этом сказать. Спасибо большое. Артур Валерьевич, вы хотели что-то сказать? Значит, Николай, у нас с двух сторон два человека, которые очень хотят ответить. Давайте тогда дадим такую возможность. Конечно, конечно. Я хочу, на самом деле, это очень хорошо, что вы об этом заговорили, потому что, мне кажется, я хочу это немножко повернуть, мне кажется, этот разговор про процесс и результат говорит совершенно о другой вещи. Он говорит о том уровне, на котором находятся родители, ориентированный на немедленный результат, на волшебную, на таблетку от аутизма, назовите это как хотите. И мне кажется, что работать надо на самом деле не над вопросами процесса и результата, а над тем, чтобы поднять образовательный уровень родителей, и помочь родителям развивать рефлексивную способность, способность оглянуться назад и сказать, вот я сделала несколько ошибок, а вот несколько замечательных моментов моего общения с ребенком. И на самом деле, в институте Дирфлортайм, в иерархии курсов, это достаточно высокий уровень, курс 203, когда мы говорим о работе с родителями, и мы обучаем специалистов работать с родителями. Но мне кажется, что задуматься об этом важно уже, чего я хочу добиться в общении со своим ребенком. Для меня самым эмоционально наполненным моментом классов нашего первого выпуска была мама, которая не пошла с нами дальше, на курс 203, потому что она сказала, мне нет места на курсе 203. Но я хочу сказать, чему я научилась за это время. Я научилась получать удовольствие от своего времени, проведенного вместе со своими детьми. Это так здорово. И вот это для меня было самой большой наградой. То есть эта мама сумела развить в себе рефлексивную способность, и ее дети сделают успехи. Спасибо. Галина. Ольга Сергеевна. Очень быстро. Я, собственно говоря, хотела о том же, что здесь очень много зависит от состояния родителей. И, конечно, надо и обучать, и показывать, и образовать, образовывать. Но проблема в том, что это еще невротическая реакция. Потому что вот когда что-то лежит на столе, вот это он не делал, а теперь он это делает, то это дает какое-то ощущение надежности родителю. И тут вопрос работы с родителем, еще вопрос с их стабильностью, с тем, чтобы они видели продвижение в этом процессе. Поэтому, когда вот мы даже консультируем, мы стараемся, чтобы у нас было два терапевта в комнате. Один работает с родителями, другой с ребенком. И тот, кто работает с родителями, он объясняет то, что делает тот, с ребенком. Он говорит, вот видите, он отозвался. Вы видели, что она сделала? Почему он отозвался? Вы видели, что он не говорит? А посмотрите, вот смазано он это сказал. Она повторила то, что он сказал, но он сказал четче. Он говорит. То есть вот вытягивание из процесса, вот этот результат, который ты показываешь родителям, они помогают принять вот этот процесс. Все, спасибо. Спасибо огромное. К сожалению, наш круглый стол уже нужно завершить. Мне тут пришла такая мысль, интересная, насчет процесса, результатов. Вообще, на самом деле, наши подходы, мне кажется, они вообще формируют иную культуру, потому что в нашей культуре есть такая практика не стоять за ценой, то, что называется, что цель оправдывает средства, для достижения цели все средства хороши. А вот все здесь сидящие в этом президиуме как раз говорят, что средства очень важны. Какими средствами мы достигаем эти цели, что очень важны отношения, а не результат. В этом плане мы продвигаем, не просто развиваем наших детей, мы можно сказать, развиваем наше общество. Если можно, буквально ровно два слова, и действительно расходимся на перерыв. Значит, мне кажется, и вот еще раз, то, что я услышал, и то, что я знал, и то, что я читал, еще раз повторю, я читал много по трем подходам, по одному совсем ничего, все-таки процесс и результат – это такая вещь, которая обязательно должна быть в балансе. И то, что мы видим на самом деле, вот в данном случае акцент на флортайм, поскольку конференция по флортайме, в флортайме, то здесь как раз вот этот баланс, с моей точки зрения, между результатом и процессом, он есть. И это очень важно, имея целеполагание четкое, получать удовольствие от процесса и конструировать его с большим удовольствием. И, вы знаете, я хочу, завершая вот нашу дискуссию, хочу сказать о том, о чем сказал мне Джефф. Он говорит, Артур, ну понимаешь, дело в том, что на самом деле каждый подход, он уникален. И нам очень важно понимать, что иногда вот эта вот каша у нас в голове о том, что да, это во многом очень похоже, это как там вот это здесь вот может совпадать, вот эта вот каша в голове, она может очень помешать, если мы четко не понимаем и четко не разводим в русле какого подхода мы работаем. На самом деле я эту идею очень поддерживаю и честно говоря, вот эти опасения о том, что после круглого стола у нас с вами так сказать, возникнет больше вопросов о разделении подходов, чем четких ответов на них, да, вот этот здесь, вот этот здесь, вот этот здесь. На самом деле вот со мной, например, это отчасти произошло. Я сейчас понимаю, что у меня очень большое представление о единстве подходов, о концептуальном единстве, но я, конечно, понимаю, где здесь есть свои нюансы. Я думаю, что кое-кто из вас тоже это понимает, кому-то из, ну, это немножечко, так сказать, труднее. В этой связи я предлагаю сделать следующий шаг. Вот у нас будет специальный тематический номер, как я уже сказал, по Dear Floor Time, журнал о аутизме и нарушении развития, и мы максимально его наполним материалами именно в этой тематике. Но я приглашаю наших экспертов, которые сидят за одним столом, следующий номер сформировать, включая ваши статьи по вашим тематикам, за исключением Ольга Сергеевна, с вами мы уже договорились, что статья войдет в этот номер, о том, что из себя представляют ваши подходы. И на самом деле чтение, чтение и самообразование – это большая вещь. Когда у вас есть по 10 страниц по каждому подходу, где четко описаны все киты и все различия, это на самом деле очень помогает в структурировании нашей мысли. Я очень горячо благодарю всех экспертов, которые принимали сегодня участие в нашей дискуссии. И выражаю благодарность Ольге Сергеевне Никольской за участие в этой дискуссии. Ольга Сергеевна, это благодарность в Орд-Крекции совместно с ITDL. Елена Ростиславовна, вам благодарность от нас в Орд-Крекции совместно с ITDL. Догадайтесь, кто будет следующий. Еремчук Мария Викторовна. И Дарья Васильевна Боголюбова-Кузнецова. А представителям Dear Floor Time это будет небольшой, маленький сюрприз чуть позже. Все уходим на кофе-брейк. Еще за дверью продолжить конференцию здесь, в нашем зале. Будьте добры, коллеги. Пригласите, пожалуйста, если не трудно всех вот оттуда сюда. Я сейчас начну и... Спасибо. 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 Итак, кто готов? Кто готов? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто не готов? Рука осталась на месте. Я правильно понимаю, что все готовы? Дорогие друзья, очень много, основной фокус внимания у нас, конечно, на научном обосновании разных подходов в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. И то, что мы услышим сейчас, это очень правильно, что мы это услышим от лидера направления на планете Земля, Джеффа Гензела, научное обоснование подхода DearFloorTime. Джефф, все правильно, это было моё последнее слово. Вот, и я передаю слово Джеффу Гензелу для того, чтобы он осветил этот вопрос научного обоснования подхода DearFloorTime. Спасибо большое. Итак, эта презентация будет посвящена исследованиям и научному обоснованию подхода FloorTime. Но мне бы хотелось начать с того, чтобы дать вам пищу для размышлений в свете того круглого стола, участниками которого мы только что были. Мне бы, конечно, хотелось поделиться неким личным опытом. Некоторые из вас его знают, но немногие о себе хотелось бы рассказать, откуда я вообще появился, как пришёл в эту работу и как стал во главе той организации, которую я сейчас возглавляю, и как я подхожу к своей работе. Когда мне было 14, я был просто обычным ребёнком, который соответствующим образом развивался, и я вдруг неожиданно потерял практически всё зрение. Мне в это же время пришлось впервые выехать за пределы США. Я выступал за слабовидящую команду по плаванию США, и я должен был плавать в составе сборной США на международных соревнованиях. Я, конечно, воспринимал мир по-другому, очень отличным способом от того, как я воспринимала первые 14 лет своей жизни. И вот этот опыт, он мне дал зрение, которого я бы не развил при других обстоятельствах, то есть я смог видеть то, чего мы обычно перед собственным носом не видим. Мне повезло, через 10 лет после этого события большая часть моего зрения вернулась. Сейчас у меня есть некоторые ограничения, то есть мне необходима сейчас помощь при работе с компьютером, например. Есть сложности. При этом я всё-таки нормально ориентируюсь в пространстве. У меня нормальное сейчас зрение. Мне очень повезло, что моё зрение ко мне вернулось. Но, конечно, этот опыт дал мне очень интересный взгляд на мир. И когда я пришёл в эту сферу 27 лет назад в качестве консультанта и терапевта, всем, конечно, было интересно, какая техника, какое направление я выберу. И я никогда на самом деле не думал, что в этом заключено столько смысла. Никогда я не видел того, что было прямо, считайте, перед моим лицом. То есть такие ясные вещи, но было сложно их классифицировать, было сложно их выявить. Сложно понять, что вот это я, это техники, которые я использую. Я всегда смотрел как-то на картину в общем, на общий план. И как-то я всегда работал с взаимодействием между людьми, со связями, которые люди устанавливают. Большая часть моей работы была связана именно с установлением взаимоотношений. По мере того, как я работал, я занимался административными задачами, я руководил другими организациями и в составе правительственной структуры штата Нью-Джерси в США. И одна из причин, по которой я создал ICDL, как раз заключалась в вот этой вот комбинации понимания управленческих инициатив и при этом понимания важности отношений, взаимоотношений, в том числе и в клинической практике, и в терапевтической среде. Когда мы рассматриваем техники, то мы часто думаем о том, какая техника будет наиболее эффективная, какой подход будет самым лучшим. И мы очень часто смотрим на это с точки зрения практики. Мы хотим быть организованными и структурированными. Мы думаем о том, как нам организовать нашу терапевтическую комнату или учебный класс. И я читаю, в частности, лекции по образованию по программе Floor Time в США. И один из моих коллег говорит, что у нас бывают такие моменты осознания, когда неожиданно загорается вот эта лампочка в голове, и он говорит, да, боже мой, мы столько времени тратим на то, чтобы собрать детей за столом, чтобы они сели, учились. И, наверное, это просто потому, что мы создаем для себя организованный процесс. Мы, как учителя, так лучше функционируем. А для студентов, для учеников эта атмосфера не способствует организации. То есть мы стараемся организовать все в тех категориях, которые нам понятны. Мы даем определение с точки зрения практики. Мы думаем о практиках, о техниках, какая техника лучше работает по сравнению с другой. Очень интересное наблюдение. Сейчас посмотрим, смогу ли я запустить презентацию, почему же она не листается. Но пока они там будут слабовидящим человеком всякие фокусы исполнять за компьютером. Я расскажу вам об исследованиях. Очень интересно, особенно в плоскости терапии. Я говорю про психотерапию. Но в основном, конечно, все исследования ведутся именно в этой области, в то время как есть исследования по аутизму, которые, в принципе, коррелируют с этими исследованиями по психотерапии. Есть техники, и мы техники применяем. Мы, конечно, ищем наилучший подход для работы с ребенком. Лучше искать терапевта, а не терапию. Что это значит? Что очень мало исследований посвящены разнице между подходами терапевтическими. Сама по себе терапия, если она подразумевает уважение, имеет ряд аккуратных шагов и аккуратно организованный подход, она на самом деле, тип терапии не имеет значения. Самое главное – это взаимоотношение клиента или ребенка из семьи с терапевтом. И теперь хочу перейти вот к этому слайду, который как раз это и подтверждает. Это исследование было проведено несколько раз, и проводилось оно повторно. Мы, в частности, в этом исследовании рассматривали индикаторы положительных результатов терапии или предикативные факторы. И мы видим, что методика является самым малозначимым в данном случае нюансом. Я не говорю, что она не имеет значения. Она имеет значения. Но если мы хотим, например, как-то спрогнозировать наш результат, то то, что имеет значение, и вы действительно видите, что это как раз отражает 40% результативности, это именно те отношения, которые выстраиваются между семьей и ребенком, и терапевтом, на графике 30% – это другие аспекты окружающей среды, которые находятся за пределами терапевтического процесса. Семья и школа для детей. То есть это та среда, в которой проводит ребенок большую часть своего времени. Ну, конечно, есть и другие аспекты, например, какие-то более стрессовые ситуации, которые происходят за пределами семьи и школы. Но это вот что касается событий за пределами терапевтической среды. Дальше есть надежда. 15% – это надежда на то ожидание того, что терапия будет эффективной. Если мы имеем эту надежду, то, скорее всего, она будет эффективна и результативна. Если надежды нет, то у нас и результат будет так себе. Вот они, 15%. Я думаю, что очень важно уделять время существенным вещам. Мы очень много говорим про методики, про техники, говорим о том, какая методика лучше, какая более эффективна. Нет, эти разговоры, конечно, важны. Я не стараюсь недооценить или принизить их значение. Но при этом, конечно, очень важно подобрать правильную методику для ребенка, определенные протяженности в определенный период времени. То есть понятно, что кому-то будет подходить одно, кому-то другому будет подходить другое. Но самое главное – это отношения. И красота работы доктора Грина Спена заключается именно в том, что он объяснил нам вот эту значимость и весь процесс, происходящий в отношении. Он нам дал понять значение эмоций, эмоциональной связи и того, как отношения являются собой ключевую часть развития и являются основным фактором, влияющим на успешное развитие. Я считаю, что отношения работ так эффективно выстраиваются в терапии, потому что они именно заточены на то, чтобы пытаться выстроить поступательно этапы развития. То, о чем говорил Артур. То есть дети и люди, на самом деле, не всегда осознанно понимают, что за шаги мы проходим. Когда мы оказываемся в терапевтической среде, мы оказываемся в очень теплом, открытом пространстве, где выстраиваются отношения. И при таких условиях у ребенка, конечно, гораздо больше шансов на то, чтобы быстрее развиваться, на то, чтобы улучшать свое поведение, демонстрировать какое-то более эффективное, результативное поведение. И понимание особенностей развития и возможностей развития является ключевым и уникальным. Конечно же, техники флортайма, они замечательные, они зарекомендовали себя как очень результативные и эффективные, но при этом необходимо понять, каким образом мы можем обеспечить это развитие. И они, конечно, требуют некоторых исходных данных, и они нам помогают в том, чтобы развить дальнейшие навыки, чтобы преуспеть в обучающей среде, чтобы преуспеть в ситуациях в коммуникациях. То есть мы хотим, чтобы дети во всем этом преуспели, но в основе всего этого лежат, конечно, изначальные способности к развитию, изначальное развитие. У нас есть схожие моменты, различия в наших подходах, и вы увидите, что есть очень много схожих, ключевых моментов в том, как отношения, в основе которых лежит уважение, благоприятно влияет на развитие. Есть, конечно, разница в техниках и в методиках, и в их применении. Мы можем говорить очень много о том, как мы можем учиться друг у друга и обмениваться опытом, или спорить о том, что одна методика лучше другой. Это тоже замечательные совершенно возможности для того, чтобы помочь нашим детям и развить наши программы. Но в формате floor time, что хотелось бы предложить? Я считаю, что наш подход, он замечательен тем, что он дает нам понимание. И, конечно, мы его полностью не осознаем за одну конференцию. Мы понимаем, что он поддерживает процесс развития, что он является ключевым в нашем существовании человеческом. Эта основа строится на отношениях. Это та структура, которую задал доктор Гринспин, и все подходы обосновываются на этом. И это все часто подтверждается большим числом исследований, и во многом было установлено, что именно отношения намного важнее. И хочу вернуться к тому, для чего я вообще здесь стою. То есть это исследование по floor time. Почему мы знаем, что floor time действительно функционально? Во-первых, мы видим, что это эффективно работает в семье, которая занимается floor time в течение многих лет. Мы видим связь между родителями и детьми. Мы видим, что дети развиваются, растут. Я слышал много историй от людей, чьи дети поступали в университеты в одной семье. Я, кстати, с ними не согласен в этом, но в одной семье даже мне говорили, что их ребенок не говорил, когда им было 2,5 года, потом был floor time, и 20 с чем-то лет. Их ребенок даже не знает, что у него в детстве был аутизм. Он считает себя нейротипичным ребенком. И очень много подобных историй о том, что дети восстановились. Не знаю, нравится вам это слово или нет, но они действительно в своем процессе развития достигли огромных результатов и были успешны. очень много клинической практики и экспериментов. Тем не менее, floor time научно обоснован, и нам нужны данные, которые доказывают, что это эффективно. В течение многих лет мы собирали данные, проводили исследования, и основное исследование заключено на рассматривании кейсов или конкретных предметных случаев. В этих кейсах рассматривали отдельного человека и смотрели на процесс в рамках вмешательства одного человека. С точки зрения исследования, получается, что это довольно ограниченное исследование, потому что нет сравнения. Это исследование про одного человека, одного ребенка, а дети различаются очень сильно. Но у нас было очень много таких кейсов в течение многих лет. Затем, в последние годы, последние 10-15 лет, у нас появилось еще больше исследований, которые изучали не только кейсы, но и целые группы. И в этих исследованиях рассматривались программы Dear Floor Time и Floor Time. Они проводили тестирование и смотрели, успешны ли эти программы или нет. И, тем не менее, не сравнивали их с другими подходами и другими контрольными группами. И только в последние 5 лет, наконец, появились исследования, в которых проводились исследования контрольных групп. Там были не исследователи. И таким образом смогли научно обосновать и смогли привести доказательные факты. И таким образом выстроили общую картину. И, тем не менее, была случайная подборка исследований. У нас было 4 таких случайно выбранных подборок. И их рассматривали в течение одного исследования. В трех из таких исследований, которые действительно хорошо проведены и структурированы, которые четко концентрируются именно на изучение Floor Time. Во всех этих исследованиях показали положительные результаты. И везде было доказано, что Floor Time работает. И с точки зрения симптомов аутизма улучшилось взаимодействие, коммуникация и все то, над чем мы работали. Однако, что интересно... Я сейчас очень быстро пробегусь по слайдам, потому что нужно следить за расписанием. Что и самое интересное, когда люди впервые рассматривали Floor Time, они часто говорили, что это многообещающий подход. Но, возможно, меня в первую очередь беспокоит, что для родителей это большой стресс, потому что мы хотим, чтобы родители очень много работали, много взаимодействовали и также очень активно участвовали во Floor Time дома. И было очень много предположений, что это будет стрессом для родителей. Но один из самых интересных результатов, который мы обнаружили в некоторых исследованиях, которые занимались именно этим вопросом, они поняли, что стресс родителей на самом деле уменьшился и не увеличился. То есть, что мы наблюдаем? Несмотря на то, что для родителей это большие усилия, но как только они устанавливают связь, как только они видят, что ребенок начинает с ними взаимодействовать, а родители именно этого и хотят, ведь дети сразу... Для родителей это важно, что они хотят это взаимодействие. Как только они это взаимодействие получают, для родителей это передышка. То есть, они чувствуют, что несмотря на то, что они много над этим работают, они тем не менее видят результаты, они видят положительный результат, и поэтому их стресс уменьшается. И это очень интересная находка данного исследования. Если вы зайдете на нашу веб-страничку, там вы можете увидеть список всех наших исследований, и вы увидите, что проводилось огромное количество исследований, например, доктор Соломон и его команда, это Национальный институт психического здоровья США, проводили исследовательский проект по флор-тайм программе, и ICDL помогали им в течение многих лет, и в их проекте они ориентировались на флор-тайм в качестве подхода. Это был центр их исследования. Они опирались на исследования гринспена, и они провели очень глубокое исследование и рассмотрели нашу область с самых разных сторон. Потом был тайландский исследователь, и он также проводил случайно выборку контрольных групп, и пришел к тем же результатам о том, как эффективно работает флор-тайм. То есть мы можем отметить, что было очень много самых разных исследований. У меня, на самом деле, не так много времени, чтобы про каждому из них что-то рассказать, но у вас есть доступ к ним, вы можете посмотреть исследования на нашей веб-странице. Но что сейчас происходит в области исследований? На каком этапе мы находимся сейчас? Итак, у нас есть исследования кейсов, у нас есть исследования контрольных групп и случайно выборочные группы. Итак, самое последнее – это доказательное исследование и систематичный обзор того, что мы сделали. Это необходимо для того, чтобы посмотреть на эти случайно выбранные группы, провести обобщение. И, скажем так, выясняется, что результаты всех исследований примерно похожи. В рамках флор-тайм очень много разных сложностей. Причина заключается в том, что у нас было всего лишь несколько случайно выбранных групп исследований, и система оценки не до конца разработана. Индивидуальные исследования очень фундаментальные, они хорошие. Очень много данных в этих исследованиях, особенно если это касается контрольных групп. Но как только мы по третьей системе доделаем работу, то есть у нас будет больше исследований по случайно выбранным группам, то тогда можно будет иметь более общую картину. Тем не менее, у нас есть систематичный обзор, который совсем недавно был опубликован, в этом году вы уже встретили с Амандой Бинс, Бинс и Карли, так называют исследования. Они рассматривали социально-прагматичные подходы в области развития. И этот подход применялся для того, чтобы описывать все подходы, основанные на Deer Floor Time. То есть речь идет не только о Floor Time, они не ограничиваются этим, но и со всеми программами, которые основаны на Deer Floor Time. Например, Аманда Бинс также работает с программами саморегуляции в Канаде, и доктор Стюарт Ченкер также работает над этим программой, и он является ключевым игроком в ICDL. Он стал частью нашего совета директоров пять лет назад. Затем он начал заниматься собственными самостоятельными исследованиями, но они основаны в большой степени на Deer, и поэтому он вместе с доктором Гринспеном выпустил, опубликовал общую книгу. Поэтому он рассматривает более общую картину. Она касается не только Floor Time. Это не систематичный обзор Floor Time исключительно, но в рамках этого исследования он двигается в ту же сторону. Итак, это одно из ограничений определенно. И если посмотреть на обзор всех подходов вмешательства в аутизм, то можно понять, что в течение многих лет мы были на том уровне, когда можно было сказать, что все исследования многообещающие. И когда исследователи проводят обзоры различных подходов и делают обзоры разных исследований, то, как правило, Floor Time называют многообещающей, развивающейся категорией. А для объективного обзора нам хотелось бы достичь уровня доказанная система. Для этого нам нужно систематическое видение именно Floor Time. Нам нужно добиться этого уровня научно доказанной. Поэтому есть некоторые ограничения за отсутствие систематичных обзоров. Если вы хотите узнать о том, как именно исследователи проводят систематический обзор, например, как Бин и Кардиан со своим социально-прагматическим подходом и как они рассматривают это в своем обзоре, и что они думают там, необходимо, нужно быть объективным докладчиком и мне объективно рассказывать о том, на какой мы сейчас находимся стадии. В некоторых исследованиях Floor Time сравнивается с другими подходами. Я уже говорил о ABA. Мы часто дискутируем над темой того, что нам использовать ABA или Floor Time, и даже эти дискуссии не приводят к каким-то результатам. Но в ABA тоже недостаточно исследований, которые сравнивают его с другими подходами. Но нет таких исследований, которые сравнивают Floor Time и другие подходы. Я часто говорю о том, что нужно осторожнее подходить к обзорам исследований. Национального центра аутизма, они рассматривают лечение аутизма, и поскольку это национальный центр, и люди не думают о том, что это такое. Им кажется, что это правительственное учреждение. А на деле национальный центр аутизма – это частная программа института МЭИС. У этого института очень много других программ, которые спонсируются, и они оказывают услуги для родителей, но они делают это с точки зрения поведенческой, ABA. И да, там работают прекрасные люди, но их стандартные проекты, которые рассматривают аутизм, очень предвзяты и основаны на бихавериальном подходе, поведенческом подходе, и они все бихавериалисты в основном. То есть это исследования, которые также рассматривают, по крайней мере, и в США, и в Канаде, и во всем мире. Они рассматривают и систему страхования, и в правительстве задумались об этом, и решили, что нужно. Они думают, что это объективный обзор, но на самом деле нет. Не знаю, происходит ли такое в России, но в любом случае нужно понимать, что не все исследования объективны, и это представляет для нас сложность. Также существуют ограничения с точки зрения ABA и поведенческих исследований. Я думаю, что основная сложность в рамках исследований по флор-тайм заключается в том, что нужно очень много времени на то, чтобы проводить случайно выбранные исследования контрольных групп. Это общий процесс, нужен цельный подход, нужно учитывать многие аспекты и концентрироваться на этом. И этот всеобъемлющий подход заключается в том, что нужно смотреть на индивидуумов и много всего изучать одновременно. Нельзя изолировать один фрагмент и сказать, что я работаю над этим навыком или над этим поведением. Нет, нужно смотреть на общую картину, на все, что происходит одновременно, и нужно все это одновременно выполнять. И сложность огромная с точки зрения исследований, потому что получается очень хаотичное исследование. Крайне сложно провести исследование по таким всеобъемлющим подходам, основанным на процессе. Нельзя изолировать один ингредиент и одну переменную и измерить это, как, например, в бихавериальном или поведенческом исследовании. У вас одно поведение, одно поощрение, нельзя это сравнить, нельзя что-то исследовать в лаборатории и посмотреть на результаты. С процессами, связанными с такими исследованиями, всеохватывающими исследованиями, нужно больше времени и ресурсов. Я думаю, что у нас появится больше таких исследований. Я думаю, что большее число людей сейчас занимается этим, и сейчас больше ресурсов, которые выделяются на рандомизированные, контролируемые испытания. Подходы, в которых не изолируется поведение, и в которых невозможно смотреть на вещи фрагментированно. Мы часто слышим от некоторых критиков, что многие люди сразу начинают больше говорить о своем опыте, и очень часто они задаются вопросом, да, вы можете в своем исследовании говорить, что вы можете изменить поведение, но как это поможет мне с качеством моей жизни? И люди сразу скажут, докажите, что лично мне это поможет. Прекращу ли я хлопать руками? И это то, о чем чаще всего говорят люди с аутизмом. Они часто говорят, что мне такое похлопывание руками помогает саморегуляция. А люди смотрят на меня, потому что им кажется, что я выгляжу как ненормальный. Мне ваши исследования с качеством жизни не помогут. И поэтому возникает очень много вопросов, в частности, от сообщества людей с рас. Они даже не всегда согласны с тем, что это должно исследоваться. Это интересная динамика, потому что я могу сказать, да, у меня есть доказательства того, что это эффективно. А люди, которые получают подобное лечение, говорят, работает это или не работает, это не улучшает мою жизнь, а наоборот, создает много сложностей. Я продолжу, у нас не очень много времени. Хочу показать вам видео. Мы говорили о мозге и о аутизме немного. Я покажу вам еще немного. Я хочу показать вам именно это исследование университета Йорка в Канаде, в Торонто, которое проводил Стюарт Ченкер. Я уже говорил о нем. Он работает сейчас на программе саморегуляции, а это было, когда он еще много работал именно в рамках флортайм. Итак, что же они делали в рамках этого исследования? Они рассмотрели флортайм с помощью навыков при-пост-аутизма. Они также рассматривали различную деятельность мозга. И это очень интересно, потому что не так много исследований на эту тему. Очень много проводят картирование мозга, но именно в этом исследовании они смотрели на активность мозга. И сказав несколько слов об этом, также хотелось бы указать еще на несколько исследований мозга, которые делались. Но возвращаясь к началу моего разговора на эту тему, мы все любим классифицировать вещи, мы любим знать, что будет происходить здесь, что там, но мы знаем, что в мозге есть различные зоны, которые отвечают за различные задачи, действия, и подумайте о мозге как о системе. Хотелось бы бросить вам вызов в этом отношении, предложить вам так подумать. Есть некая взаимосвязь в этой системе, и есть некий баланс в этой системе. То есть, когда мы вбрасываем какие-то вещи в системе, и система дисбалансируется, и нет связанности, нарушается связь, то это может привести к различным последствиям. С точки зрения человеческого потенциала, такой дисбаланс может привести к каким-то невероятным открытиям, или к невероятным навыкам, к каким-то одаренностям в различных областях. А иногда может, наоборот, привести к трудностям, к сложностям. Сейчас, что говорят нам результаты исследований, особенно исследования последнего года, говорят, что вот эта взаимосвязанность, она, например, при расстройстве аутистического спектра, некоторые зоны поражены больше, чем другие. Рассматривается в частности миндалевидное тело, которое является частью лимбической системы. Это именно та часть мозга, которая отвечает за эмоции, за обработку эмоций, за тревогу, за страх. И в исследованиях было выявлено, что в среднем дети, раз принимавшие участие в исследовании, у них объем миндалевидного тела был 13% больше, чем у детей без рас. А исследование, проведенное в университете Йорка, показало, что исследование мозга этих детей, у них в начале исследования была зафиксирована более интенсивная активность в миндалевидном теле. И здесь мы говорим о балансе. То есть, если миндалевидное тело очень сильно включено, очень сильно активировано, оно помогает нам как раз вот говорили о том, что оно кстати отвечает за реакцию бей или беги из реакции во время стресса. То есть, такие реакции. Именно миндалевидное тело обрабатывает эмоциональный ответ на такой стимул. Она в начале исследования гораздо более активна, активности в ней выше, в то время как остальные зоны мозга они не демонстрируют такой степени напряженности и активности, в то время как миндалевидное тело подрывает в каком-то смысле их деятельность. Так говорят исследования. Я подхожу к этому вопросу как к вопросу баланса. Получается, что происходит в голове дисбаланс и миндалевидное тело как будто бы постоянно посылает сигнал пожар, пожар, тревога, тревога, тревога и блокирует работу логических мыслящих зон мозга, мешает им делать то, что они должны делать, выполнять свои задачи. И вот наши исследования говорят, что происходит некий сдвиг в активности различных зон до участия в программе «Флор Тайм» и после. Еще что рассматривали в исследовании, кстати, очень коррелирует с тем, что изучал доктор Грин и с тем, что говорил доктор Грин, он говорил о такой перепрошивке мозга. То есть есть такая основная магистраль в мозгу и по ней, например, идут дети, которые испытывают сложности в этапах развития или в прохождении этапов развития. И он говорил о постоянном вот этом взаимодействии вперед-назад-вперед-назад. Мы показывали вам как раз видеоролик в первый день. он демонстрировал постоянно этот процесс движения вперед-движения назад, движения вперед-движения назад. Мы разрабатываем нейронную сеть. Она развивается у нас в мозге, извиняюсь, в мозге, и она такую создает лужайку. Но прежде чем она станет лужайкой, необходимо пробить к ней дорогу. И поэтому люди топчутся и топчутся на одном месте, прежде чем это место станет красивой безопасной лужайкой. Доктор Грин именно так визуализировал эту ситуацию и визуализировал флортайм, как способность создать необходимую нейросеть, которая может помочь детям преодолеть трудности в развитии. И исследования последнего года говорят, что дети с диагнозом раз они как раз после прохождения программы установили взаимосвязь между различными зонами, нейросеть развелась и таким образом включается балансировка между работой и зон мозга. Это очень интересный результат и очень интересное исследование. Мы работаем с обменом знаниями, скортированием мозга, мы изучаем очень много новых вещей и некоторые исследования доказывают, что нейросети они как раз на 70% подтверждают достоверность и мы видим, что выстраиваются эти нейросети в мозгу у детей и взаимосвязаны. Сейчас хочу показать вам видео. Сейчас говорится о том, что совершен прорыв в лечении детей с аутизмом. Сила игры никогда не подвергалась серьезным научным тестам. Сегодня мы с вами поделимся результатами канадского исследования. похоже на то, что игра благоприятно влияет на качество жизни детей. С нами наш специальный репортер. Его глаза горят, он интересуется. И часто этот ребенок очень эмоционально реагирует на внешние стимулы. Пятилетний Тристен Скотт, ему диагностирован аутизм, с диагнозом аутизм, он попал в эту исследовательскую комнату университета и участвует в серьезном научном процессе. Хотя кажется, что он просто играет. Его родители Сюзан и Линкольн Скотт учатся с ним играть. Мы учимся с ним взаимодействуем и подключаем наше воображение, запускаем его, обмениваемся, даем, берем. Эта терапия называется Floor Time и она заключается в том, чтобы соединиться с Тристеном на его уровне. Ребенок с аутизмом часто избегает эмоциональной связи, он избегает эмоциональной вовлеченности. Стюарт Шейнкер, руководитель исследований университета Йорка, говорит о том, что именно этот эксперимент докажет невероятную силу игры. Мы в процессе этого исследования что хотим узнать? Мы создали этот метод, эту группу для того, чтобы изучить, что происходит в мозгу, что происходит с зоной мозга, которая отвечает за социальные связи, можем ли мы ее запустить, можем ли мы способствовать созданию нейросети. Десятилетиями покойный Стэнли Кринспен доктор практиковал с детьми терапию по методу Флор Тайм и способствовал тому, что дети излечивались от аутизма. Его метод проходил научные исследования и было доказано, что Флор Тайм действительно работает. Но как он работает? Детям с аутизмом сложно взаимодействовать с социальной средой. Но это основная задача человека. Они проходят через такие биологические особенности развития, что им сложно взаимодействовать. Но мы снижаем уровень вот этого стресса, который они при первичном контакте испытывают. 50 семей участвуют в исследовании. Дети страдают слабыми и ярко выраженными проявлениями аутизма. Такие дети, как Скотт, принимают участие в ежедневных двухчасовых сессиях на протяжении года, но им необходимо как минимум 20 часов дома играть по методу Флор Тайм. это просто нереально нас выматывает. Я работаю, я с ним сижу дома, он приходит с работы, начинает работать с ребенком. Сюзане пришлось меньше работать и своего другого ребенка на продленку оставлять в садике для того, чтобы больше работать с Тристаном. Каким образом отличается эта игра от обычной игры с ребенком? Мне пришлось научиться играть, мне пришлось научиться взаимодействовать с ним, подключаться, пришлось замедляться. Он очень быстро становится гиперактивным, очень быстро перевозбуждается и так грубо и отрывисто, движисто. Нам пришлось научиться успокаивать его. Что нам это видео демонстрирует? Это видео демонстрирует нам Тристана. Он играет с отцом до начала терапии в университете Йорка. Изначально до вступления в программу была проведена оценка детей, были взяты некоторые замеры. Сейчас мы видим, что отцу очень сложно его включить, подключить к процессу. Он привлекает его всячески движениями, звуками. Да, он может поймать внимание Тристана на какое-то время, но, к сожалению, оно не зафиксировано. И мы видим, что он избегает контакта глазами, но мы, конечно, хотим этого достичь. Мы хотим, чтобы он смотрел на отца. Спустя год будет проведена еще одна оценка. и мы видим, что очень существенно улучшили социальные навыки Тристана. Он начинает спрашивать, он пользуется нормальным языком, он копирует то, что делают другие люди, он учится. И есть такие действительно ценные моменты, когда они просто наслаждаются временем вместе, очень много положительных изменений. Он действительно изменился из-за ребенка, который хотел все время быть один. Он превратился в ребенка, который открылся и даже звал нас, приглашал нас сыграть. Он говорит, слушайте, а у меня вот мысль такая появилась. Неожиданно. Мы считаем, что есть возможность ребенка включить в наш социальный мир и сделать его активным, не просто ребенком, который отвечает, потому что мы его научили, натренировали, а мы ему помогаем взаимодействовать, и он взаимодействует, потому что он хочет, он овладеет языком, он овладевает социальными навыками, он понимает, начинает понимать выражение лица, считывает эмоции. Хочешь надеть шапочку осьминога, что это такое, где она? Он задает мне вопросы, он отвечает на мои вопросы, он очень хорошо реагирует на лечение. Нейро биолог Джим Стивен, он тоже проводит свои замеры и исследования, и мы видим существенные изменения, такие же, как и все, даже как и у всех детей, входящих в программу, до и после программы была замерена активность мозга. мы видим вот здесь миндалевидное тело, которое отвечает за обработку таких сигналов, как тревога и страх. До начала терапии мы видели очень ярко выраженную активность в этой зоне мозга. После прохождения терапии мы видим, что у тристана как будто бы перепрошился мозг. Его миндалевидное тело, которое действовало очень активно до терапии, оно показывает более низкую активность. Он стал наоборот, мы видим зоны мозга, которые отвечают за восприятие эмоциональных реакций других людей, что активированы теперь они. Мы видим, что теперь он может считывать значение выражения лица. Мы видим, что у него действительно мозговая деятельность изменилась, видите, в двух или в трех зонах. Она совершенно другая. Мы видим, что его зоны функционально отвечающие за социальное взаимодействие, как будто бы проснулись, и у других детей наблюдаются в мозгу такие же изменения. Пожалуй, вот это самые невероятные исследования, результаты исследования, которые я когда-либо видел за всю свою жизнь профессиональную в качестве ученого, невероятная результативность этого метода лечения. Дома мы тоже видим невероятные изменения. Мы становимся их свидетелями. Тристан впервые играет, отваживается поиграть со своим братом. И каждый шажок продвигает его вперед. Он ходит в обычный детский сад теперь он старается взаимодействовать в нормальной социальной среде. Иногда, конечно, я себя пугаю, говорю, что это же все только самое начало. И нам еще идти, идти по этой дорожке, может быть, когда он закончит университет, мы сможем сказать, да, мы справились. Конечно, он находится под присмотром, и несмотря на то, что родители все еще имеют сомнения, они при этом очень оптимистично сейчас настроены. У нас сейчас очень много надежды, что в мире ему найдется место, и если мы продолжим терапию, то, которую мы делаем сейчас, проходим сейчас, мы сможем ему развить доверие к миру и интерес к школе, и поможем ему стать функциональным человеком в обычном обществе, и он сможет жить самостоятельно, не опираясь все время на нашу поддержку. Замечательный совершенный сюжет, и действительно, меня тучили, тронули слова отца, когда он сказал, наконец-то он пускает нас в свое поле. Действительно, вся задача терапии заключается в том, чтобы создать эмоциональное взаимодействие, а не просто его тренировать. Очень сложно, конечно, в процессе вот этого подхода найти вот эти крючочки или ключики к ребенку, с помощью которых он сможет раскрыться, и в этом и заключается вот эта вот методология игры. Итак, когда мы говорим о научном и доказательном подходе, у нас есть исследования, у нас есть рандомизированные контрольные исследования, исследования групп, мы проводим исследования мозга, мне очень сложно сейчас слышать, когда люди говорят, что по флортайму нет исследований, очень много исследований, да, конечно, сейчас раньше у нас было меньше информации, но теперь мы видим, что очень много проводится исследований и очень много аргументов говорят в пользу флортайм, у нас не просто какой-то маленький кусочек информации, у нас есть общий план и серьезные положительные изменения, и мы видим, что, да, могут быть индивидуальные особенности развития мозга у детей с раз, но в среднем мы видим, что есть, в среднем наблюдается повышенная активность и увеличение менделевидного тела у детей с раз, которое как раз отвечает за эмоциональную реакцию, мы можем пройти через вот этот путь формирования эмоциональной связи и мы можем работать с мозгом не только через когниции или с поведением, а через эмоциональный канал, и вот это создание эмоционального канала помогает нам совершенно по-другому построить нашу работу и об ее успешности говорят результаты исследований. Итак, еще один момент, о котором я всегда говорю в разрезе наших исследований, всегда смотрите не только на программу исследований, которая подвергается исследованию, но я имею в виду не только флортайм, а вообще любую программу, которую вы изучаете или программа, которая вовлекается в исследование, посмотрите на общий план исследования, посмотрите, какие фундаментальные компоненты входят в программу, основополагающие компоненты входят в программу. Когда идут отдельные исследования программ, люди, которые проводят эти исследования, они, как правило, являются экспертами в этих программах, ну, в общем-то, это неудивительно, И они, конечно же, хотят проводить исследование, чтобы подкрепить целесообразность и истинность своих программ. Им необходимо это. И я понимаю, что в данном случае мы видим только часть картины, когда мы смотрим на исследование только какой-то отдельной программы. Не только флортайм, а любого другого метода. Но это касается любого исследования. Смотрите на такие исследования, которые затрагивают основополагающие факторы. Я уже об этом вам говорил, что, оказывается, отношения являются ключевым фактором успешности процесса. Есть очень много выступлений в формате TED. И есть гарвардское исследование развития взрослых. Если вы о нем не слышали, я вам всячески рекомендую обратить на него внимание. Его проводили с некоторой периодичностью, начиная с 30-х годов. И оно посвящено аспектам секрета долгой и здоровой жизни с точки зрения медицинских показателей. Мы делали картирование мозга, брали анализы крови и различные другие вещи делали и проводили исследования и молодых мужчин. И некоторые из них, наверное, до сих пор живы, которые принимали участие на определенных этапах исследования. Что было выявлено, что мы в результате, наша долгая и здоровая жизнь определяется не теми внешними факторами, которые мы считаем важными, а именно длительности, здоровые отношения. Например, те, кто принимал участие в 50-летнем возрасте и те, кто дожил до 80-ти, их длительность жизни зависела не от уровня холестериновых крови, а от того, были ли у них в жизни долгосрочные, доверительные, прочные отношения с супругом, с супругой. И эти исследования говорят, что более старшие участники этого исследования, те, у которых сохранялись длительные отношения, да, конечно, функции мозга, они снижались по мере их взросления, но они снижались не с таким быстрым темпом по сравнению с теми, у кого не было отношений. При этом в молодом возрасте вот эти нейросети, они активно, конечно, развиваются и активно развиваются в молодом возрасте, и более активная деятельность наблюдается в молодом возрасте. Итак, исследования, которые подтверждают то, о чем я говорю в Массачусетском технологическом институте, о том, о чем я говорил в рамках «Флор Тайм». Итак, в MIT также рассматривали развитие языка, и это исследование уже давно проводится. Оно доказывает, что дети с проблемными семьями, не обеспеченными семьями, они изучали больше слов, меньше слов, чем те дети, которые были из более обеспеченных семей. Это важно. Число слов, которые они произносят, очень важно. И исследования демонстрируют, с помощью картирования мозга, они демонстрируют, что речь идет не о количестве слов, а именно о взаимодействии назад-вперед, об обмене взаимодействия, о циклах взаимодействия. И все это помогало развитию языка намного... И все это имело большее значение, чем количество слов. Итак, я завершу свою презентацию на этом. Но многие подходили ко мне и спрашивали об этом исследовании, о науке. Очень сложно рассказать обо всем за 45 минут, но я надеюсь, что это хоть какой-то свет пролило на тот факт, что у нас действительно есть исследования, и флор-тайм действительно основан на доказательствах. Это доказательный подход. И мы продолжим исследования. И я надеюсь, что мы с Артуром продолжим сотрудничество. И вместе будем проводить исследования по флор-тайм, и у нас будет больше исследований. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Абсолютно уже в пакет эту идею, и об этом мы сегодня будем вечером много говорить, о дальнейшем сотрудничестве. И вы знаете, я хотел бы сказать о том, что любая современная конференция, посвященная какому-то методу работы или какому-то подходу в работе, она уже не может быть без вот такого доклада, который говорит о том, что проводится исследование эффективности этого метода. И, конечно, я очень рад, что, конструируя программу, Джефф сразу же предложил вот этот вот формат, формат, в котором мы говорим именно о научных исследованиях в области доказательности данного подхода. Последний тезис о том, что действительно, как мне представляется, при исследовании эффективности разных методов, вот эта группа методов, связанная с кортированием мозга, в том числе и разные МЭК-оборудования, электроэнцефалограмма, ПЭТ и многие другие вещи, мне кажется, они имеют большие перспективы. И действительно, одно дело, когда мы измеряем то, что мы видим своими глазами, это шкалы, связанные с был навык, не был навык. Другой вопрос, каким образом то, что мы делаем с ребёнком, отражается на его мозге, и каким образом формируются эти связи. И вчера всё-таки был листочек, который я передал Екатерине. Этот листочек, он содержал примерно следующий вопрос. Правильно ли мы понимаем, что в ходе занятий с ребёнком, сейчас точно не воспроизведу, но в ходе занятий с ребёнком в области регуляции и сенсорной интеграции, вопрос был связан с проводящими путями. А миенилизация волокон, она лучше, вот этот физиологический процесс, миенилизация, у меня логопедические проблемы начались, он улучшается. А действительно, мы же не можем сейчас, в настоящий момент, показать, что вот мы играем, или неважно, или мы сидим за столом, и тут же у нас усиливается миенилизация волокон, проводящих путей, безусловно. Но мне кажется, что вот эта интересная история с «одень шапочку осьминога», даже, вот чувствуете, «флортайм», да, «одень шапочку осьминога». Когда-нибудь, я надеюсь, что вот картирование головного мозга, оно станет возможным непосредственно при взаимодействии с детьми и в ходе образовательного процесса, обучения. И в этой ситуации, конечно, мы будем иметь большие возможности исследования эффективности. Я со своими научными интересами немножко перебрал регламент. И мы понимаем, что у нас сегодня много экспертов, не только из России, и США, и Канады. К нам приезжают люди из стран более ближнего зарубежья. И я с большим удовольствием предоставляю слово Алене Акуловой по вопросу как раз работы с родителями, взаимодействия с родителями. Поаплодируем. Спасибо большое. Я, если можно, проясню регламент. Сколько времени? Час? Час, час десять? Давайте ровно час. Ровно час. У нас до обеденного перерыва 50 минут. Но я думаю, час нормально. У меня очень много информации. Я попробую уложиться. Я надеюсь, в этом плане зал меня поддержит и поймет, потому что, боюсь, вопросов будет много, но мы постараемся все быть лаконичными. Хорошо? Час есть, да. Да, замечательно. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы собрались здесь. Я хочу поблагодарить организаторов за то, что пригласили меня из Беларуси выступить и осветить вот эту тему. Тема очень важная. Даже судя по откликам и вопросам, которые звучали вчера в зале, я так понимаю, очень много у нас специалистов и родителей, кто думает об этом. Прошу прощения, мы не открыли, да? Сейчас. Есть, да? Сейчас, одну секундочку. Давайте мы сейчас поправим. Я прошу прощения, маленькие. Не надо позвать. Ну, я тогда начну просто немножечко, чтобы мы время не тратили, да? Я буквально два слова скажу о себе, почему я с этой темой. Я, в общем-то, во Флор Тайм мой путь был долгим. Я пришла во Флор Тайм уже работая в психотерапии с детьми и с семьями. И я очень долго искала подход коррекционный, который бы подходил вот так же бережно, психотерапевтично, к семейной системе, экологично и учитывала интересы родителей. И когда я встретилась с Флор Тайм, моей радости не было предела, потому что это было то, что, в общем-то, искала долго и давно и оказалось очень созвучно моим собственным профессиональным интересам. Кроме того, что я, вот, программы, в которых я обучалась, это гештальтерапия, телесно-ориентированная терапия. У меня есть еще одна такая, в кавычках, специализация. Я сама мама особенного ребенка, младший ребенок у меня с нарушениями развития. Это то, что привело меня работать в коррекционную сферу. Вот. И сегодня я бы хотела поговорить с вами как раз о том, вот мы два с половиной дня с вами обсуждали принципы Флор Тайм и говорили о применении этих принципов в том, что касается детей. Я бы хотела, чтобы вы активно поучаствовали своим мыслительным процессом сегодняшним, вот, в моем докладе, чтобы вы попытались эти принципы переложить на работу с родителями. На самом деле это все очень созвучно и в работе семьи. Значит, я на данный момент работаю в Беларуси, провожу учебные программы в Беларуси и в Грузии. И если можно, я бы хотела буквально чуть-чуть познакомиться с вами. Поднимите, пожалуйста, руки, кто здесь специалист. Спасибо большое. Я думаю, у нас родители тоже есть, да? Поднимите, пожалуйста, более смелее руки. Спасибо большое. А есть у нас те, кто и родители, и специалисты, я вчера слышала. Спасибо, замечательно. И тема, я думаю, важная и актуальная для всех, кто у нас сегодня присутствует. И я бы хотела просто попросить помощи зала, я буду микрофон озвучивать сама. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами мы сталкиваемся, как специалисты, когда мы строим свое взаимодействие с семьей и когда мы хотим, чтобы это взаимодействие было максимально продуктивным. Давайте по одному, я вас не... Ожидание мгновенных результатов. Еще. Непринятие диагноза. Еще. Родители не готовы вовлекаться полностью в этот процесс, да? Еще. Какие сложности нам приходится решать? Недоверие, да. Может быть, даже обесценивание работы специалиста. Мы тоже с этим сталкиваемся, да? И вот Александр вчера говорил, и сегодня тоже говорили об этом на круглом столе, что это может быть и невротическая реакция родителей. Правда же? Нам важно это понимать. Еще какие сложности у нас могут быть? Выгорание. Выгорание. И у специалистов, если быть честными. Правда же, да? Хорошо, спасибо большое. А как вы думаете, от чего зависит качество сотрудничества специалист-родитель? Доверие. Доверие, раз. Еще. Понимание проблемы. Кем? Согласна. Еще. Очень важно. Спасибо. Очень важно. Да, мы можем говорить правду, но можем говорить непонятным языком, и нас не услышат. Правда же? Еще. Принятие проблемы. Принятие проблемы. А как вы думаете, принятие проблемы – это процесс мгновенный или пролонгированный? Нет. Спасибо за понимание, да? И вот следующее, что я хотела сказать. Если специалист считает родителей сложными, а в кулуарах, когда мы обсуждаем родителей, мы чего греха таить, бывает, говорим об этом, правда же, да? Вот. То это не значит, что родитель сам является сложным. Это значит, у данного конкретного специалиста с этим конкретным родителем есть некая сложность. И с этой сложностью можно разбираться. Почему важно так расставлять акценты? Потому что, когда специалист говорит про родителя, он сложный, а родитель, в свою очередь, говорит про специалиста, он для меня сложный, да, это стигматизация. Это то, что лишает нас человеческого достоинства. И на самом деле диалог с нами заводит в тупик. Согласны? Понятно это? Вот это ключевой момент, который я хочу, чтобы вы помнили в процессе всех наших дальнейших обсуждений. И на самом деле проблема, вот она лежит на стыке нашего контакта, на границе нашего контакта, там, где мы встречаемся. Мы можем как-то слышать друг друга не так, воспринимать по трансферентным характеристикам каким-то образом друг друга не совсем корректно, да, что-то срабатывает. И тогда, когда мы вот эту проблему обозначаем между нами, у нас есть шанс эту проблему превратить в задачу и начать решать. И я очень рада, что доклад Джеффа как раз предварял вот этот вот доклад, в котором говорилось, что на 40% влияние на конечный ток терапии оказывают отношение. Вот эти 40%, мы как специалисты, подходя грамотно к этой проблеме, мы можем на них влиять. И таким образом мы можем повышать качество своей работы. И давайте я предлагаю поговорить о том, с чем к нам приходит родитель. И родители и специалисты не являются белым чистым листом, да. К нам приходит семья со своей собственной историей, в том числе с историей болезни ребенка и со своей собственной историей адаптации к этой болезни ребенка. И есть довольно много исследований, которые говорят, что хроническая тяжелая болезнь близкого человека в семье, особенно если это касается ребенка, порой это коррелирует с тем уровнем стресса, который переживают люди, пережившие военные действия. Я просто подчеркиваю это, чтобы вы понимали тот уровень дистресса, хронического дистресса, в котором существует семья. И мы здесь можем говорить о психологической травме. Степень психологической травмы, конечно, зависит очень сильно от того, как общество, в котором живет семья, относится к этой истории. То ли это игнорирование и какая-то попытка, допустим, обесценить этих родителей, этого ребенка куда-то спрятать в угол, чтобы общество не видело, то ли все-таки среда поддерживающая. Но есть еще очень много факторов, которые на это влияют. Я бы хотела для вас привести метафору, которая станет очень понятной, и, возможно, вам станет понятна реакция родителей на то, что происходит в контакте с вами. Очень хорошо это объясняет метафора физической травмы. Вот, к примеру, у нас есть открытая рана. Кожные покровы отсутствуют, открытая рана. Пока мы ее не трогаем, она не болит, но она свежая. Стоит нам только буквально, вот мы подули, и человеку уже больно. А если кто-то нечаянно прошел и просто прикоснулся, первая рефлекторная реакция какая? Оттолкнуть, даже, может быть, ударить. Человек неосознанно это делает. На что это похоже? Похоже это на какой-то первичный контакт, когда родители только столкнулись с диагнозом, правда же? И что мы делаем тогда с физической травмой? Подскажите мне, если есть медики. А как мы лечим? Мы ковыряемся в ней? Мы обязательно создаем асептичные условия, чтобы не произошло вторичного раздражения. Ой, вторичного заражения какого-то, да? Мы создаем условия, в которых эта рана не беспокоится, и ждем, когда она начнет затягиваться. И только когда она уже почти затянулась, к ней можно прикасаться. Похоже это на то, что в психологическом смысле происходит с человеком, который находится в состоянии психологической травмы. Да, да. А теперь представьте себе, мы хотим сделать хорошо родителю, и мы, например, начинаем в его свежей ранней ковыряться, и говорить, ну, понимаешь, ну вот, да, у тебя там травма, да, вот я сейчас поковыряю, все быстро заживет. С какой реакцией мы сталкиваемся? Безусловно. Безусловно, мы сталкиваемся с отрицанием, мы сталкиваемся с обесцениванием наших усилий, и мы сталкиваемся с обесцениванием всей той информации, которую мы пытаемся донести. И какой вывод из этого следует? Нам важно учитывать, на каком этапе проживания травматической ситуации находится семья, которая к нам пришла, и в частности, каждый из членов семьи, потому что он может проживать это совершенно по-разному. Что еще влияет на состояние родителей? Состояние ребенка, безусловно, да? Были научные исследования, которые проводились на семьях, которые имели детей, тяжелых детей, простите, пожалуйста, детей с тяжелыми диагнозами неизлечимой болезни, и детей, которые находились в состоянии умирания. И вот эти исследования показали, что каждый раз, когда у ребенка резко менялось состояние в сторону ухудшения, родители психологически проживали точно такой же процесс, который был равносилен, как если бы ребенок умер. У них разрушался старый образ ребенка, им приходилось создавать новый. И вот представьте, семье приходится с этим совсем справляться, да? И очень важно, насколько они встретят на своем пути поддержку, ресурсы извне, людей, которые поймут их состояние и отнесутся к этому с уважением. И поэтому тоже очень важно, когда семья приходит к нам, нам очень важно, кроме анамны за ребенка, нам еще важно собрать семейную историю. Очень хорошо в этом помогает составление генограммы. Если у вас появится какая-то возможность сходить на курсы, где этому обучают, я вам очень рекомендую. Вот генограмма помогает нам структурировать всю семейную историю и то поле, пространство, в котором живет, существует семья. Какие ресурсы конкретно у каждого из родителей? Есть ли поддержка или этой поддержки нет? Бывает, мама сама в семье справляется, остальные члены семьи игнорируют не то, что болезнь ребенка, а даже существование этого ребенка. Не приглашают на семейные мероприятия, не дарят подарки и так далее, и так далее. А бывают семьи, в которых как-то вот так дружно взялись друг за друга и совместными усилиями преодолевают проблему, и тогда, конечно же, легче. Потом, следующее, о чем я хочу сказать. Модель Кюблероз была предложена по психологическим этапам проживания горя. Кто помнит про эту модель? Там вначале отрицание, дальше гнев, торг, депрессия, принятие. И я вам скажу, даже из своего опыта личного, из опыта тех семей, которые я вела достаточно много за эти годы, неважно, какое там, когда у меня родился второй ребенок, и мы стали перед вопросом вот этого диагноза, я все эти стадии пережила, точно так же, как переживают их обычные родители. Никакой там диплом психолога, там, личные часы, личной терапии, они не защищают от того, что ты проживаешь все, что проживает живой человек. Пока мы живы, мы переживаем. Просто вопрос в том, что мы можем за счет саморефлексии наблюдать за этим процессом. Вот. И есть такая картинка шуточная в интернете. Я ее нашла, это не я нарисовала, но она очень хорошо отражает то, что происходит. Вот я просто хотела акцент сделать о том, что родители проживают вот эти этапы горевания. Я очень рекомендую просто ознакомиться в интернете, модельку Кюблероз, и почитать более подробно об этом. Происходят вот эти переживания нелинейно. Они могут происходить вот как челнок, да. Родитель вроде бы продвинулся к принятию, и уже больше принимает болезнь ребенка. Происходит какая-то ситуация, перемена в семье, в семейной системе, или что-то новое узнала диагноз, и идет откат обратно. И очень важно относиться к этому с уважением. И тогда у нас возникает вопрос следующий. Логично, вполне, исходя из этой информации, что на каждом из этапов проживания вот этой стрессовой ситуации мы с родителями будем общаться по-разному. Правда же? Если родитель приходит к нам на этапе отрицания, это этап открытой раны, и нам нужно быть очень бережными. И если на этом этапе мы, допустим, родители очень часто жалуются, говорят, пришли к специалисту, а специалист говорит, у вашего ребенка никаких перспектив, ничего хорошего не будет. Это то же самое, что ткнуть в открытую рану острым предметом. Я сейчас не буду подробно останавливаться в силу нехватки времени на каждом из этих этапов. Я предлагаю вам проделать самостоятельную работу, и это будет полезно, чем послушать меня. Подумать, обсудить с коллегами, как на каждом из этапов вы можете выстроить отношения с родителями, уважая их позицию, понимая. Помните, в модели DIR пар, мы обязательно и в подходе флор-тайм. Флор-тайм – это на полу, это не значит, что мы на пол садимся с родителями, это значит, что мы с ними разговариваем на одном уровне. Мы уважаем их точно так же, как себя самих. И мы уважаем их переживания, точно так же, как и свои собственные переживания. И вот как мы можем с уважением, относясь, на каждом из этапов общаться с родителем? Конечно же, легче всего на этапе принятия. Но до этого этапа принятия, как правило, родители проходят до этого этапа несколько лет, а кто-то идет и всю жизнь. И очень многое зависит от внутренних ресурсов, от степени адаптивности и гибкости самого человека, так и от внешних ресурсов, насколько есть системы поддержки для такой семьи. Итак, далее. Теперь давайте поговорим про специалиста. Специалист тоже не чистый лист. Он взаимодействует с семьей, со своей собственной историей. У специалиста могут быть свои собственные детские травмы или детские переживания. Кто-нибудь сталкивался с тем, что родители, которые пришли, или кто-то из членов семьи, который пришел к вам, он очень напоминает вашу бабушку или вашу маму. Вот я слышу в зале. Правда же? Есть какие-то трансферентные характеристики родителей, которые мы считываем через призму своего собственного опыта, через проекции. И очень важно это различать, видеть, что перед нами другой человек. Особенно сильно мы в это включаемся, когда нам хочется защитить ребенка от чего-то, что кажется деструктивным. И мы эмоционально включаемся, и тогда наши проекции встают перед нами в полный рост. Что с этим делать? Ну, для этого существует супервизия. В первую очередь идете на супервизию. То есть, когда вы замечаете, что ребенок, которого вам привели, вы думаете о нем круглые сутки, вы ночью спите, думаете о нем, вы думаете об этой семье, особенно если ваше мышление поляризует эту ситуацию, делит героев на хороших и плохих, добрых и злых, и вам очень хочется защитить хороших от плохих, вы вовлеклись в какой-то сценарий. Может быть, он ваш, может быть, он семейный, но вам надо с этим разбираться, и вам нужен компетентный коллега, которому вы пойдете на супервизию с тем, чтобы с этим разобраться. Дальше. Что влияет на работу специалиста? Это собственное физическое состояние и дистресс. Если мы эти факторы не учитываем, мы тоже можем совершать ошибку, и эта ошибка заключается в том, что когда я не в ресурсном состоянии, я буду принуждать себя работать, так как если бы я была в ресурсе, я буду делать над собой насилие. Если я делаю над собой психологическое насилие, неизбежно я буду делать это насилие над другими участниками процесса. Это вот, знаете, как зеркально. Поэтому очень важно тоже быть чувствительным к собственному состоянию и находить для себя способы поддержки себя. Эти способы могут быть как профессиональные, какие-то коллегиальные группы, где мы можем отрефлексировать наше состояние, наше переживание. Так и способы поддержки, это контакт с близкими, это какие-то физические варианты перезагрузки, спорт, отдых и так далее, и так далее. И кроме того, семья переживает так называемые токсические эмоции, когда семья находится в остром состоянии дистресса. Что такое токсические чувства? Это чувства, которые как ржавчина разъедают самого человека и реальность, в которой он живет. Ну, к примеру, страх несет защитную функцию. Когда я боюсь какой-то реальности, то это защитная функция. Но когда я боюсь, а этой реальности нет, а я продолжаю бояться, этот страх разъедает меня, мою собственную жизнь. Родители переживают токсические. Страх, стыд. Вспомните, пожалуйста, стыдятся очень ребенка, показывать. Бывает, не говорят родственникам о том, что происходит. Родители переживают токсическое бессилие. Тоже очень интересная эмоция и переживание. Потому что в бессилии на самом деле есть довольно много ресурса. Когда мы осознаем, в чем мы бессильны, у нас тут же проявляется противоположный полюс, в чем мы сильны. Но когда бессилие захватывает нас целиком, мы можем ощущать себя парализованными. И специалист тоже живой человек. Наша работа связана с работой зеркальных нейронов. Потому что мы работаем своей эмпатией в том числе. И за счет эмпатии, за счет зеркальных нейронов мы можем ощущать и переживать те же эмоции, с которыми пришли родители. Как это может проявляться? Это может проявляться, вот пришла к вам семья, вроде бы все нормально, вы общаетесь по смысловому контексту, но вы эмоционально ощущаете себя рядом с ними абсолютно бессильными. И вам становится грустно, печально, или вы даже на это злитесь. И хорошо бы в этот момент остановиться и подумать, а возможно вы попали в то поле бессилия, в котором живет эта семья, и она пришла к вам с этим, но она это не решается озвучить. И здесь важно тоже тренироваться и уметь озвучить и привнести это в контакт с семьей, сказать об этом. А не чувствуете ли вы себя по отношению к ребенку или к этой болезни бессильным? То есть легализовать это чувство, проговорить. И возможно, но проговорить с максимальной эмпатией, с максимальным пониманием к родителям и к их переживаниям. Понятно, да? И самое главное, что нам помогает в нашей работе, это помните, мы говорили про высшие ступени функционального и эмоционального развития. Когда мы развиваем их в себе, у нас развивается способность к саморефлексии, у нас развивается способность к эмпатии, у нас развивается способность к многостороннему мышлению. Мы способны поставить себя на позицию другого человека, посмотреть со стороны на эту ситуацию, проанализировать. И еще саморефлексию очень хорошо помогает развивать супервизия. Это то, к чему я призываю вас, когда вы сталкиваетесь со сложными аспектами в своей работе. Не пытайтесь просто это выплеснуть за чашкой чая с коллегой в виде своей досады, раздражения или еще чего-то. Идите с этим на супервизию. Потому что та сложность, которая возникает у вас с семьей, она на самом деле является точкой вашего собственного роста. Она маркирует то, куда вы можете расти, двигаться и развивать себя. Следующее, о чем я хотела рассказать, на самом деле существует много психологических ловушек в работе специалиста с семьей. Но я сейчас расскажу об одной наиболее распространенной. Многие из вас, возможно, знают про драматический треугольник Стивен, который описал Стивен Карпман, в котором вот есть три роли отводятся в этом сценарии людям. Жертва, преследователь, спасатель. Кто знает, кто слышал об этом? Замечательно, очень хорошо, какая подготовленная аудитория. Тогда я вкратце скажу. Ловушка вот этого сценария заключается в том, что у каждого героя четко отведенная роль. И пока длится этот сценарий, возможности выйти за рамки этой роли у нас просто нет. Жертва, у нее удел только страдать, жертва не может быть счастливой. Спасатель аккумулирует в себе всю силу, всю доброту и пытается помочь решить эту ситуацию, но он игнорирует свое собственное бессилие, то есть он тоже не объективен. Агрессор, это тот, которого пытаются наказать или тот, кто пытается наказать жертву. Он может пылать праведным гневом, но опять же за этим он может не видеть реальность такой, какая она есть. Опять же, я рекомендую вам, тем, кому эта тема интересна, заглянуть в интернет и почитать более подробно. Есть огромное количество статей на эту тему. Чем опасна такая позиция? Вот в этом треугольнике энергия идет по кругу, в нем нет развития. То есть вот, знаете, такой замкнутый цикл, замкнутое болото, ни один из героев в нем не развивается, нет точки роста. А энергия расходуется на то, чтобы ходить по кругу, по замкнутому кругу. И тогда специалист оказывается в ловушке, он очень быстро выгорает. И то, о чем я говорила, ваши маркеры, если вы, вот на следующем слайде просто отражены психологические маркеры перехода из роли в роль. На самом деле мы по кругу ходим, спасатель становится жертвой или преследователем, а жертва становится также преследователем и спасателем, и эти роли меняются. И когда вы ощущаете, что по отношению, допустим, к семье вашего подопечного вы вовлечены в ситуацию, например, вы чувствуете какое-то очень токсичное чувство вины по отношению к ним, вы чувствуете, что вы полностью отвечаете за их жизнь, или наоборот, вас захватывает праведный гнев, и вы хотите как-то родителей этих призвать к должному, и убедить в том, что они вообще живут совершенно неправильно, пожалуйста, вы остановитесь и подумайте, а не играете ли случайно вы в эту игру. Потому что выхода в ней нет, кроме того, как закончить ее, поставить в этом точку. Опять же, выйти можно только при наличии достаточно высокого уровня самоосознавания, саморефлексии, либо если вы обратитесь за супервизией, и супервизор поможет вам со стороны разобраться с этой ситуацией. Я сейчас обозначаю только те ловушки, которые стоят на нашем пути. И сейчас мы с вами поговорим о том, что мы можем вообще с этим делать. Давайте сейчас вернемся, мы обозначили проблемы, мы вернемся к подходу DIR Floor Time, и попробуем поговорить о том, как этот подход применяется как раз в работе с семьей. Я сейчас напомню. Аббревиатура DIR. Первый аспект у нас развивающий, следующий аспект – это аспект индивидуального подхода, и третий аспект, базирующийся на отношениях, который использует эмоционально заряженное взаимодействие. И я предлагаю сейчас маленький такой мозговой штурм устроить, как аспект развития, развивающийся, мы можем приложить на отношения с семьей. Мы уже немножечко говорили об этом, что процесс принятия нелинейный. Семья проходит некое развитие в принятии травмирующей ситуации. Дальше. Ступени функционального и эмоционального развития. Они есть у каждого из нас, и они развиваются всю жизнь. Точно так же родители находятся тоже на каждой из ступеней на каком-то этапе ее развития. И на 203 курсе, когда учат в работе с семьей, как раз обучают диагностике ступени функционального и эмоционального развития и диагностики индивидуальных особенностей родителей. То есть мы обязательно учитываем эту парадигму. Мы обязательно учитываем свои собственные индивидуальные особенности и то, на каком уровне развития находимся мы. Я думаю, ни я, ни кто-то еще из присутствующих не может сказать, что он достиг пика своего развития. Мы развиваемся всю жизнь, правда же? И очень важно с этой точки зрения обозначить сильные и слабые стороны каждого из участников процесса. Ребенка, родителей и самого специалиста. И посмотреть, какая матрица у нас получается. Где у нас, возможно, возникают какие-то сложности или какие-то такие вот зоны, куда нужно обратить внимание, где мы очень хорошо дополняем друг друга. Порою бывает так, я думаю, специалисты меня поддержат, к нам приходят родители, у которых мы учимся. Правда же? И это тоже здорово, и это тоже важно. Следующий аспект, индивидуальный. Индивидуальные особенности влияют на взаимодействие с ребенком и с другими членами семьи. Я думаю, все согласятся. Обязательно учитываем сенсорные особенности, сенсорно-моторные особенности не только ребенка, но и членов его семьи. У нас родители главные игроки флор-тайм. Не забываем об этом. Главные участники процесса. И мы учитываем свои собственные особенности. И бывает так, что сенсорная чувствительность ребенка и сенсорная чувствительность родителей сталкиваются таким образом, что они создают зону напряжения. Ну вот простой пример. У меня семья приходила на занятия, папа с мамой поочередно приходили, не вместе, потому что нужно было сидеть с младшими детьми. И мама была сенсорно-чувствительная, у нее была гиперчувствительность аудиальная, зрительная и тактильная. А у ребенка в этой зоне была гипочувствительность. И что мы будем делать вот в этой ситуации? Как вы думаете? Какие варианты? Как помочь семье, чтобы наладить контакт? Мы выстраиваем отношения. Был папа, да. Но с ребенком приходила учиться играть и мама. Но мы ищем те игры, в которых гиперчувствительность мамы и гиперчувствительность ребенка не будет затронута или будет затронута минимально. Для нас это казалось совершенно... А ребенок такой активный, очень подвижный был. Он постоянно лез к маме обниматься, бодал ее головой. Для них оказалась таким вот открытием игра, когда они сидели на полу и потихонечку рис лопаточкой пересыпали в машинку и выкладывали туда стеклянные камушки. Это такая немножко медитативная игра была, в которой ребенок не кричал, в которой ребенок был спокоен. И оба участника процесса, и ребенок, и мама получали удовольствие. А когда папа приходил, у него не было вот такой вот чувствительности повышенной, аудиальной и тактильной. Они могли с ребенком носиться по комнате, кувыркаться, толкать друг друга и получать удовольствие в другой игре. И ваша задача как специалиста, учитывая вот эти индивидуальные особенности, помочь родителям со своим ребенком выстроить те отношения, в которых оба будут получать удовольствие. Более того, если есть ваша собственная индивидуальная чувствительность в определенных зонах, вам тоже нужно это понимать. И нужно простраивать пространство, в котором вы взаимодействуете с ребенком, таким образом, чтобы и ваше удовольствие было от взаимодействия с ребенком. Потому что ваше удовольствие будет заражать удовольствием ребенка, и это будет продуктивный процесс. Понятно это, да? И тогда у нас последний аспект, как он помогает нам выстраивать отношения. С каких вопросов и задач мы можем начинать сотрудничество с родителями, учитывая их индивидуальный профиль? Мы начинаем как с ребенком, точно так же, с той точки, в которой находится ребенок, мы начинаем с ребенком. С родителями мы начинаем точно так же, с той самой точки, в которой находятся родители. Я скажу метафорой. Если, к примеру, вы можете быть великолепным кулинаром и хорошо готовить харчо или шашлык, но если перед вами ребенок трехмесячный или шестимесячный, который способен переварить манную кашу, вы же не будете его кормить шашлыком. Точно так же нам важно учитывать, на каком актуальном уровне развития находятся родители, какую информацию, в какой форме они способны воспринять, услышать, и задача специалиста преподнести эту информацию в той форме. Вот как тут как раз говорили те проблемы, которые возникают. Форма преподнесения информации. Мы можем говорить правду, но важно в какой форме мы говорим эту правду, и важно, чтобы эта форма была воспринята родителями. И это может иметь прагматичный вполне смысл. Есть родители, которые просят меня, я очень тяжело воспринимаю информацию на слух, пожалуйста, напишите мне ваши рекомендации. А есть родители, которым моторно легче запоминать, и тогда они пишут рекомендации под диктовку, к примеру. А есть родители, которые хотят, чтобы я им надиктовала то, что я вижу по изменениям по ребенку, и они хотят иметь такую памятку, но письменный текст они воспринимают сложнее, чем текст на слух. И логично, что мы должны эти вещи учитывать. И на самом деле это не так сложно. На самом деле это освобождает нас от того, чтобы мы тратили усилия в непродуктивную сторону. У нас высвобождается гораздо больше сил, если мы учитываем вот эти все индивидуальные особенности. Кроме того, нам важно учитывать, какие есть точки опоры у семьи, где у семьи есть поддержка, какие у семьи ресурсы, как семья выстраивает свой день, с кем семья может делиться своими проблемами, где семья может получить эмоциональную поддержку. И также учитывать подводные камни, где у семьи есть такие зоны напряжения, которых лучше может быть не касаться, и выстраивать взаимоотношения, помогать семье выстраивать взаимоотношения таким образом, чтобы вот этих болезненных зон мы могли избежать. Это понятно тоже, да? Вот. И следующее. Мы можем помочь родителям понять их ребенка через призму их собственного опыта. Мы можем поговорить с родителями о том, в какие игры они любили играть в детстве. И когда родитель вспоминает про эти игры, он улыбается, он вспоминает вот это удовольствие. Мы можем предложить собственным ребенком поиграть в эти же игры. Мы можем родителям предложить вспомнить значимого, эмоционально значимого человека для них, который был для них позитивным таким образом, позитивным героем, к которому они тянулись, да? И попробовать обобщить этот опыт, сказать, а что важного такого было в этом контакте? А родители, например, скажут, а вы знаете, вот я был маленький, а он смотрел на меня с восхищением. Это был сосед, да? А что восхищает вас в собственном ребенке? А есть что-то такое, да? И если вот даже родитель неохотно идет в эту сторону, можно попробовать все-таки мягко, деликатно настоять, и обязательно найдется что-то. Пусть это будет цвет глаз. Пусть это будет какая-то интонация, или может быть родителю нравится голос, или родителю нравится, как аккуратно ребенок расставляет предметы. Да? Лена, удовольствие, да? Мы учим получать удовольствие ВКонтакте, но очень важно, чтобы мы нашли эту грань удовольствия сами для себя. Вот эти же вопросы хорошо полезно задать себе. Та семья, которая пришла ко мне на прием, что у меня вызывает восхищение, как у специалиста? Если быть честными, найдется несколько пунктов, обязательно найдется, даже если они поначалу вас напугали своим темпераментом, внешним видом или еще чем-то. Обязательно. И следующий важный пункт, вот я всегда подчеркиваю на своих выступлениях, что уважение это не формальный принцип, уважение это действие. Это то, что проявляется в наших действиях, в наших отношениях. Мы должны уважать родителей как равных участников процесса. Очень важно, скажу метафорой, снимать с себя корону спасателя, корону судьи, да? Мы на самом деле не настолько большое влияние имеем на динамику семьи. Семья на самом деле очень энергоемкая система. Несколько человек, есть еще история рода, и специалист, который пришел из мне, насколько бы он силен и грамотен не был, у него нет силы взять и изменить этот ход событий в семье. Семья может это сделать только самостоятельно, но в ваших силах то, что вы видите и то, что вы хотели бы предложить родителям, озвучить в такой форме, чтобы они услышали вас. И тогда семья может принять решение, и тогда благодаря их решению в семейной динамике что-то изменится. Но ваше волевое усилие это изменить не может. Вот это зона бессилия специалиста, которую тоже важно понимать и не брать на себя слишком много, потому что в конечном итоге решение по ребенку принимает кто? Родитель. Я часто родителям говорю, вот звучал, кстати, вопрос, а что делать, когда родители приходят, да, и вот они оставляют ребенка и так далее. Я родителям часто говорю, я нашла для себя формулировку, вы знаете, говорю, я без вас ничего не смогу. Ну, вы ребенка приводите ко мне на какое-то короткое время, да, большую часть времени вы находитесь с ним. Я у вас только как тренер, но вот весь этот путь придется пройти вам. Я буду рядом с вами, чтобы помочь вам обойти сложные какие-то зоны, да, подстраховать вас, поддержать, но все остальное придется делать вам. И очень важно доносить эту информацию, бывает с первой встречи эта информация сразу не ложится, возможно придется проговорить несколько раз, но это важно. И важно подчеркивать вот эту роль, что вы на равных, вы партнеры, потому что если вам родители будут доверять, считайте 50% успеха у вас в кармане. Потому что если они будут доверять, они будут прислушиваться к вашим рекомендациям, они собственной мотивацией их будут делать, а не потому что вы их заставляете расписываться в тетрадочке, выполнили ли они домашние задания, да. Сейчас мы поговорим об этом, спасибо. Значит, еще принципы флортайм. У нас наш ресурс это мультидисциплинарная команда. И вот то, о чем уже говорили здесь сегодня, да, если специалист сталкивается с такой проблемой, которую он самостоятельно не может решить, ну, к примеру, пришел кто-то из родителей, вы видите, очень сложная семейная ситуация. Там какой-то стресс помимо болезни ребенка, да, и важно подключить специалиста-психотерапевта семейного, да, или какую-то группу семейной поддержки для таких родителей, чтобы родитель получил ресурс. И очень важно, когда вы сталкиваетесь со сложными ситуациями, нитянуть все одеяло на себя, ищите тоже поддержку, ищите себе команду, ищите сотрудничество, и тогда вы сможете гораздо больше. То, о чем мы уже говорили, родители главные игроки флортайм, и характер отношений это сотрудничество. Специалист выступает в роли помощника, а не судьи. Большая ловушка, родители часто к нам на первичный прием приходят и говорят, вы знаете, мы бы хотели, чтобы вы посмотрели, что мы делаем не так с ребенком. Знакомо, да? И большая ловушка податься этому и начать им рассказывать, что они делают не так. Здесь нужно делать с точностью до наоборот. Вот даже если вы видите, что они все-все-все делают не так, но мама очень нежно целует своего ребенка в щечку. Подчеркните это. Я вижу, как вы любите своего ребенка. Я вижу, что вы пришли сюда, вы хотите ему помочь. И скажите, насколько это для вас важно, и о том, что вы можете на это опираться. Потому что на самом деле родители приходят к вам не за экспертной оценкой, они приходят за поддержкой. Вот это та правда, которую сложно озвучить родителям. Мало кто приходит и говорит, я хочу, чтобы вы меня поддержали и похвалили. Правда же? Не принято. И то, о чем еще раз повторю. Каждый член семьи заслуживает уважительного отношения, включая ребенка. Уважение не может быть односторонним. То есть если родители приходят к вам, и вы ждете уважения от них, однозначно вы должны уважать тоже их. Как равных себе. Как людей, которые могут ошибаться, имеют право на ошибки. Точно так же, как и вы имеете право на ошибки. Вопрос в том, умеете ли вы анализировать, делать из них выводы и расти над этим. Вот это самое главное, ключевое. И концепция DIR применяется в отношении всех участников процесса. Ребенка, родителей и самого специалиста. Помним про аффект, про эмоции. Кто мне подскажет, какую роль во взаимодействии с семьей может сыграть аффект? Сильная, положительно заряженная эмоция. Это клей наших отношений. Это то, благодаря чему мы можем склеить наши отношения. Как мы можем модулировать аффект во взаимодействии? Мы можем удивляться, мы можем восхищаться, да? Мы можем делиться своими собственными переживаниями. Ой, сейчас, когда я увидела ваш ребенок, вот он впервые построил башню, вы заметили? Я так волнуюсь, мне это так нравится, да? Мы можем своими собственными переживаниями делиться. Это важно и это нужно. Это помогает выстраивать вот те 40%, которые влияют на продуктивность метода. Какие еще будут идеи про аффект? Мы не только с ребенком аффект используем. Когда вы говорите аффект, это что? Это просто эмоции? А нет, но все это не носит негативность? В русском языке аффект используется, да, как негативно заряженная эмоция, которую человек не может контролировать. В подходе флор-тайм аффект используется как сильная эмоция, которая вовлекает участников в процесс взаимодействия. Нет, значит, аффект это эмоции, да, о значимости эмоции. Они не обязательно должны быть чрезмерно сильные, как сейчас, да, вот они не обязательно должны быть такие вот для перегрузки. Это спор между нашими коллегами, перевод с английского на русский. Но для российской клинической школы, естественно, аффект это состояние неконтролируемое, да, максимального психоэмоционального возбуждения. Мы все проходили психиатрию, поэтому надо быть осторожнее в российской аудитории с этими терминами. Спасибо за комментарий. Есть схема, которую сейчас я просто не привожу, когда вы будете обучаться на курсах, где отражено дерево развития ребенка по всем ступеням, по всем навыкам функциональным. И в нем аффект отражен, аффект в понимании флор-тайм, отражен как солнышко, которое прогревает все ступени. То есть именно благодаря эмоциям любой человек идентифицирует какой-то процесс, как приятный или неприятный. Это работа его лимбической системы, да. Он хочет снова повторения, воспроизведения этого опыта или же избегания и так далее. То есть эмоции, по сути, протянут всю нашу жизнь. И поэтому очень важно уходить с такой безэмоциональной экспертной позиции, в которой мы говорим про диагноз ребенка, а говорить с родителями тоже о тех чувствах, которые у вас вызывают, то, что делает ребенок, и давать родителям поддержку. И что мы получаем в итоге? Безусловно, мы получаем то, что специалист подвергается меньшему риску выгорания. Потому что если мы выстраиваем сотрудничество с родителем, в котором мы уважаем его, и родитель видит это отношение, как правило, родитель идет нам навстречу. Он более позитивно воспринимает наши рекомендации. Согласны? Он больше сотрудничает, у него формируется своя собственная мотивация. У нас снижается количество рисков конфликтных ситуаций или спорных. И мы можем даже, если у нас доверительные отношения, и мы говорим родителям, позволяем им в пространстве с нами проявлять мнение, которое, может быть, они с нами не согласны. Да, это интересное мнение, а давайте обсудим, почему. Это повышает градус доверия. И, соответственно, вот те спорные вопросы, хорошо бы их легализовывать и обсуждать просто с родителями. Я всегда говорю на эту тему, вы знаете, вот это мое собственное мнение, оно опирается на мой опыт. Но я не истинно в последней инстанции. Я такой же человек, который может ошибаться. И вот я говорю о том, что я вижу. Но всегда выбор остается за родителем. Тут важно понимать, услышать наше мнение или нет. Мы не можем вместо него решить, кому верить. И в этом тоже заключается часть нашего уважения. К нему, к его взглядам. И, соответственно, мы меньше сил тратим на непродуктивные зоны. А силы у нас уходят на то, чтобы выстроить сотрудничество. И, соответственно, у нас результат достигается гораздо быстрее и легче. И теперь немножечко, поскольку все-таки аудитория хочет конкретных рекомендаций, да. А флортайм это у нас, кроме того, что философия, это еще и структура определенная, по которой мы работаем. Вот я немножечко собрала рекомендации по поводу становления, продолжения контакта и завершения работы с родителями. Что важно на первом этапе, когда родители только пришли к вам? Снизить тревожность родителей. Потому что в любом случае, вы знаете, даже, ну, чтобы далеко не ходить за примером, когда я, пусть я даже специалист, но я прихожу к другому специалисту со своим ребенком, я тоже волнуюсь. Я живой человек, как и все. Вот. Важно создать доверие, то есть выйти из роли судьи. Родители, я от родителей довольно часто слышу, когда специалисты там говорят, может быть, они действительно говорят это из благих намерений, но они говорят, куда вы раньше, куда вы смотрели, где вы были раньше. Вот фраз такого типа вообще категорически нужно избегать. Они пришли к вам, и это уже некий кредит доверия, и ваша задача увеличить этот кредит доверия и показать, что вы понимаете и принимаете их на том этапе, на котором они находятся. Даже если сейчас они не принимают полностью болезнь своего ребенка. Даже если сейчас им кажется, что вот месяц позанимается логопед, и ребенок начнет писать стихи, как Пушкин. Вот даже если это кажется, вы говорите, окей, хорошо, ну, я понимаю, что вы хотите, но для того, чтобы это было, нам придется пройти вот то-то, то-то, то-то. То есть мы проводим с родителями некую воспитательную и разъяснительную работу. Это тоже часть наших задач, которые помогают снизить потом конфликты от нереалистичных ожиданий. Вот. Очень важно не обесценивать переживания родителей. Даже если эти переживания вам кажутся, ну, опять же, нереалистичными, ожидания нереалистичными, да, если родителям или наоборот родителям кажется, бывает такое, что приходят на прием, и родители, начитавшись интернет, поставили ребенку диагноз аутизм. Тут важно просто признать этот факт. Я понимаю, что вы переживаете, и я понимаю, что вы видите признаки аутизма. Давайте разбираться. Да? Само признание того, что это происходит с родителями, с семьей, уже снижает градус тревожности. Советовать важно тоже очень деликатно. Меня всегда поддерживает врач-психиатр, с которым мы сотрудничали долгие годы. Она говорила следующее. Возможности мозга до сих пор не изучены. И мозг настолько загадочное явление, что мы никогда не можем 100% прогнозировать, что будет с ребенком. Поэтому нам надо быть очень аккуратными со своими вердиктами. Происходят разные вещи непредсказуемые. Мы можем только в общей какой-то массе, в общей статистике говорить о том, что, скорее всего, есть некая тенденция. Но мы не ясновидящие, и мы не можем предсказать 100%, что будет с этим ребенком. И бывают чудеса, правда. Иногда все-таки нужно давать им шанс на то, что они могут быть. Обязательно важно подчеркивать даже маленькие успехи родителей. Если этих успехов нет или вы их не видите, подчеркните намерения. Потому что если семья пришла к вам с ребенком, это уже само по себе значит, что они хотят помочь ребенку. Те родители, кто не хочет помочь своему ребенку, они к специалистам не ходят. Это понятно, да? И даже вот это можно подчеркнуть, что вы любите своего ребенка, и вы пришли сюда, чтобы помочь. Давайте вместе думать, что мы можем сделать. Призывайте их вот буквально с первых шагов к тому, чтобы вы совместно обсуждали те проблемы, которые существуют, и искали пути их решения. Таким образом, вы тоже помогаете родителю поднять его уровень компетентности, и родитель будет чувствовать себя гораздо более уверенно. И поверьте, спустя годы он будет вам благодарен. Важно проговорить, что имеется в виду под заключением устного контракта. Важно проговорить и спросить у родителей, что вы хотите получить от нашей с вами работы. Вот даже на этапе прояснения и проговаривания уже отсеиваются те моменты, которые могут дальше привести к сложным конфликтным ситуациям. То есть, если, допустим, ожидание нереалистичное, ребенок совершенно не говорящий, и вы видите какие-то признаки, которые говорят о том, что у ребенка есть неврологические проблемы, или умственная отсталость, или еще что-то такое. Родители, например, приводят к вам, говорят, он хороший, с ним все в порядке, только вот речь надо запустить. Позанимайтесь месяц, мы вам заплатим, и вот все будет хорошо. И очень деликатно важно прояснять эти моменты и говорить. Вы знаете, вот за месяц я не смогу запустить вашему ребенку речь, потому что нам надо через то, через то, через то, через то пройти. Нам нужно пройти вот эти вот этапы. И спрашивайте у родителей, вы готовы? То есть, важно получить вот это вот согласие. Вам надо проговорить вот этот вот, условно говоря, устный контракт, создать на вот такую вот работу. Дальше что с ним делать, я вам расскажу. И обязательно обговорить границы сотрудничества. На что готовы родители? Потому что вот вчера тоже поднимали вопрос о том, что родители могут быть истощены, родители могут быть уставшими, да. И если мы их нагружаем еще домашними заданиями с ребенком, мы только усиливаем уровень их истощения психологического, да. И важно вот эти моменты проговорить. Допустим, вы готовы ходить там ко мне три раза в неделю с ребенком? Ой, нет, мы не готовы, мы живем там в ста километрах отсюда, да. А как мы можем тогда с вами работать? А может быть мы сможем работать в формате удаленных консультаций? Вы будете снимать видео, я буду вам давать супервизии периодически, там два раза в месяц вы будете приезжать ко мне в кабинет и играть с ребенком. А давайте попробуем. То есть вот на этом этапе мы обговариваем и форму сотрудничества, и границы, кто будет, что делать и за что будет отвечать, и периодичность встреч и так далее. И обязательно обсудить ожидания. Потому что практика показывает довольно много конфликтных ситуаций, возникает там, где встретились ожидания специалиста и родителя, и они не совпали. И бывает так, что специалист это видел, понимал, но постеснялся обсудить. Важно это тоже проговаривать. И опять же быть деликатным, опять же быть уважительным и говорить о границах своих возможностей, потому что мы не всесильные. И обязательно быть чувствительным к степени принятия родителями болезни их ребенка. Мы уже говорили об этапах проживания горя. Что на этапе продолжения для укрепления сотрудничества стоит делать? Помнить опять же о границах. Вы не берете на себя полностью ответственность за жизнь и за судьбу этого ребенка, потому что если вы это делаете психологически, вы, получается, вступаете в конкуренцию с родителями. Это тоже такая сложная зона, которая потом создает ситуацию, когда родители уходят от вас, ничего вам не объясняя или обесценивая. Поэтому все время подчеркивайте то, что родители, важные фигуры воспитания ребенка, имеют важнейшее влияние на него. Распределять ответственность, мы уже говорили об этом на предыдущем слайде. Регулярно собирать обратную связь от родителей. Для чего это нужно? Родители видят постоянно своего ребенка, и те изменения, которые происходят, порой они просто забываются очень быстро. Есть система ведения дневников, но на практике скажу, что мало кто из родителей доходит до того, чтобы вести регулярно дневник наблюдений за ребенком. У них просто не хватает времени и сил. И тогда просто мы можем делать следующее. Когда родители приходят, можем спросить, здравствуйте, а что у вас сегодня хорошего нового? Поделитесь, пожалуйста. И тем, что родитель проговаривает, вербализовывает, мы как бы закрепляем это. Ой, а вот у ребенка вот это появилось, вот это, вот это, вот это. И таким образом мы обозначаем, что происходят изменения, и они не проходят мимо нашего взгляда и мимо взгляда родителей. Это тоже очень важно, чтобы в случае, когда у ребенка вдруг в результате болезни, респираторного заболевания или еще какой-то ситуации наступит временный регресс, чтобы родители не обесценили весь результат терапии. Поэтому мы обязательно проговариваем. Обязательно обсуждать ожидания тревоги и давать на них отклик реальный. Родители, например, тревожатся, ребенку три года, они говорят, я боюсь, что он не закончит институт. Да? Нет, это реальная ситуация. И тогда вот как бы, вы знаете, ну, обычно я говорю, вы знаете, я не знаю даже, что будет через год, давайте посмотрим. Дети очень сильно меняются. Может быть, ваш ребенок пойдет в школу и будет уже в первом классе успешным. Ну и часто проходит время, несколько месяцев, ребенок уже меняется, мы возвращаемся тогда к этому. И я говорю, смотрите, как он изменился. Как вы думаете, до семи лет у него есть шансы догнать своих сверстников? Родители говорят, да, наверное, да. Вот. То есть очень важно эти вещи фиксировать. Обязательно воспитывайте в себе форму преподнесения информации. Есть такая экологичная форма, которая в психологии называется «я-послание». Я говорю, ну, простой пример, не вы меня раздражаете, да, когда вот это вот происходит, я начинаю нервничать, да. Там, не вы безобразно заботитесь о ребенке, да, а когда я вижу, что он у вас раздет и идет по морозу, мне страшно за него, да. Ну и так далее. То есть вот форма «я-послание», она страхует нас от того, чтобы нас воспринимали в штыки и дает возможность нам быть услышанными. Обязательно воспитывайте в себе вот эту привычку. И не только «я-послание», а просто тренируйтесь быть максимально деликатными и при этом честными. Это возможно, это просто вопрос тренировки. И обязательно не обесценивать то, что происходит в семье, то, что происходит с родителями, не обесценивать их переживания. И последнее, завершение сотрудничества. Если родители вам говорят о том, что они уходят, завершают работу, или, допустим, ваш контракт, вы договорились о том, что вы, допустим, будете работать с ребенком, пока у него не сформируются определенные навыки, а потом он пойдет к другому специалисту. Очень важно не просто завершили, отпустили, а важно поставить точку или запятую для того, чтобы из вашего сотрудничества родители извлекли максимально пользы. И вот эту последнюю встречу хорошо бы посвятить тому, чтобы дать признание не только успехам, но и усилиям родителей. Потому что успехи не всегда напрямую зависят от усилий. Бывает динамика болезни ребенка, которая не зависит от наших собственных усилий, она протекает своим ходом. И очень важно подчеркнуть, сколько усилий приложили родители, насколько они выросли в это время, насколько они приобрели какие-то полезные навыки, насколько у них отношения установились другие качественно с ребенком. Вот это все подытожить. Это иногда кажется, вот лежит на поверхности, оно понятно. Но на самом деле, когда мы проговариваем, это для родителей несет очень большую ценность, они уходят с нами. Знаете, как если бы мы вручили им грамоту. Мы дали им признание. Вернуться к тому, о чем вы договаривались в самом начале. Как вы думаете, вот мы с вами говорили о том, что у ребенка должна запуститься речь, ребенок должен заговорить до определенного уровня. Как вы думаете, мы достигли этих результатов? Если да, то хорошо, если нет, то почему обсудить эти вещи максимально объективно? И собрать то, что называется чемоданчик в дорогу. Подытожить все то хорошее, что было приобретено родителями во время сотрудничества вашего. Те навыки, те умения, те способы взаимодействия с ребенком. Те способы адаптации, которые родители выработали у себя. Допустим, способность справляться со стрессом, с истериками ребенка. Или же родители в это время приобрели группу поддержки. Вот это все важно подытожить, проговорить просто. И собрать вот такой чемоданчик в дорогу и отправить родителей дальше. Потому что на самом деле в жизни семьи мы временная фигура. И я всегда говорю родителям, вы знаете, моя задача сделать так, чтобы я была вам не нужна. Тогда я буду считать задачу выполненной. И последняя профилактика конфликтных ситуаций. Я сейчас повторю немножечко то, о чем мы говорили. Устный контракт. То есть важно обязательно проговорить ожидания, что от нас ждут. И что мы готовы на самом деле сделать. Если сложная ситуация, бывают порой какие-то сложные ситуации. Вы видите, что на слух родители сложно воспринимают или еще что-то происходит. Тогда можно даже письменно записать эти вещи. Иногда рекомендуется. Форма преподнесения ситуации. Мы уже говорили об этом. Я сейчас вам чемоданчик в дорогу собираю, вы заметили, да? Выходить осознанно из игры драматический треугольник. И прояснять свои проекции. Ребята, ходить на супервизию, правда, это очень важно. Это не для галочки. Это для вашего собственного профессионального роста. Это то, что помогает потом в дальнейшем вам быть в разы эффективнее. Работать над пониманием границ своей ответственности и родителей. Учиться экологично обозначать свои границы. То есть бережно. Не так, что вот я за вашего ребенка не отвечаю. А вы знаете, в моих силах сделать только вот это. А вот здесь вот в этой зоне я без вашей помощи не обойдусь. Мои усилия будут бессмысленными. И еще важный фактор. Заботиться о собственном теле. Почему это важно? Состояние вашей психики зависит от состояния тела напрямую. То есть любые… Все, что вам помогает, все, что вас поддерживает. Я бы хотела предложить, чтобы вы для себя просто обозначили. Какие-то релаксирующие техники. Может быть спорт, может быть йога. Может быть это прогулки пешие или на природе. То, что заряжает вас энергией. Все это помогает быть вам эффективными в работе. Если мы будем игнорировать поддержку себя, не подпитывать свои внутренние батарейки, мы очень быстро выгорем. Мы сами инструмент. Поэтому хирург заботится о стерильности своих инструментов. А мы заботимся о собственных ресурсах. И тогда это важно. Спасибо вам большое за внимание, за активное участие. Я уложилась. Пять минут на вопросы можно, нет? Алена, спасибо большое. На самом деле вот эта история про работу с родителями, она выходит далеко за рамки названия конференции. Это работа не только в рамках Dear Floor Time, но и работа, в принципе, которая может быть полезна. Этот опыт может быть полезен для очень многих специалистов. Я думаю, что нам есть самое время прерваться и уйти на обеденный перерыв. Встречаемся здесь через, коллеги, одну минуту, через 50 минут. В 14.50. Я хочу еще попрощаться, к сожалению, я улетаю. Поэтому всем до свидания, всего доброго. Собрала всем чемоданчик в дорогу и сама уехала, да? Так бывает. В субботу, 27 апреля, в 11 часов, это улица Красина, дом 27, строение 2, это метро Маяковская. 10 минут пешком от Маяковской, либо 15 минут от Краснопресненской. Будет семинар Галины Яцкович, в 11 часов, методика вовлечения родителей, нашей Дир-мамы, трехчасовой семинар. Кто желает, пожалуйста, можно подходить ко мне после выступления и записаться. Стоимость, если вы посещаете один семинар, это будет 3 тысячи рублей. Если вы два семинара посещаете, будет стоимость 5 тысяч рублей. И второй семинар в этот же день. Общение через игру. Тоже Галина Яцкович, тоже авторский семинар. Галина обещала выдать свой авторский сертификат тем, кто посетит эти семинары. Там же, но только время уже не с 11 часов, а с 3 часов дня. Общение через игру. То есть как устанавливать контакт, общаться с ребенком через игру. Тем, кому не очень до конца понятно, кому интересно, пожалуйста, подходите. Также после следующего, когда будет следующий перерыв, можно подойти ко мне. Я буду вот здесь где-то сидеть и записаться. Спасибо. 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 Продолжение следует... Ага, теперь слышно? Отлично. Ну, мы приблизились к заключительной, наверное, части нашего путешествия, потому что на самом деле это путешествие и метафору семечка, растения, дерева мы уже использовали, но вот я вам сейчас покажу еще одно дерево, но я хочу сказать два слова по поводу того, о чем говорил Джефф Ганзл в своем предыдущем выступлении насчет выбора специалиста. Вот не могу сейчас, может быть, кто-нибудь мне напомнит, если кто знает о таком факте, кому-то из отцов психоанализа задали вопрос, как же мне правильно выбрать для себя психоаналитика, терапевта, с которым я смогу по-настоящему работать, как это делается? Он говорит, вы этого человека должны отвезти в стойло и посмотреть, как с ним общаются лошади. То есть у нас нету как бы стойла, у нас нету лошадей, которые смогут проверить на качество этого человека, которые смогут проверить качество общения, взаимодействия и способность этого человека на построение отношений. Но, наверное, это очень удобная такая и правильная позиция, если мы будем оценивать специалиста вот с такой позиции, как этот человек может подключиться к эмоционально значимому взаимодействию. И давайте мы наше путешествие продолжим. Я вам хотела показать это дерево. Все наши специалисты и все обучающиеся в школе ICDL знают это дерево, но я думаю, что о нем очень важно поговорить. И это дерево обучения. Это дерево создал Стэнли Гринспен, и он его подробно описывает в своей книге «Замечательные дети». И мы все хотим вырастить замечательных детей, вне зависимости от той диагностической категории, от той клеточки, в которую их внесли специалисты. Что же нам для этого нужно? Нам для этого, как любому дереву, требуется почва, и почва – это саморегуляция, о которой мы говорили, о которой говорила очень много Аманда Бинц. Почва нам нужна для того, чтобы прорастали в нее наши корни. Поговорим о корнях. Также нам нужно солнце. Солнце – это аффект. Аффект – это тепло. Аффект – это эмоции. И тут уже упоминался журнал «Аутизм и нарушение развития». Следующий номер, там будет моя большая статья, которая, может быть, поможет разъяснить все эти неточности по поводу аффекта и всю эту разницу в терминологии, и как бы перекинет мостик из того, что учили классические психологи, что учили психиатры, как себе представляют аффект судмедэксперты, к тому пониманию слова «аффект», о котором говорим мы. Аффект – это страсть. Страсть – это наше эмоциональное вовлечение, а вот как его регулировать – это и есть наши стратегии. Ну и еще нам нужен воздух. Наш воздух – это интерактивное общение. И тогда растет это дерево. И вот сначала у нас ствол. А ствол – это те шесть основных ступеней развития, о которых говорили уже наши эксперты. Вчера и позавчера – это саморегуляция, сорегуляция, интерес к окружающему миру. Это контакт и общение, преднамеренность и двусторонняя коммуникация, и длинные цепочки двусторонней коммуникации. Как будто мы бросаем мяч. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. И мы остаемся в этом контакте. Или как, знаете, игрушка такая, сисо, игрушка «Мужик и медведь». Один ниже, другой выше, другой выше, один ниже. И мы все время находимся в этой связке. И держать эту связку – это и есть третья ступень. Четвертое – это решение социальных задач, формирование собственного «я», осознание себя, регуляция настроения. Пятое – это символы, куда также входят символические такие вещи, как речь. И шестое – это эмоциональное мышление, логика, чувство реальности и связки между отдельными идеями, совершенно отдельными. Корни дерева. Помните еще дерево? Это то, что в нас заложено природой. Это наша история генетическая, это наши заболевания при рождении, это заболевания мамы во время беременности, это другие какие-то непонятные нам факторы, которые в сочетании, различные хромосомные участки сочетаются и дают нечто новое. И это новое иногда оказывается расстройством аутистического спектра. Вы помните ведь, да, что причин очень много, это эпигенетические причины, ненаследственные, генетические. И также наши корни – это особенности развития центральной нервной системы. Это такая общая вещь, да, куда входят эти восемь каналов, через которые к нам поступает информация из окружающего мира, и то есть семь каналов, по которым информация поступает, и восьмой канал – это интероцепция, которая нам помогает это все интерпретировать и ощутить себя изнутри. Управляющие функции головного мозга, моторика, сенсорика, все, что входит в понятие индивидуальной особенности. Но, конечно же, давайте еще раз поговорим про почву, потому что почва – это вещь очень важная, и растет это все из наших отношений, из медицинской истории семьи, из истории отношений в семье, наблюдения за тенденциями. Мы сейчас, на самом деле, мы сводим вместе все, быстро повторяя все, о чем мы говорили в предыдущие два с половиной дня, потому что всего было очень много. И для того, чтобы перейти к стратегиям, все хотят стратегий быстрее. Вот, моя эта сумка для инструментов уже готова. Но давайте поймем, зачем нам эти инструменты, что мы будем с ними делать. Будем мы… Вот, расти дерево. И, конечно, очень важны социальные факторы, очень важны культурные факторы, этнические, перемены политические, люди, которые переезжают из страны в страну, люди, которые пережили травму, дети, которые пережили травму перехода из школы в школу, семья эмигрантов, семья людей, которые по материальным соображениям не могут себе позволить что-то, что может позволить другая семья. И в первую очередь это касается терапии. То есть мы можем рассказывать сколько угодно маме, что ей нужно 20 часов флортайма в неделю, но если мама живет на бюджете где-то в глубинке или даже в Подмосковье и не может себе этого позволить, все, что мы можем сделать, это рассказать, а она пойдет домой вот с этой мыслью, зачем это все мне было нужно, только разбередили мне душу. Но нет, мы ее… Вот эту маму-то мы отпустим обязательно с каким-то инструментарием. И также наша почва – это регуляция отношений. То есть что мы делаем для того, чтобы эта почва вообще была? Потому что очень много вещей может произойти в жизни ребенка и семьи, и почвы не будет. И если нет семьи, мы начинаем вот на цементе. Нам все равно надо эту почву нарабатывать. И наша терапевтическая комната – это наша возможность наработать очень тонкий слой почвы. Ну и ветки на самом-то деле – это академические знания, это вы заполните сами. Мы все прекрасно знаем, что требуется от ребенка в школе, что требуется от взрослого при поступлении в институт, что требуется от человека при приеме на работу. и этой ветки, этого дерева. Еще раз возвращаясь, напомню вам, как выглядит дерево. Вот оно, дерево. Мы его вырастим. Ну, не сразу. Да, можно еще раз на дерево. Да, и посмотрите, что там еще растет на этом дереве. Там растут вещи, которые очень трудно измерить вот этими яблочками. Яблочки – это наше умение письменная речь, математика, умение общаться в социуме, абстрактное мышление, чтение, воспроизведение, понимание. А еще там разбросаны вещи, которые нам трудно просчитать. Это логическое мышление, это щедрость, это моральные принципы, это внутренняя дисциплина, это умение выражать не одну эмоцию. Мы много говорим на этом уровне, мы много говорим о блеске в глазах. Но блеск в глазах может быть разным. Я надеюсь, что мы вас всех увидим когда-нибудь еще в различных учебных ситуациях, и вы сможете вместе с нами, со всеми специалистами, с теми людьми, которые так этим увлечены, пройти по этим ступенькам, когда уже есть некая шкала эмоций. Это не одна эмоция, удовольствие, это наше самое начальное. Не четыре эмоции базовые, сердишься, разозлился, рад. Что там четвертое, я никогда не помню. А это целая шкала эмоций. И это все эти наши зеленые листья. Поэтому это дерево так привлекательно. Можно двигаться дальше? Так вот, как нам разработать этот инструментарий? Так нормально, так нормально, там не отражается. Я могла. А, отлично. Да. Что нам для этого нужно? Нам нужны наши развивающие способности, эти ступени функционального эмоционального развития. Мы будем ребенка продвигать по ступеням с пониманием его индивидуальных особенностей. И в зависимости от нашей специализации, теми возможностями, которые у нас есть для того, чтобы эти особенности привести в сбалансированное состояние. Не вылечить, ни в коем случае не вылечить, не излечить, а сбалансировать. Ребенка в состоянии сенсорного голода накормить, в кавычках, достаточно для того, чтобы он мог быть внимательным, заинтересованным и, например, учиться. Ребенка с проблемами речи подключить логопеда для того, чтобы этот ребенок смог воспринимать и воспроизводить речь на том уровне, на котором он может на сегодняшний день функционировать. И, конечно, мы выбираем стратегию на основании тех отношений, которые мы построили или строим с ребенком. И в этом месте я не могу ничего не сказать про ранние отношения, теория привязанности, о которой сегодня нам говорить некогда, потому что так много хочется сделать и сказать. Но ранние отношения формируют всю нашу жизнь, всех нас, каждого из нас. И мы проводим всю жизнь, либо борясь с тем, чтобы в нас заложили эти ранние отношения, либо расцветая с помощью этого. Какие-то вещи можно корректировать. К счастью, мы можем смоделировать благополучные, счастливые, безопасные ранние отношения. Что нам нужно для того, чтобы мы работали программно, для того, чтобы мы не выхватывали какие-то вещи, которые мы видим, следовать за интересом ребенка, не думая о том, что мы делаем. Мы вовлекли ребенка в спонтанную игру, следуя за ребенком. Мы уже теперь что-то знаем. Мы проинтервьюировали маму, мы с мамой поговорили. Мы услышали мамину рефлексию по поводу того, что нужно делать с этим ребенком. Теперь мы будем думать о том, как нам оставаться в непрерывном общении. Вот в этом самый мужик и медведь, да, или представьте себе длинную цепочку, и мы ее удлиняем. Это наша первая задача, но мы также ее и утолщаем. Представьте себе маленькую тоненькую цепочку, ювелирную, и такую большую тяжелую цепь, чугунную. Мы хотим большую цепь. Мы хотим, чтобы наше общение было не только непрерывным, но и мы хотим его укрепить и усложнить. И вот это то, что мы даем родителям, чтобы они это взяли с собой домой. Не могут люди уходить домой без подарка. Терапевтический подарок, подарок любви – это то, чему вы научили конкретную маму в вашем сегодняшнем занятии. И нельзя, чтобы люди уходили домой без подарка. Если все, что у вас останется от моей презентации, это какая-то одна вещь, то, пожалуйста, возьмите это с собой. Не может человек уходить домой с пустыми руками. Вы обязательно должны что-то дать. Пусть это будет что-то очень маленькое, что вы можете дать на этом этапе, но это обязательно должно быть. Иначе вы не специалист флортайм, а чиновник. И когда вы даете родителям эти маленькие, совсем крохотные инструменты, вы начинаете помогать им приглядываться к ребенку. Помните, я уже утром сказала, быть шпионом, наблюдать. Вы говорите маме, мама, вот давайте мы с вами пройдемся по опроснику. Вы замечали, как ваш ребенок реагирует на шум? Иногда я задаю родителям вопрос, вроде, ваш ребенок легко утомляется? Говорит, мой ребенок утомляется? Да вы что, мой ребенок безумный, он мечется все время. Я говорю, нет, я имею в виду вот истерики, когда он падает на пол, начинает топать ногами. Мама говорит, ну какое это имеет отношение к утомлению? Я говорю, ну наверное, это перегрузка. Вспомните, когда, да, мы тут ему устроили такой день рождения, столько детей пригласили, шарики, клоунов, столько сделали, и он неблагодарный упал на пол, испортил всем детям настроение. Я говорю, мама, а не устал ли он? И для мамы это какой-то такой момент, она говорит, да, она начинает что-то другое видеть. Вот я говорю родителям, ваша задача, вы идите домой, наблюдайте, вы придете ко мне с наблюдениями, потому что мы не можем не принимать во внимание потребности сенсорики. Но родители еще не умеют за этим следить. И мы вводим постепенно задачи, которые требуют разрешения. Мы предлагаем эти задачи в частично структурированной игре, мы предлагаем эти задачи в свободной игре, мы предлагаем их, естественно, в общеобразовательной деятельности. И мы хотим укрепить не только те звенья нашего общения, которые мы начали укреплять уже, а мы хотим продвинуть ребенку, ребенка по всем направлениям, сенсомоторное, речевое, пространственное развитие. И важно об этом помнить. Это цитата из довольно-таки старой уже книги Аливера Сакса, которую, кстати, впервые написал про Темпл Грандин в этой самой своей книге «Антрополог на Марсе». И у него было там другое было ИСО, «Бундеркинды», где он описывает аутистов практически. И он говорит, это центральная проблема нейрологической основы личности. Потому что нет чего-то центрального. Вот мы на самом деле работаем над этим центральным. Мы это воссоздаем по кусочкам, вот как эти вот пазлы маленькие. Итак, мы мобилизуем аффект, мы поощряем все попытки самостоятельной общения, всю инициацию, которая исходит от ребенка. Мы потом это поддерживаем, не бросая. Мы продвигаемся от игры сенсомоторной к символам и дальше к причинно-следственному мышлению. Вот я хотела вам показать видео, но прежде чем я вам видео покажу, скажу сразу по поводу видео. Так я слышала, что были вопросы, почему такое видео, почему не сякое видео, а где же эти тяжелые дети с аутизмом. Да они просто работают с детьми, у которых никаких проблем нет. И вот теперь нам показывают, как все замечательно, а все это не так. Ну, во-первых, я думаю, что наши специалисты вам не показывают свои первые моменты встречи с ребенком. Во-вторых, они вам показывают результат. И это нормально, это естественно, они хотят похвастаться результатом. Во-вторых, Dear Floor Time настолько многообразная, хорошо организованная система, что ее можно употреблять с разными детьми. Вот эта девочка, 16-летняя девочка с селективным аутизмом. Она чудесная, замечательная, вдруг в какой-то момент она перестает говорить, и некоторое время она не говорит, и мило улыбается, или натягивает капюшон, или еще каким-то образом ограничивает свое зрительное поле, уходит в себя. А потом она говорит, я хочу умереть. И вся школа, значит, в ужасе начинает звонить мне. Окей, it doesn't feel like you are in your best of moods. Ну, так вот, вот это один из нее плохих дней, и с этого дня она замолчала. Что произошло, ей уже пора решать, что она будет делать после школы. И для нее это очень страшный момент, потому что, когда дети с нарушениями и проблемами развития ходят в школу, у них возникает, и в школе их любят, и принимают такими, какие они есть, у них возникает, с одной стороны, чувство комфорта, а с другой стороны, очень страшно, когда этот комфорт отберут, и им надо перейти в новую ситуацию. И вот у нее наступил такой момент. No college talk, right? Did I just do something to your mood? Because you came in here, Peter. I have an idea. Why don't we play? It's okay. Which one will you play? This one? Okay, something's inside. You remember how to play, right? You remember? I remember my part. Okay, wait, 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 we're gonna play differently today. You know how we're gonna play today? I'm going to say a word, and you're gonna play out what this word feels like. Okay? Okay. Ух ты! Everybody get your musical instruments, everybody get ready, we're gonna do the concert, alright? We're gonna play huge musical pieces, like the last time? Who's gonna start? I will? Okay, I'll try. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что у нас сейчас произошло, вот так она включилась, и она даже там пискнула, хотя уже неделю от нее никто ничего не слышал, вот, и то есть она стала получать удовольствие, но вдруг я перестала играть, и я решила поменять условия. И теперь ей придется поработать для того, чтобы вовлекать меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Тогда ребенок обратит на вас внимание. И вы круги можете, чем вначале вы гораздо больше открываете, вы открываете для ребенка. Но если ребенок с вами попробовал коммуницировать, вы обязательно должны закрыть этот круг общения. И она вспомнила к месту цитату из Фаины Раневской, которая получала груду писем от читателей, и она на все письма считала своим долгом ответить. И кто-то ее спросил, а зачем вы отвечаете, вы же не знаете даже, кто это написал, тут адрес неразборчивый, куда вы это будете отправлять. Она сказала, не ответить на письмо, это все равно, что положить в протянутую руку камень. То есть нам в протянутую руку обязательно что-то надо положить, живое, не камень. Мы закрываем циклы, и таким образом у нас растут эти цепочки. Как нам удлинить цепочки? Мы создаем препятствия, иногда мы создаем препятствия собственным телом, мы используем себя. На более высоком уровне мы создаем препятствия, более сложные, игровые. Вот ехала машина, и ребенок продолжает катать перед собой машинку. Мы можем построить где-то сбоку небольшую горку. Может быть, он захочет въехать на эту горку, мы можем поставить шлагбаум. Мы можем вообще эту дорогу, упс, что-то произошло тут на этой дороге. Ага, тут другие машины столкнулись, как же нам объехать? Мы создаем препятствия, это пример простых препятствий, но препятствия могут быть гораздо более сложными. Вы можете притвориться, что вы не понимаете, что ребенок имел в виду, и дайте ему возможность вам объяснить в игровой форме. Невербальный ребенок вам тоже может объяснить. Вы берете все, что делает ребенок, и вкладываете в этот смысл. И ставите цели, чтобы у игры было начало, середина и конец. Чтобы это было нечто законченное, что у вас произошло. И всегда, когда к вам ребенок входит, вы должны знать, как это у вас закончится. Ну и конец мы планируем с самого начала. Это должна быть понятная, эмоционально значимая, осмысленная для ребенка, на уровне ребенка игра. И опять-таки, задача осуществления задуманного. Что еще мы делаем? Мы расширяем условия игры. Мы не боимся слова «нет». Там у меня, возможно, из соображений времени я не покажу это видео, когда мне мальчик без конца говорит «ну стапит, ну стапит, стапит». И иногда он продолжает, кстати, иногда он получает удовольствие, он тоже говорит «стапит». Это еще ничего не значит. Но во всяком случае он отвергает какие-то вещи изначально. Нет, не принимайте «нет» за окончательный ответ. Очень важно вернуться и попробовать еще раз. Не боясь гнева ребенка, не боясь агрессии. Конечно, с уважением. Если он говорит «нет», потому что вы его поставили в какие-то невыносимые сенсорные условия, то, конечно, вы не будете продолжать эту игру. Если вы видите, что ребенку больно, неприятно, страшно, вы, я думаю, не будете продолжать эту игру. Но если вы хотите расширить его репертуар, его сенсорный репертуар, например, вы вернетесь и попробуете еще раз. Правда ведь? И если вы говорите мне весело, проследите за тем, чтобы ваше лицо не показывало мне скучно. Это очень важно. И, как все мы знаем, это происходит, к сожалению. Если вы видите повторяющуюся, стереотипную, навязчивую игру, попробуйте сделать это общей игрой. И не забывайте все-таки получать удовольствие. Если какая-то игра вам совсем-совсем не по шерсти, если вы не можете ее выдержать, не играйте в нее, выкиньте это. Не давайте ребенку такого выбора. Пощадите себя. А у вас длинные рабочие дни. Вам до вечера веселиться и играть. Значит, силы надо рассчитывать. Ну и тут очень-очень быстрые такие разбивки по стадиям. И то, что там наверху стоит от нуля до трех месяцев, как вы уже к этому моменту нашей конференции знаете, не говорит о том, что вы над этими проблемами не будете... Вы будете работать с более старшими детьми, которым не хватает этих умений на первой стадии. То есть, глядя на этот возраст, это нейротипичное умение, которое в идеале, в идеальном мире развивается к трех месяцев. Но мы не живем в идеальном мире. Что же делать? Мы используем моторику очень сильно. Мы используем приятные взаимодействия. Мы показываем ребенку на расстоянии вытянутой ручкой, там, где он видит приятное лицо. Если мы работаем со взрослыми, мы позволяем им изучать пространство, изучать лицо, вот как девушка нам в прошлый раз говорила, вместе с ним изучать вот эту вот плитку на полу, которую ребенок изучает, приблизиться, помочь ребенку почувствовать свое тепло, свое присутствие. Вы можете к этому добавить звуки, вы можете добавить приятные ритмичные прикосновения, вы можете использовать ритмичное движение. И таким образом вы даете достаточно аффективных подсказок, чтобы стимулировать имеющиеся способности ребенка. Гипореактивного ребенка вы втягиваете, вы повышаете тон голоса, вы добавляете оживленные интонации, и энергичнее не значит громче и визгливее, энергичнее не значит резкие размашистые движения. Вы подстраиваетесь к темпу, к темпоритму ребенка, вы подстраиваетесь к его сенсорным системам, которые, будем надеяться, вы уже изучили. Вы выбираете тонизирующие виды деятельности. И даже на приглушенных тонах взаимодействие может быть очень ярким, если вы добавляете эмоции в голос. Не надо кричать. Но это можно сделать другими средствами. Для гиперреактивного подвижного ребенка вы двигаетесь с ним в его темпе, вы поддерживаете его аффект, но при этом вы постепенно его замедляете. То есть мы приводим на самом деле и того, и другого ребенка к некоему равновесию. Вы становитесь более предсказуемыми и будем искать те игры, которые будут регулировать ребенка с направлением вниз. И опять-таки ваша цель это спокойный ритмичный поток общения. Ну, это я, наверное, пропущу, потому что уже много говорили про сенсорику. Да, я вам сейчас этого мальчика покажу уже в другом видео. У нас тут со временем получается. Нам все время не хватает времени. Значит, этот мальчик восьмилетний испытывает невероятные проблемы в области саморегуляции, когда дело доходит до его общения с ровесниками. И он боится папу, он просто прекрасен с папой, он воюет с мамой, и он без конца ударяет ровесников. Но, кроме всего прочего, у него существуют проблемы, достаточно ярко выраженные праксиса. у него существует некая чувствительность, гиперчувствительность к различным текстурам. Почистить зубы совершенно невозможно. И вот мы с ним играли. Что я хочу показать на самом деле в этом видео? Я хочу показать, как наши отношения, уже простроенные к этому моменту, помогают ему делать то, что делать он совсем не может и не хочет. мы играем вот с такой вот вязкой. У вас тоже, наверное, есть все эти тягучие вещи. И он сказал накануне, я хочу в домик. Да, домик есть, но как мы в него проникнули? Я ему дала небольшое сопротивление, чтобы немножко его атрибулировать. у него на лице был ужас, поэтому я решила, что, пожалуй, я пойду первая. Я вижу, как спи? Нет. О, реально? Вот тот факт, что он до этого дотронулся, это на самом деле я не сказала разотрезка подержи это в руках это лучше? нет я попробую я попробую это ломать это ломать? да это ломать это ломать не ломать а то есть ломать не ломать ты здесь ты это делаешь а я это делаю? кто это делаешь? не поставь на мою ломать ты сначала это нормально если ты поставь на мою ломать да, хорошо на твоей ломать на мою ломать я из соображения времени отключаю видео но мы в конце концов загримировались и как вы видите у него на лице нет того, что папа описывает каждое утро у него на лице это маска ужаса когда он видит зубную пасту и у нас там еще второе видео когда мы проигрываем злую зубную щетку которая каждый день его жужжит и за ним гоняется потому что щетку он действительно ненавидит и есть за что но как видите да, это очень неприятно но как видите тут он позволяет то есть исключительно в силу наших отношений сформированных он не только позволяет играть как вы видели у него на лице удовольствие он улыбается и мы потом с папой Силией скажем ну что проанализируем видео папа говорит не надо ничего анализировать я все понял говорит вот это смешение эмоций которое у него было на лице вот это вот чувство предвкушения того же что-то удивительное произойдет и немного страха и немного удивления немного отвращения я уже все понял мы пойдем дома и будем с этим работать то есть это наша саморегуляция и на второй стадии где цель это вовлечение в отношения и построение отношений это наше удовольствие как мы оцениваем удовольствие как мы оцениваем удовольствие помогите да мы видим мы его видим да ребенок реагирует мы видим эмоции и по мере того как эти эмоции появляются они могут усложниться углубиться и расшириться до полного спектра о котором мы уже говорили и иногда эмоции исчезают так все замечательно шло и вдруг эти эмоции исчезли совершенно что-то другое происходит мы потеряли связь с ребенком то есть очень важно все время эту связь проверять есть ли там еще ребенок на другом конце или мы его уже потеряли итак мы участвуем в упреждающей игре мы даем очень много сигналов о том что случится дальше сейчас мы эту бороду наклеим я этого не делала с этим ребенком почему потому что ему это не нужно потому что у него все прекрасно с контактом и общением он теряет саморегуляцию но с контактом и общением у него проблем нет ребенку испытывающему сложности на этой стадии нужно очень много предвкушения которое мы передаем жестами голосом выражением лица движениями и мы прислушиваемся к тому что нам дает ребенок в ответ чтобы у нас продолжалась вот эта вот одна упряжка чтобы мы были на связи на третьей стадии нам очень важно чтобы это было двусторонним потому что на второй стадии ребенок у нас принимает то что мы делаем с ним на третьей стадии у нас это происходит от нас к ребенку от ребенку к нам не важно кто начал не важно кто начал эту игру главное что она не повисла что камня камня в руке нет да вот и мы продолжаем бросать ребенку вызов очень маленький это все невербальные стадии то есть мы можем работать в таком режиме с ребенком невербальным на более высоком уровне мы используем какие-то вещи более такие легче наблюдаемые но иногда я даже студентам своим даю рекомендации посмотрите ваше видео без звука и посмотрите поддерживаете ли вы цепочки никто почему-то у нас не говорил про видео а видео это наш инструмент в dear floor time и видео помогают нам следить за тем что происходит видео помогают нам отслеживать микрокоммуникацию видео помогают нам проводить менторство супервизию видео помогают нам нам вовлекать родителей видео помогает нам мы иногда родителям даем вот как в предыдущей ситуации в руки камеру там телефон и они снимают и они участвуют таким образом если они не готовы играть и иногда мы меняемся местами я работаю в частной практике поэтому у меня нету к сожалению такой возможности чтобы у меня была установлена камера я снимала снимаем как снимаем но снимаем и так мы поощряем ребенка мы приглашаем ребенка открывать и закрывать эти круги мы создаем условия для того чтобы ребенку надо было разрешить некую интересную задачу на четвертой стадии четвертая стадия это самая интересная стадия и вот как построено обучение в институте ICDL что с первой по четвертую стадию мы обсуждаем в классе 201 и с четвертой по шестую мы обсуждаем в классе 202 потому что четвертая стадия на самом деле очень сложная ее можно было бы разбить наверное даже на две подстадии очень много там происходит и вот нам очень важно для этого строить эти длинные цепочки решать сложные задачи иногда это задачи более сложные игровые задачи это возможность развить идеи это возможность с вербальным ребенком развернуть разговор это возможность усложнить общение Поставить задачу, обозначить ее и с небольшими сложностями, проблемами ее разрешить. Мы должны подстраховать успех ребенка, помочь ребенку почувствовать себя успешным, помочь ребенку завершить нечто ему важное. Мы продолжаем использовать жестовую коммуникацию, мы при этом задаем вопросы, мы начинаем притворяться непонятливыми и используем все то множество аффективных сигналов, о которых я уже говорила. Но очень часто у нас бывает взаимодействие со сверстниками, это разные сверстники, они могут быть на разных ступенях, но это выход в социум. На пятой стадии мы говорим, мы усложняем игру, мы используем фигурки и игрушки, мы уже впрямую разыгрываем спектакль и мы работаем, как мы видели вчера, эмоционально значимые темы. Какие темы являются для ребенка эмоционально значимыми? Вопрос к аудитории. Очень жарко, потому что мы все заснем. Какие темы вы считаете эмоционально значимыми для ребенка? О чем это я? О любимых игрушках. Еще есть какие-то мысли? Мама? Что? Мама что? Развейте эту мысль. Кто там сказал маму? Я не могу, и есть небо. Не могу. Я пока что ничего такого еще не слышала, что я бы хотела повторить. Но мама, вот там повисла мама и нету следующей отношения с мамой. Со сверстниками, да. Зависит на какой ребенке, что она была в данный период? Ну, общая. Общая ребенка этого возраста. И, собственно, более старших детей. Не до трех, может быть, а даже до шести. Это страх того, что я потерялся. Это страх того, что мама ушла и никогда не вернется. Правда? Это страх того, что между папой и мамой произойдет нечто непоправимое, и не будет либо папы, либо мамы. То есть это базовые страхи. Это основные страхи, которые каждое человеческое существо, и нечеловеческое, наверное, тоже в той или иной мере испытывает. И это очень важно проиграть. Гнев, ревность, агрессия. Агрессия по отношению ко мне. Это все важно исследовать, рассмотреть. Рассмотреть как? В игре проиграть. То есть когда мы тему называем, проговариваем или проигрываем, она уже не такая страшная. И таким образом у нас возникают уже беседы, которые мы можем расширить, продолжить. Мы можем задавать вопросы. Вопросы, которые не требуют однозначного ответа. Вопросы, которые не звучат одинаково каждый день. Что ты ел в саду, кашу. И постарайтесь разнообразить этот вопрос. Спросить у ребенка, что он сегодня не ел в саду. Спросить у ребенка про какое-то волшебное меню. Придумать с ним волшебное меню. Покормить кукол волшебной едой. Появляется, да, появляется это ощущение волшебства. И тут мы уже уходим в мир образов. Когда у нас один предмет превращается в другой. Когда у нас человек превращается, там, ребенок превращается в, я не знаю, в ящерицу. Если мы играем в какую-то сенсомоторную игру, мы можем стать ящерицей. Либо папа превращается в слона. Он может покатать, он может затоптать. И непонятно, что он делает дальше. И он такой большой и неуправляемый. У вас усложняется игра. И мы вводим символические понятия. И мы продолжаем работать с физическими аспектами. Потому что мы продолжаем помнить про индивидуальные особенности того или иного ребенка. И мы продолжаем в связи с этим модифицировать игру. И тут мы уже больше вводим реквизита. Так, это мы пролистнем. Да. Ну, а тут игра очень простая с мальчиком. Ну, опять-таки, по поводу наших легких детей. С этим мальчиком я очень-очень-очень долго общалась. Его видели мои студенты. Его видели, по-моему, еще, когда я была студенткой. Мои супервизоры. Потом его видели мои студенты. Потом мы долго-долго-долго с ним работали над тем, что... Вот до того уровня, который я сейчас покажу. А потом я покажу того же мальчика чуть-чуть позже, когда он уже в группе вступает в какие-то сложные взаимоотношения с другим ребенком. Устал от меня и в другом-то коснулось. Но оказалось, что он... Это он меня в это время утрамбовывает подушками. Но тем не менее, мы уже работаем на пятой стадии, потому что появилась речь. После двух лет работы из невербального он стал вербальным. Говорит он неправильно, но он выражает свои мысли, и он использует символику из мысли. Окей, я думаю, что я просто broke free. Окей, Биг Холк. Я просто broke free. Я думаю, что я буду вывести в кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс. Кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-к Я тоже снимала мама, она засмотрелась. Я могу. Я тоже не знаю, ребята. Да... olla... Она из них стреляется. Вы будете с нами? Да, ну вот приблизительный перевод того, как он это высказывает, это клетка тюрьмы, то есть у него продолжаются проблемы определенные, речевые. Ну, в общем, понятно, да, кто кого победил. Но, тем не менее, очень много вещей там происходило, потому что там происходила речь спонтанная, неправильная речь, но эмоционально мотивированная речь. Там происходили его очень хорошие логические отсылки к тому, что он смотрел, он эту игру творчески переработал, он при этом получил проприоцептивную поддержку. Мы с ним боролись на полном серьезе, мы с ним толкались, мы упирались, потом он получил это прожимание подушками, то он прожал подушками меня. Да, но мы все это делали абсолютно ритмично, мы с ним поддерживали ритм. Я давала ему достаточное предупреждение, он оставался со мной на связи, я вас не буду утомлять, но вот этот маленький кусочек у нас шел 11 минут. То есть тут очень много кругов, и он был способен на вот такое сложное общение. Ну вот это невербальный ребенок, который совершенно не выносил никаких новых вещей с очень такой вовлеченной сенсорикой. Ребенок, который все время карабкался и раздевался, карабкался и раздевался. И те видео я вам показывать не буду, просто чтобы пощадить ваше время. Алан, одну минуточку, подожди, пожалуйста, одну минуточку. Это двуязычный ребенок. Алан, мы решили, что крыса будет участвовать. Смотрите, второй ребенок, это ребенок с проблемами саморегуляции, с очень большими, с очень вовлеченной сенсорикой. Гораздо меньше работы было проделано с ним, но вот Алан пришел в игру и принес с собой свою любимую в тот момент игрушку, которую он тоже хотел ввести в эту игру. Он гораздо более разыгранный ребенок, он мыслит более творчески, но тем не менее тут он достаточно был жесткий, и он только обязательно настаивал на том, чтобы эта игра участвовала в настольной игре в виде фишки, как вы видите, она фишкой быть не может никак, и они тут договариваются, что это все означает. Это очень тяжелая идея, но это не идея. Этот ребенок, это дай пешки. Дай пешки. Дай мне. Там же мама. Он ехал их и поставил их в дунжон. Дело? Дело. Все, все. Все начинают с 8 лет. Алан, мы решили с крысой? Да. Минуточку, я не слышу Алан. Алан, мы решили с крысой? Ну, для него это очень много, что мы решили, что да, эта крыса все-таки будет участвовать, но она не будет непосредственно сидеть на доске, и тогда мы все сможем играть, потому что когда она там лежит, играть невозможно, естественно. То есть она занимает пол доски. Но он пошел на компромисс. И это очень тяжелый для него компромисс, потому что если мы компромисса не достигнем, то у него будет истерика, и у нас ничего не выйдет. А мы ведь не хотим, чтобы это произошло. Ну и вот тут мы говорим о 6 стадии, о создании мостов между идеями, о том, что мы вводим другого ребенка в игру. Мы договариваемся, мы замедляем ритм. В данном случае для одного замедляем, для другого мы просто больше поддержки оказываем проприоцептивной, потому что я сидела за спиной другого ребенка, который тоже как в любой момент мог сорваться и выстрелить это все могло. И мы помогаем ребенку находить слова для выражения того, что происходит в этой игре. И я хочу вам напомнить, с чего мы начинали, что лучшая игрушка – это вы. И что блеск в глазах – это критерий нашего успешного взаимодействия. И не всегда это улыбка, иногда это просто восхищение тем, что происходит, потому что так интересно. Но я вам хочу показать еще что-то. Я хочу вам показать что-то про работу на разных уровнях. Потому что на самом деле, работая над задачами нижнего уровня, мы укрепляем остальные уровни. Работая над задачами менее сложными, мы в то же время нарабатываем почву для решения более сложных задач. И отношения нам иногда позволяют уйти от менее сложного к более сложному и передвинуться на следующий уровень. И вот это видео… Да, я вам… Я сказала, да, что нельзя это было все записывать, все видео мои. Ну, я сказала. Я думала, что я сказала. Да? Ага, да. Ну, пожалуйста, да, не записывайте и не используйте эти видео, удалите их, пожалуйста. Ну, вот следующее видео вы можете записывать и использовать. Вы те удалите, пожалуйста, если вы записываете. Но вот зато теперь у нас есть видео, которые можно использовать. И это видео мальчика, который решает задачи более нижнего уровня. Но вдруг возникла ситуация, когда он стал решать задачи шестого уровня. И туда его привели отношения. Потому что уже на более высоких уровнях ребенок не играет один. Он играет вместе с другими людьми. И… Куда оно у нас делось? Угу. I'm mad. I'm very mad. И вот что происходило… Специалист, эрготерапевт работает с ребенком, и он ее неоднократно ударял. Неоднократно. Тут у нас вот редкая такая возможность подсмотреть, что… Это даже специалист не видела. Это наша студентка, закончившая 201. Но даже она не видела этого всего чуда. Она это увидела потом на видео. I'm mad. I'm very mad. How are you doing? Not mad. So mad. I don't want to play with you. You keep hitting me. You're not going to play. Я не хочу с тобой играть. Она сказала, я на тебя рассердилась, и я больше с тобой играть не хочу. Ты меня все время ударяешь. Я мягчу. Всё. Всё. И это удивительная возможность для нас понаблюдать за мыслительным процессом. потому что ничего не произошло в этом видео, да, но мы подсмотрели, как ребенок сидит и пытается, и было понятно, да, что произошло, он потому что, тьфу, сказал ребенок, она рассердилась, и он пошел думать, что же это такое произошло, и на самом деле мы работаем ради этого, мы работаем для того, чтобы поднять ребенка на тот уровень, когда он начнет замечать эмоции других людей, и дальше, значит, он стал решать эту проблему различными способами, но это уже не важно, важно то, что он задумался, важно то, что он остановился и сказал, она чувствует не то, что чувствую я, мне очень весело, я хочу играть, я ее так весело ударял и получал свою эту проприоцепцию таким образом, но ей это почему-то не понравилось, что же делать, и вот тут у нас включаются более высокие стадии. Ну и последний мой слайд, все-таки, это то, что у нас происходит аффективный взаимообмен, и если он не происходит, все, чему мы учим ребенка, это механическое запоминание и механическое повторение, пережевывание одной и той же жвачки, выплевывание информации. Только так мы эту информацию сделаем значимой и запоминающейся, мы работаем одновременно на многих уровнях в соответствии с возрастом, и мы начинаем с меньших, с более низких уровней, с более простой игры, потому что взаимное удовольствие нам важнее, чем какие-то вещи академические, потому что когда у нас возникло взаимное удовольствие, ребенок потом для вас будет стараться вот на том высоком уровне. Ну и вопросы у нас есть? Вопрос, есть ли время для вопросов? Пять минут мне еще обещали. Джефф обещал пять минут. Я на самом деле в течение конференции думал, кому же лучше всего этот вопрос задать. Галина, я понимаю, что лучше всего этот вопрос задать. Я начинаю нервничать. Нет, нет повода. На самом деле лучше задать вам. Вот действительно мы слышали тезис о том, что флортайм, и я видел это своими глазами, он может использоваться в группе детей, не с одним ребенком. Вот вопрос на самом деле звучит так. Насколько часто вы в своей практике используете флортайм в группе? На самом деле под вопроса три. Начиная с какой стадии, да, из шести выделенных? И, наконец, последний вопрос, это как, на основе каких критериев эта группа собирается, с учетом того, что у каждого свои индивидуальные отличия, а терапевт не может идти одновременно за двумя, тремя, четырьмя детьми. Конечно. И я не работаю в идеальных условиях. Более идеальные условия есть в других местах, вроде школы Ребекки. Но я работаю в простых полевых условиях, в простой маленькой практике. Но у меня же есть родители, у детей есть родители, которые чему-то уже обучились, и они могут быть моими партнерами. И они могут страховать по-разному. Но они могут находиться в этой ситуации. И, конечно, желательно подбирать детей на одном уровне, на основном уровне функциональном. Потому что иначе у нас будет слишком много проблем. У них должна быть общая проблема, которую мы решаем вместе. И желательно, конечно же, начинать с диад. То есть два ребенка, два родителя и один специалист в помещении. Потом, может быть, это может расшириться до триады. Потом, может быть, этот ребенок может быть в группе. Но это постепенная кропотливая работа. А с какого уровня чаще всего можно детей объединять? Вот он, предположим, научился себя регулировать. По-видимому, это актуально сделать один на один. А дальше с какого? Второй, третий, четвертый? Как случается чаще в практике? Мы ведь хотим, чтобы эти дети функционировали в социуме. Мы ведь хотим, чтобы они были в группах. И группы у нас натурально происходят в жизни нашей. С какого возраста? Приблизительно с того возраста, когда ребенок начинает ходить. Правильно? Или с двух лет, когда у ребенка начинается параллельная игра. И он может играть рядом с другим ребенком. Дальше у нас ситуация. Да, все развивающие теории. Потом у нас ситуация усложняется, и ребенок может взаимодействовать. Вот с этого возраста мы и хотим, в общем-то, работать в группе. Но не все дети, с которыми мы работаем, достигли этого уровня. То есть ребенок может быть по возрасту гораздо старше, но он еще продолжает работать вот над этой самой третьей стадией. И мы хотим, конечно же, чтобы все эти дети как минимум функционировали на третьей стадии. При этом у них могут быть проблемы саморегуляции. Они могут выпадать из контакта. Все это то, над чем мы работаем. Но они должны научиться вот этому мячик перекидывать, мячик общения перекидывать. То есть, по сути, если мы говорим о возрастных эквивалентах, начиная с двух лет, то вот в стадиях, выделенных Dear Floor Time, это стадия примерно третья, да? Я так понимаю? То есть тогда, когда дети вышли на третий уровень, то, в принципе, можно их объединять в группы, да? Да, это должно быть дозировано, это должно быть очень правильно выстроено. И, как я говорила уже с самого начала, нужно знать, как вы это будете завершать. Да. И правильно ли я понимаю, что когда появляется группа, то все-таки терапевт, он в этой ситуации больше на себя берет роль лидера. И все-таки, когда группа, есть уже меньше возможностей подстраиваться под желание, так сказать, и потребности каждого. И здесь уже терапевт как бы ведет группу. То есть появляется такой компонент лидерства. И это у нас был вопрос, да, по поводу того, что делать. У нас был вопрос такой из зала, по поводу того, что делать, если у нас один ребенок там всех бьет, а другой, значит, бежит маме жаловаться, как же нам, чью сторону занять. Ну, эти ситуации, это групповые ситуации, и мы их, конечно, хотим предотвращать, мы хотим, чтобы это было безопасно, чтобы это было весело, чтобы это было взаимно приятно, мы ведь это хотим выстроить. Но, конечно, есть ситуации, когда мы работаем с тем ребенком, которому нужно свою саморегуляцию нормализовать. Потому что все эти вещи – это проблема саморегуляции. Или ребенок, который все время выпадает из контакта, ему нужна дополнительная поддержка для того, чтобы в контакте оставаться. Возможно, это мама, которая сидит сзади и дает ему эту проприоцептивную поддержку. Она как спинка его, так сказать, кресла. Возможно, это какие-то другие вещи. У меня тоже было видео, я его, по-моему, показывала зимой, как ребенок, совершенно разрегулированный, в жуткой обиде на меня и на весь мир, плачет, потому что он уже предчувствует, как он проиграет мне в игре. Мы еще не начали играть, он уже плачет. Но я ему предлагаю те вещи, которые его когда-то успокаивали. Хочешь одеяло? А хочешь, вот там у нас есть палаточка, можешь посидеть. Или, может, просто к маме пойдешь, мама тебя поддержит. Как ты думаешь? И он решает, что он успокоится сам. И он успокаивается, и мы начинаем играть. Но он знает и про одеяло, и про туннели, про все эти методы поддержки. То есть это ребенок, который уже знает, что ему помогает. Очень важно знать, что помогает. Спасибо, я рад, что нашел адресата своего вопроса. Коллеги, у меня большая просьба. Вот сейчас много экспертов среди нас. Если у вас в закромаху Фродина есть какие-то небольшие видео именно с групповой формой работы, на самом деле было бы очень интересно увидеть до конца конференции. Но если у нас будет какая-то минимальная возможность, если нет, тогда в следующий раз посмотрим, что надо на самом деле. Давайте оставим это с учетом времени. Я предлагаю оставить это вот на конец, на последние 20 минут, когда у нас будет итоговое обсуждение. Хорошо? Спасибо большое. Джефф, что-нибудь добавите? Если вы не возражаете, я кое-что добавлю, действительно. Определенно можно использовать флортайм с группами, как сказала Калина. И если я правильно понял по переводу, то идея того, что у детей должны быть какие-то основные навыки, умения основные на уровне 1, 2 и 3, это будет очень полезно для работы в группе, потому что иначе это будет слишком сложно, поскольку групповая обстановка может быть для ребенка слишком сложной. Но если у них не завершены навыки 1, 2, 3 группы, вы постоянно продолжаете работать над навыками, идя дальше по уровням. Но очень часто во многих школах, в США в том числе, и за пределами США, есть школы, в которых все работает по принципу флортайм. Там, как правило, небольшие группы детей, это дети для аутистов, и там все делается с философией флортайм, и часто в группах можно наблюдать, что модель DR используется все время, а потом техники флортайм часто интегрируются вместе с другими техниками обучениями, но все делается с точки зрения на основе философии DR. И столько всего может произойти в группе за это время взаимодействия, и столько отношений устанавливается по сравнению с тем, если бы там был бы просто родители, эксперты, профессионалы, специалисты и ребенок. там в группах можно действительно вести ребенка, можно позволить ребенку развиваться. Речь идет даже не столько о коррекции каких-то поведенческих проявлений, но это скорее создание этого внутреннего желания взаимодействовать с группой. Мы больше фокусируемся на этом навыке взаимодействия, на умении коммуницировать, и очень много работы проводится в группах. Это своего рода следующий шаг. Поэтому учитывайте, помните, что это введение, скажем так, и введение в 101. Слишком много групповой работы. Это базовый курс, сертификат 101. Это сначала важно это, а уже потом нужно думать о том, как усложнять работу. Если вы работаете со взрослыми, то там другое. Мы сначала работаем с детьми, а потом мы же применяем эти знания на работу с взрослыми. Работа похожа во многом. Однако аспекты, связанные со взрослыми, они намного сложнее, они требуют навыков второго уровня, поэтому нужны эти базовые знания. Так что, да, там больше речь идет об индивидуальной работе. Основной тезис по работе в группе, что тогда, когда работает группа, создаются все условия для того, чтобы дети просто захотели быть вместе на старте. именно так. Идея заключается в том же, как если бы вы работали с индивидуальным ребенком, то есть вы, опять же, концентрируетесь на установке отношений, на том, чтобы создавать эмоционально заряженные эмоции. Опять же, меня волнует перевод некоторых из этих слов, связанных с аффектом и эмоциями, но имеется в виду положительно заряженные эмоции и этот процесс, и вы строите этот процесс точно так же, как в работе с индивидуумом, но только тут вы и лидер, и преподаватель, и вы терапевт. Нужно быть очень динамичным, иначе вы должны интерпретировать сигналы не только одного ребенка, но нескольких детей, вам нужно учитывать все эти маленькие нюансы коммуникации. Вирджиния говорила об этом, об этом беспроводном соединении между людьми, Wi-Fi соединении, и то, что происходит на данном этапе, нужно понять, как к этому привыкнуть, а тут, представляете, сразу несколько беспроводных соединений, вы должны настраиваться на каждого из них, нужно действительно уметь это делать, но это действительно эффективно, и если вы можете включить группу в такое взаимодействие, то это действительно эффективно. Это очень сложно, но дети действительно хотят быть вместе, и результаты невероятные. Галина, Джефф, мне уже хочется попробовать, я не доживу до завтрашнего дня, давайте на кофебрейк, да, уйдем, и в 40 минут встретимся опять здесь, спасибо большое. Двух лет и двух месяцев ему был поставлен диагноз психиатром детский аутизм инфантильный психоз, что значит инфантильный психоз, это такая отечественная школа психиатрии, это как бы, что ребенок развивался до какого-то уровня типично, а потом у него произошел регресс в развитии, и в зависимости от того, сколько длился этот регресс, зависит с точки зрения психиатра, то, насколько сильно произошло нарушение его развития. Вот у этого ребенка этот регресс длился достаточно недолго, то есть несколько месяцев. Вот у него диагноз детский аутизм. Особенности семьи. мама растит ребенка одна, и в ее понимании любовь это когда ты помогаешь ребенку во всем, даже в том, что он тебя не просит. Мама все разрешает и пытается проверять любовь в том, что облегчает ему жизнь в решении всех жизненных задач. Кроме этого у мамы есть большие трудности с эмоциональной настройкой с регуляцией. Она использовала, когда мы начинали работу, она использовала для регуляции ребенка, когда ему у ребенка большие трудности в регуляторном плане. Чуть он начинал капризничать. Первым она доставала бутылку с соской, в которой был компотик. Вот это слово компотик, компотик, любая сложность компотик. Тебе плохо? Компотик. Ты устал? Попей компотик. Ты хочешь выйти из кабинета? Попей компотик. Компотик с соской это вот такая 7 бед 1 ответ, как говорится. И соответственно в качестве целей нашей работы было показать маме, что можно не только с помощью компотика ребенка регулировать, но еще с помощью телесного контакта, например, каких-то мелодичных звуков и так далее. Кроме этого, у ребенка были большие проблемы с регуляцией, с пониманием границ. Как вы понимаете, интенсивная работа предлагает какие-то физические границы. Например, что у нас есть 3 разных кабинета. У кабинетов есть стены, есть двери. И невозможно проводить занятия в других кабинетах, потому что они заняты. И ребенок столкнулся с этой суровой реальностью впервые в своей жизни. Ему было очень тяжело, неприятно. Мы пытались ему как-то помочь. Но в целом, в общем-то, на наш взгляд, мы ему помогли в этом вопросе. у ребенка крупный. Он по своему росту и весу приближается к ребенку 3-го года жизни, вернее, не 3-го, 4-го года жизни, хотя ему всего лишь 2 года, 2 месяца. И такой он гипочувствительный, то есть малочувствительный. мы пытались в процессе нашей работы его дать ему много про процептивной информации, так сказать, старались развить эмоциональный контакт. прежде всего, вообще первое время мы работали только на первой ступени, на регуляции, потому что с ней была большая проблема. Ну и в меру сил вовлекали маму. Причем так интересный момент, ребенок приходил на занятия то с мамой, то с няней. И вот когда он приходил с няней, ребенок выглядел более таким структурированным, более лучше успокаивался, а когда он приходил с мамой, он, видимо, считал, что если есть мама, то можно все. Вот. То есть это какой-то такой вот некоторый стереотип. Так, ну ладно, давайте посмотрим тогда видео нашей работы. Еще раз прошу не снимать, хотя я тут пытался закрыть лица. Так. Здравствуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Мы продолжаем с ним работать. Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну, нам пришлось потрудиться, чтобы объяснить, что многие вещи зависят от родителей. Думаю, что хотя бы частично нам это удалось. Давайте посмотрим, как шла с ним работа. Так, а где? Так, сейчас. Так, наверное, это вот это. Поскольку я нахожусь в ситуации выступления, безусловно, я демонстрирую наиболее лучшие моменты работы с ребенком. Чтобы вы понимали, каких целей, чего можно достигнуть с таким ребенком. Добавил субтитры, которые я требовала, мне哲學, наоборужаврируем. Субтитры создали по-анимон��. Сейчас вzahlю наиболее и учебнорю наиболее для воздумла. disadvantage заработ beменя уголные fits. Не увидели наиболее. Здесь наиболее Celebr Test. 6, к determиной оrouнно. Если бы так разennes слышно наиболее, перстfounder обилотку себе хочу. Давайте oscillatorakah вас силой версии. Для детей у них нужно до feel��고 увеличили наиболее pastors. Не информация imminения себе заплатить. Pentает Where you этих специалистов торк MEL. Продолжение следует... 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 Ну, хорошо, ну, хорошо. Николай, я могу спросить, сколько длится все-таки ваше занятие, как вы начинаете, мне ритуальные моменты интересуются, как вы заканчиваете, то есть одинаковые ли они, и если так, мы только слышали, что да, это нужно делать, конкретнее можно поговорить. Ритуальные моменты. Ну, группа у нас завершается так, что, Вася, до свидания, Вася, до свидания, и пока, и там все тушат свечку, наверное, вы знаете этот прием, ничего тут нового, я вам не открыл никакую Америку, да, а в плане занятий, вы знаете, я думаю, что этот ритуал выстраивает ребенок сам, каждый в себе, вот. Вот, кто-то играет каждый раз в игры с водой, кто-то каждый раз прыгает на мяче, вот, но с каждым индивидуально все. По времени, в зависимости от того, в каком режиме мы работаем, сессия floor time длится от 35 до 45 минут. В смысле, сами, ну, мы считаем, мы считаем, что такой временной промежуток сессии оптимален и эффективен. Нет, просто бывает, что у нас группа складывается, детей, и тогда мы проводим, как бы, групповое занятие, и тогда сессии длятся по 35 минут. Но бывает, что группа разновозрастная подбирается детей в силу организационных причин, и тогда мы работаем без группы просто по 45-50 минут, занимаемся индивидуально. Вот, ну, какие выводы я хотел бы сделать? Мне жалко, что я вам не показал, у меня какое-то чувство незавершенности, ну, что делать? Вот, ну, наш опыт показывает, что floor time работает, и работает, и в комплексе он работает замечательно. На самом деле, я сначала сомневался, потому что с точки зрения, там, организационных вещей, работа в рамках интенсива, она более сложна, чем если ты работаешь просто сам по себе. Но когда ты работаешь в команде, реально видишь продвижение детей, ты реально видишь эффект от своей работы, и это является колоссальным ресурсом для того, чтобы дальше работать. Потому что, когда ты работаешь раз в неделю, и работаешь один, зачастую не видишь результата, и тебе кажется, порой посещает мысль, что, может быть, это все ерунда, может быть, либо мне этот плохой, либо я какой-то плохой, да? А вот работа в команде дает ощущение, то, что есть процесс, есть результаты, да? Это здорово. Всем советую. Спасибо. Что еще? Ну вот важно учитывать культуральные особенности семьи. Давайте чуть-чуть тормознем, потому что сейчас уже время, действительно, да, Николай, у нас уже совсем все сжато по срокам. Да, ну тогда вот так вот. Да. Спасибо. Спасибо. По минуте. По минуте, друзья. Ударите. Спасибо. Я хотел, ну, про впечатление от сегодняшнего дня, коротко. И я хотел, для меня, сегодня я поймал такое сильное впечатление, связанное, когда, я хотел сказать эту сказу после лекции Галины, но так как все устали, я решил не выскакивать, потому что, ну, жарко было, так как говоря. И, да, и очень, у меня всегда, ну, так как Галина моя учитель с большой буквы, я у нее все курсы прошел с 1-го, с 1-го, 0-го до 204-го, вот. Меня до сих пор поражает удивительность экспрессии и ритма в подаче Галины материала, и каждое ее видео воплощает в себе, для меня конкретно, воплощает основные принципы флортайма. Ну, то есть, это настолько точная подстройка. Я сейчас говорю конкретно про видео, которое меня впечатлило, я его раньше не видел, сейчас, это было видео, где они, мальчик сажал ее в тюрьму, вот, и потом закладывал подушками. Это настолько постоянный процесс, ну, что настолько вовлечен ребенок и педагог друг в друга, и настолько друг друга поддерживают в темпе, что на этом видео наглядно видно, насколько высока степень значимости этой ситуации для этого ребенка и для педагога. И момент, когда он в конце прыгает на нее и продавливает подушками, и у них происходит объятие, которое уже встреча двух эго, ну, то есть, друг с другом. Это момент, вот этого, это тот самый результат, который был, к которому шел этот процесс. Вот это видео, оно воплощает в себе для меня именно то, насколько разный бывает флортайм вообще. То есть, насколько мы можем быть разными в своей работе, при этом, если мы уважаем ребенка изначально, если мы ценим его ритмы, темпы и ценим свои, понимаем хорошо себя, насколько значимой становится эта ситуация, насколько возрастает степень вовлеченности ребенка, и видно, что ребенок этот опыт потом перенесет дальше. Ну, то есть, этот опыт он получил, он его интегрировал, он произвел вот эти вот эмоциональные посылы и проявил это в личном взаимоотношении. И несмотря на то, что Александр в пять раз перебрал время, выделенное ему на отзыв, я полностью присоединяюсь к тому, что он сказал о Галине работе, о ее ролике. Друзья, спасибо, Александр, Галина, большое спасибо. Значит, я хочу сделать очень короткое завершение, дав микрофон в студию. У каждого из вас, кто хочет сказать что-то, есть только одно слово. Я предлагаю очень короткую игру для того, чтобы повысить нашу вовлеченность, используя еще время конференции. Итак, микрофон идет вот отсюда, вот туда, и у каждого есть только одно слово. Поехали. Мы говорим о впечатлениях о проведенной конференции. Саморазвитие. Вдохновение. Отдача. И не показывать мое видео. Отношения. Пробуждение. Ребенка в нас. Благодарность. Супер. Объединение. А можно по второму ряду? Нет, просто у экспертов-то все отработано, выпустили по первому ряду микрофон. Они все умеют, ну дайте теперь другим. Вдохновение. Мое. Мое и удивительно. Радость. Благодарность. Систематизация. Единство. Присоединение. А задачи мне? Еще пять. Саморегуляция. Мужчин сюда побольше. Наполненность. Счастье. Хорошо. Уют. Повторюсь, благодарность. Отлично, спасибо. Я предлагаю. Еще хотят. Нет, хватит. На задних рядах все равно до них не дойдет. Не дойдет. Они говорят, не, не надо. Хорошо, коллеги. Мы это сделали для того, чтобы немножко вовлечься. Джефф, я надеюсь, что это было в стиле floor time. И сейчас завершающее слово генеральному директору ICDL Джеффу Гензелу. И после него я скажу два слова, и мы расходимся в стиле floor time. Спасибо большое, Артур. Действительно великолепными получились эти три дня. И, как я уже сказал, с самого начала в своем приветственном слове я очень благодарен Артуру и очень благодарен ресурсному центру. Я думал, что в России будет очень холодно, но эти три дня оказались очень теплыми, и они были невероятными, замечательными. Я сейчас уезжаю, мой стакан полон. Я думаю, что стакан Артура тоже полон. И я надеюсь, что у всех наполнился стакан, по крайней мере, теперь он более полный, чем был, когда вы только начинали этот курс. Три дня достаточно большой промежуток времени. Я вижу, что не все дошли до конца, но тем не менее, те, кто сделал это, благодарю вас за то, что вы дошли до конца. Мы надеемся, что снова увидимся на последующих курсах, на конференциях. И мы делаем коммерческий... И сейчас хочу прорекламировать нашу конференцию в Сан-Франциско в октябре. Не будет там, к сожалению, перевода, но мы не планируем. Но конференция будет замечательна. Спасибо большое. Артур, это был замечательный опыт. Дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить всех вас за участие в конференции. И на самом деле у меня на столе несколько благодарственных писем от нас совместно ICDL с Федеральным ресурсным центром МГПУ. И, естественно, я не могу это не сделать публично. Поэтому от нас с Джеффом и от нас с ICDL, от нас я имею в виду ICDL и Федеральный ресурсный центр, мы вручаем благодарность человеку, который завез флортайм в Россию, Галине Ицкович. Блестящий, компетентнейший, очаровательный Вирджинии Спилман. И затем фотографию, да, можно будет сделать. Фотограф у нас есть здесь? Нас всех. Гомозова и Елене Сергеевне, человеку, с которого началось мое знакомство с флортайм. Вопрос, дожил ли Сафронов Роман из программного комитета до этого момента? Нет, он дожил, но в поезде. Большая благодарность Дреминой Екатерине. Здесь ли она? Она работает. Николаю Романовскому. Ваши челюсти, Николай, запомнится всем надолго. А Ушаков Александр, который нам продемонстрил, что такое стиль флортайм в своем внешнем виде. Найдена Ирина Вячеславовна, ныне президент Ассоциации флортайм в России. Абедник Татьяне Алексеевне, очаровательный, отзывчивый, улыбчивый. Поздравляем вас. Абедник Татьяне Азировой Азировой Ане. Поздравляем. И благодарим. Дальше Гомозова Мелитина. Я знаю, кто передаст эту благодарность ей. Шишкина и Светлане. Еще небольшая стопочка, и все в порядке. И, наконец, мы переходим к тем людям, которые реально своими силами пять месяцев организовывали конференцию. И это заместитель директора ICDL Екатерина Сидор. Спасибо. Ну и, наконец, письмо благодарности от Федерального ресурсного центра, совершенно предсказуемо, команде ICDL и Джеффу Гензелу персонально. Огромное спасибо. Ура! Я предлагаю сделать фото нас всех и всех тех, кто еще остался, вот прямо вот здесь. Вот, пожалуйста, друзья, из программного комитета вот сюда. Все остальные присоединяйтесь. Сзади, да, можно встать. И фото. Сзади, да, можно встать.